Девушки отдыхают Морковный, красный бархат, шоколадный, лавандовый Чего только не было за эти полгода А вот 544 На этой цифре я и остановлюсь Это был хороший жизненный этап Но все хорошее когда-нибудь заканчивается Все-таки Дима был прав Продавая домашние тортики, семью не прокормишь Хотя и он часто ошибался И из-за своих ошибок полгода назад оказался в СИЗО А чего тортик не принесла? Извини, я думал, что ты захочешь Может, в следующий раз? Обязательно Только сделай вы из хлеба А то здесь другую не пропустят Я рад, что хотя бы у нас все хорошо Так думает Дима Потому что бросить человека, который полгода сидит в тюрьме, я не могу Ну и простить его, увы, тоже Как и Андрея Верда, меня с Любой ничего не связывает Я ее не видел 5 лет А тебе не сказал, ну просто потому что... Андрей, дело не в Любе и не в штампе, в паспорте Просто я хотела быть с тобой А ты просто не сказал Я не могу доверять тебе Не хочу Верда Кавалера, может, поможешь? А я за это Верку с тобой на дискотеку отпущу Не надо, не надо Мы справимся Спасибо, что ты сдал нам помещение Но дальше все вопросы аренды будем решать через Валентина Верда Но что бы ни происходило, я не перестану заниматься любимым делом И свой 545-й торт я испеку на новой кухне В нашей кондитерской Малая, мне кофейку сделай И пусть за последние 3 дня я спала всего 8 часов Главное, что завтра наше открытие пройдет идеально Верка, ты помнишь? Я в 84-м себе машину купил А ты в первую же поездку на сиденье написала Я тебе ничего не сказал тогда Пап, ты меня этой историей уже лет 30 упрекаешь Вообще-то вы обещали повесить этот неоновый торт еще вчера Вместо этого полдня с Ефимом Борисовичем смотрели сериал про ментов Поясню для стукачей Я уже полгода батрачу в этой кондитерской И все в попыхах Мне нужен был перерыв Правильно, нам всем нужен небольшой перерыв Я предлагаю прямо сейчас сделать кофе-брейк Давайте впервые все вместе В нашей кондитерской Саша, у нас нет времени, нам еще столько всего нужно подготовить А я уже и кофемашину освоила Вообще-то у нас завтра открытие Вера, ты 3 дня готовила без остановки Ну выдохни Смотри, какая у нас крутая витрина Да, витрина хороша Ладно, может, ты и права Так Ну, давайте поднимем эти чашки И выпьем за то, чтобы через пару месяцев Весь наш район был счастливым и жирным А мы богатыми Ура! Саша, я хотел с тобой обсудить Что это? Это я собрал некоторые картинки Чтобы визуализировать свадьбу нашей мечты А ты что, баба? Сашка, я против однополых браков Пап, прекрати А я уже, между прочим, эскиз для вашего торта разработала Без обид Но торт мы закажем в другом месте При всем уважении У нас не очень надежное предприятие В 15% случаев с нашими тортами происходит что-то неприятное Это что, например? Мама, что у тебя зуб розовый? А у тебя синий А у тебя фиолетовый Может быть, даже больше, чем в 15% случаев Наверное, что-то с красителем Но я всегда им пользуюсь И всегда все в порядке Ничего не понимала Вера, я хотела сэкономить И заказала в другом месте у китайца Там два раза дешевле И у нас столько расходов Ты с ума сошла? У нас вся витрина испорчена Я не приготовлю весь этот объем за сутки А вы это вообще отмоете? Да, только с трудом Хорошо, что у меня дома запасная челюсть Всем привет Я тут мимо проезжал Решил новый электрощиток завести Виктор Павлович Виктор Павлович, замените? Ну как, открытия у вас готовы? Может, помощь какая-то нужна? Я... Нет Помощь никакая не нужна Ну ладно Удачи Нам срочно нужно за продуктами Может, что-то успеем приготовить Папа, доделай вывеску Только надо домой, чтобы зуб почистить Павлович, брось себе давление нагонять Забудь ее Она уже замужняя дама На Вольно надо Помахал кольцом перед ней Как сахаром перед кобылой Она в ЗАГСе поскакала Вы только по ночам В своей забегаловке не шумите Люди спать хотят Да вам, молодоженам Не до сна должно быть Пойдем Пойдем Так Так Сахар, мука Сливки Саш, ну посмотри Очень важный вопрос Уже три дня голову ломаем Какая разница, какого цвета Будут чехлы стульев на нашей свадьбе? Это очень важно Ты пойми, фиолетовый выгодно смотрится при естественном освещении Но вечером при алюминисцентных лампах Будет выглядеть блекло Зато мятный выгодно смотрится вечером Но утром Али, половина гостей к вечеру будут не в меньку Они вообще не будут различать цвета А некоторые даже не хать невесты не отличат Ну извини, что мне не все равно, как пройдет наша свадьба Я вообще хотел персиковый цвет чехлов Но он придает твоей коже нездоровый оттенок О, семья из Допироговых И величайший кондитер собственной персоной Как поживаете? Все прекрасно Мы завтра открываем свою кондитерскую Так что недолго вам осталось тут торговать своей просрочкой Я имею в виду кондитерский отдел Ну я поздравляю вас, Верочка Правда, не думаю, что у вас что-то получится Ну просто характера не хватит Как только закроетесь, приходите Я с удовольствием возьму вас на работу Хотите уборщицы, хотите кассирам Алина, сообщи, пожалуйста, в кондитерский отдел Что сегодня скидка на всю продукцию, 50% Не думаю, что завтра к вам хоть кто-нибудь придет Счастливого открытия Какая неприятная женщина Как моя тетя из Калуги Не буду, пожалуй, приглашать ее на свадьбу Ты что творишь, Горгона? Ой, извините, вывеска меня так ослепила Что я не заметила вас Ты сейчас у меня получишь, пердых-поддых Мам, я папе чипсу взяла? Как думаешь, тюремщики пропустят? Черт, а мы что, сегодня идем? А ты что, еще не готова? У меня все вылетело из головы, я никак не могу пойти Ясно Юль Черт, пересушила Вот, я купила нормальные красители, ягоды Что-то нужно еще? Вера Викторовна, как дела? Плохо Я ничего не успеваю, уже не успею Мне нужна помощь Хорошо, давай я буду кексы украшать Ну, не... Ну, можно... Можно ягодами забросать И красиво будет Ладно, я тебе как-нибудь по-другому помогу Мне нужна профессиональная помощь Алло, Диана? Здравствуйте, меня зовут Вера Палыч, ну что хотел? Хотел заявление написать Прямо сейчас здесь? Да Ты же здесь участковый пункт себе свил А сейчас рабочий день Да Так Что за заявление? На кого? А вот на это Хулиганье Она на меня какой-то суп вылила Горячий И запах дрянной Че ты врешь? Суп холодный был И вкусный Ты не имеешь права не принять мое заявление А то ведь я до твоего начальства дойду До самого мэра Я же пенсионер И у меня чего-чего От свободного времени до хрена Палыч, не выручи Сейчас разберемся Вить, гони ты его в шину Надя Он прав Но не могу я у него не взять Мы даже у этих удолбанутых заявление принимаем И ссориться с моим начальством сейчас Ну нельзя Кексик Надо с ним как-то договариваться Пожалуйста Ладно, Виктор Павлович Была не права Как я могу исправить ситуацию? Извини, что на тебя давлю Просто это моя первая Я уверен Последняя свадьба Поэтому я хочу, чтобы все прошло идеально Чтобы ты была счастлива И чтобы мама тоже Когда ты говоришь про маму У меня начинается миглей Хорошо, давай чехлы на стуль У нас будут сиреневые Отличненько Один из главных вопросов решились Осталась еще одна мелочь Подпиши Что это? Брачный договор Брачный договор? Нафига? Просто формальность Дай-ка я почитаю твою формальность Обязанности сторон Так Пирогова Александра в течение пяти лет Должна родить троих детей И тебе что, кошка? Ну просто твой детородный возраст не вечен Надо пользоваться, пока есть такая возможность Тебе и так уже Читай Александра Пирогова обязуется ухаживать за котом Анубисом Который будет сожительствовать с будущими супругами Вольскими Только через мой труп Раз в год в Вольске Валентин имеет право уезжать на три дня в город Санкт-Петербург Без предварительного уведомления Люблю спонтанно посмотреть на мосты в одиночестве В случае развода совместно наше заимущество будет делиться 30 на 70 в пользу Вольского Валентина И что ты делить собрался? Книжки Гарри Поттера или кота Анубиса распилим 30 на 70? Саша В будущем я стану успешным нотариусом И неминуемо буду зарабатывать больше себя Поэтому мне кажется справедливым Чтобы в случае потенциального развода я получил все-таки 70% Саша Во всем цивилизованном мире заключают брачные контракты Например, Кейт Миддлтон и принц Уильям Кстати, королева Елизавета лично утверждала каждый пункт А, тут твоя мамаша поучаствовала Ладно, крыс канцелярская, я подпишу Но сперва ты впишешь мои пункты Я тебя пришлю, жди Палыч, вот как так-то? Это потому что я мужик Надо будет Она мне весь двор вылежит Тебе, кстати, надо в коморке полы помыть? Можно Надежда! Мать моя, человек! Спасибо, что пришли Я посмотрела ваши страницы в инстаграме Вы прекрасные домашние кондитеры Да, поэтому я хочу попросить вас о помощи Когда-то, готовя свою первую шарлотку на кухне Я и представить не могла, что у меня будет собственная кондитерская В начале в меня никто не верил Ни муж, ни семья И больше всего в меня не верила я сама Но иногда жизнь дает тебе такой пинок, что не оставляет времени на сомнения Ты понимаешь, что нужно взять венчик в зубы и включить свои обороты на полную мощь И тогда все получится Ведь наши мечты реальны Но иногда, чтобы они сбывались, нужно не бояться просить помощи Вместе у нас все получится и мы все успеем Вы мне поможете? А это прям сегодня нужно сделать? Я не могу, мне скоро дочку и садик избирать Мне вообще не выгодно, чтобы в районе открывались новые кондитерские Чего вы по телефону-то не сказали? Знала бы вообще, мне пришла, только время потеряла Вы же сказали, интересное предложение Ну, простите, что я потратила ваше время Давайте я хотя бы вас с кофе угощу Пап, ну ты, кажется, похудел Поэтому я здесь Это был мой план, чтобы скинуть пару килограммчиков А то с тортиками твоей мамы такое вряд ли получится Да уж, а мама в последнее время только о своих тортиках и думает О нас плевать Явлёк, прекращай Ты из-за меня ей приходится только вкалывать Обещай на нее больше не дуться Ну а чего? Ты там парня-то себе еще не нашла? Пап Потому что если нашла, ты ему передай, что твой батя чалится в тюрьме Если он тебя обидит, я выйду Всего-всего Александр, ты разрываешь мне сердце, на твои условия договора я выполню Во-первых, переименовал в телефоне мамуля на просто мама Невероятно Еще боц Ты что, серьезно ноги побрел? Да И третий пункт Сейчас, секунду Ты идиот Я специально написала эти бредовые пункты, чтобы ты отказался от своего брачного договора Я не буду ничего подписывать Ну что ж, я сделал все, что мог Плевать, что мама лишит мне наследство Ты мне важней Что? Ну, мама сказала, если ты не подпишешь договор, то она квартиру и дачу перепишет с меня на племянника Плевать Семейкам монстров Хорошо, я подумаю И ваши латы Я бы вам что-нибудь предложила? Кофе? Ну, нету Спасибо Спасибо Что это? Вера Ты только не кипятись, но ты нифига не успеешь Я не хочу, чтобы открытие сорвалось Можно как-то, ну, передекорировать, чтобы они на наши были похожи Ты в своем уме? Я не буду продавать чужие торты, тем более из розы Там скидки 50%, мы за копейки заполним всю витрину Выброси это немедленно Вера Паша Ох, какие молодцы Решили заняться реализацией нашей продукции? Ну, а что ж, не связались напрямую, я продала бы вам франшизу Тут получился бы прекрасный мини-маркет «Роза» Это нам подкинули Дурянь вашу Правда? То есть это не вы набрали четыре пакета у меня в магазине А смели весь кондитерский отдел Даже вон тележку украли Мне так стало интересно, что вы задумали, что я даже сама за вами пошла Послушайте, мы не будем продавать вашу продукцию Произошло небольшое недопонимание Да, конечно, вы не будете Иначе я вас так засужу, что вы с голой задницей останетесь Хотя с этой задачей вы и без меня прекрасно справляетесь Смиритесь Такие дилетанты, как вы, никогда не потянут серьезный бизнес Так и останетесь домашними пикушками Так что сидите у себя на кухне С котлетами и сопливыми детьми А, ну да, куда нам до вашего клоповника? С тортами из маргарина и пальмового масла Угу Выбросьте эту фигню Домашние пикушки вам помогут Валите уже отсюда Нам работать надо Тележку свою заберите Тележку свою заберите Это было очень круто У меня прям мурашки побежали Спасибо Кухня там Надежда, вы как? Витюша Бегу, тексик Неси бумагу Буду на него заявление писать Какое заявление? Я же ничего не сделал Как это ничего не сделал? Организация покушения на убийство Ты же в этих проводах все утро ковырялся Может, как-то договоримся? Да что ж вы творите-то, а? Здравствуйте, Александра И вам не хворать Вот приехала с Валечкой повидаться Ну и поздравить вас с открытием Спасибо, а я вас поздравляю Спасибо, с чем? С тем, что я подпишу этот долбанный брачный договор Рады? Какой брачный договор? Вы что, женитесь? А вам что, Валя не сказал? Я убью его Не надо Лучше я его сама проучу Виновата ли я, виновата ли я, что люблю Нет, да закрышь ты уже! Молодец, Палыч, душевно! Только давай это, погромче и с танцами еще Виновата ли я, что мой голос дрожал... Молодец! 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 Девочки Мы этого сделали Теропировать Молодца Спасибо, спасибо вам огромное Приходите на открытие Который час? Буквально через два часа. Все, все, все. Пока. Пока. Спасибо. 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 Систер, я верила, что ты все успеешь. Ну ладно, не верила. Но я же знаю, что для тебя это лучшая мотивация. Сегодня все пройдет идеально. Это точно. Простите, а что случилось? Это дед из десятой умер. Соболезную. А зачем вы это сюда поставили? Традиция такая. Капец. Бывают дни, когда идет все... На берегусяк. Осталось еще одна мелочь. Прочный договор. Прочный договор? Нафига? Ну, мама сказала, если ты не подпишешь договор, то она квартиру и дачу перепишет с меня на племянник. Вы что, женитесь? Я убью его. Лучше я его сама проучу. Сегодня все пройдет идеально. Это точно. Простите, а что случилось? Это дед из десятой умер. Соболезную. А зачем вы это сюда поставили? Традиция такая. Но самое ужасное, когда все идет наперекосяк в день открытия твоей кондитерской. Систра, у тебя все нормально? Нет. У нас возле кэнди-бара стоит крышка гроба. Добрый день. Приглашаю на бесплатную дегустацию. Каткейки. Зефир, лимонад. Добрый день. Приглашаю на бесплатную дегустацию. Искренне соболезнен. Дамы, что у вас тут можно продегустировать? Желательно покрепче. Руки убрал. А что ты такая дерзкая? Написано же бесплатно. Для людей. Я сейчас охранника позову, он вам ноги сломает. Пошли вон отсюда. Ну, а что сразу охранника? Они себе, детям хотели. Ничего. Тебе жалко, что ли? Ну, взяли бы пару кексов. Они потом толпой, как бы родячие собаки, вернутся. Да. Верка, я тут подумал, можно сегодня на открытие твоей кулинарии я приглашу своих одногруппников? У нас как раз юбилей. 50 лет инженерного факультета. Папа, во-первых, у нас не кулинария, а кондитерская. А во-вторых, у нас нет лицензии на алкоголь. Обижаешь. У меня друзья нормальные люди. Мы заранее коньячка накатим в беседке, а в кабак твой просто придем покушать. Не кабак. Подходите. Халявные сладости, капкейки, лимонад. А что это у вас такое? Это то, чем накрылось наше открытие. Сосед из десятой умер. Дед нашел время дуба дать. 93 года прожил, не мог денек потерпеть. Соболен. Так. Юль, присмотри тут. Идем. Мама, а где мои тапки? Ой, Валечка, я тебя не ждала. Ко мне Игнат в гости зашел. Это мои тапки. А, да? Ладно, не надо. Мама, можно тебя на минутку? Я сейчас. Я сейчас. А что он тут делает? Я его пригласила роутер настроить. Ты же теперь с Сашей живешь. Да и дел у тебя в вашем кафе много. Не хотела беспокоить. А Игнат, он мне помогает иногда. Продуктов купит, лампочки поменяет. Я его за это сумочком кормлю. В лото играю. Игнат ведь сирота, жалко ему. Наша лото? А почему ты мне раньше не рассказывала, что он сюда захаживает? Ну, ты же мне тоже, наверное, не все рассказываешь. Я все рассказываю. Всегда. Валентина Николаевна, а есть еще сырники? Да. Вот два осталось. Доедай. Валечка. Я тоже хочу. Ну, это не культурно. Игнат наш гость. Я тоже хочу. Садись, Игнат. Садись. Я тебе сейчас блинчиков пожарю. Так. Валентина Николаевна, а вы знаете, что самый большой блин испекли в 94-м году в Великобритании? Вес его был 3 тонны, а диаметр 15 метров. Ах, какой интересный факт. Спасибо, Игнат. Ничего интересного. Ну, это всем известно. Даже детям. Даже детям. Здравствуйте. Мы очень соболезны. Мы хотели... Вон там. Заходите. Прощайтесь. Марин, сто лет со школы не виделись. Как дела? В смысле, соболезную. Твой дедушка был очень хорошим человеком. Помню, как он в детстве с балкона у меня картошкой бросал. А вы знаете, у нас есть небольшая просьба. Дело в том, что мы на сегодня на первом этаже открываем кондитерскую. И мы хотели бы, чтобы все прошло торжественно. А там у подъезда стоит ваша крышка. Как ты могла бы ее убрать на какой-нибудь другой этаж? Не могу. Так принято, чтобы возле подъезда стояла. Не устраивает? Можете потом открыться. Ну, вот, Дарень. Ранее мне на выпускном стошнило на ее платье. Я тогда впервые абсент попробовала. Зеленое такое, пятнище на белом платье. Саша. Она потом весь выпускного прожидала. Вообще, ты мог предупредить, что приедешь. А если бы я была бы тут не одна? Это моя квартира. Я не обязан тебя предупреждать. Но ты тут не живешь? Да потому что ты тут живешь. Ага. Алло, Галя. Привет. Семена позови. Помер соболезную. Как помер? Митяй. Да он же здоровый был как бык. А для меня две тысячи не оставлял. Я ему на удочке одалживал. Вот жук. Царство ему небесное. Ванька? Да он же месяц назад как женился. А я всегда ему говорил. Молодая жена. Вестник инфаркта. Пердых-поддых. Может, на завтра перенесем открытие? Систер, ты всю ночь горбатила, спекла. Я уже пригласила знакомую блогершу, которая про нас напишет. Фотографа. И я знакомых. Человек двадцать. Через полчаса начну собираться. И что? А может, мы ее шариками украсим? Будет повеселее? Ну что? Я предлагаю. Ну ничего себе. А вы знаете, почему на Руси не заносили крышку гроба в дом? Есть поверье, что... Так, мне нужен кофе. Кто-нибудь будет? Нет. Саша, я тут подумал и решил, что мы не будем звать Игната на нашу свадьбу. А почему? Я думала, это твой единственный друг. Ты ошибалась. А я ошибался, когда думал, что я единственный сын своей мамы. Она носится с этим Игнатом, как будто она его двадцать часов рожала, а не меня. Хорошо. Давай я позвоню твоей маме и скажу, что мы не будем приглашать Игната на нашу свадьбу. Зачем звонить? Не надо. Вообще, пусть приходит. Посажу его куда-нибудь подальше. К твоим родственникам из серпухов. Никто не подходил. Нет. Что? Решили поминки организовывать? Это прям ваше призвание. Угу. Вера, Вера, ты чего? Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества в лечетах вес. Тихо, тихо, тихо. Подожди. Вера Викторовна, вплоть до уголовного. Я не буду портить. Вот, ну, я отверну. Давай. Ну, давайте я хоть что-нибудь возьму. О, Пирогов, здорово. Где ты ходишь? Как? Я же звонил вам. Вы все померли. Вот. И ты давай не задерживайся. Чего ты там один делаешь? Вот твой дружок тебе уже на памятник нарисовал. Ну что, Палыч, нравится? Я говорю, нравится. Ты что, мне на памятник сливы нарисовал? Чего? Какой памятник? Сон мне приснился. В нем все были. И Семен, и Митя, и Ванька. Царство им небесное. Фух. Не к добру покойники снятся. Видно, я следующий. Да ладно, не переживай ты. А если что можно, я твою куртку кожаную заберу. Хрен тебе. Скажу, чтоб меня в ней хоронили. КОНЕЦ КОНЕЦ Мой. 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 Гöst. Твердых под дых. Тима, я уже наяву знаки вижу. Седая с косой оставляет. Юль. Прости, что я не смогла вчера пойти с тобой к папе. Да ладно, проехали. Как он? Держится. Я обязательно схожу к нему в следующий раз. Твердым опять эта труба. Вы что там вообще офигеи? Эй, вы, где крышка? Сейчас придет женщина. Задержи ее, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Мать твоя там? Нет. Третья, вам нельзя нахуй! Где наша крышка? Там у подъезда вроде было. Ты что, гонишь? Она вам мешала, а сейчас она пропала! И что вы думаете, мы взяли и украли ее? Может, она ненормальная? Можете поискать, а у нас ее нет. Значит так, я звоню участковому и пусть разбирается. Стойте, это моя крышка! Смотри, парень, ты жареный! Давай, верните крышку, это моя! Вы походнички слишком румяло выглядите. В смысле, это соседи, верните немедленно! Обойдешься, нифиг нам было жрату не зажимать. Да! Это моя крышка! Еще один жимурик, посмотри! Я в окно смотрю, тащит, но верните! Так. Три тысячи давай, и вернем. Слушай, Чухан, ты ничего не попутал? Тихо, тихо, тихо! Смотри, какая она дерзкая! Тихо, тихо, давайте договоримся спокойно, спокойно. Вы нам крышку, а я вам торт дам. Целый? Да над чертами нам твой торт, а вот если меня поцелуешь... А ну-ка оба ушли отсюда, пока я вам ноги не сломал! Ладно, ладно, мужик, не психуй! Спасибо вам! И тебе. Извините, что я на вас подумала. Я крышку отнесу на этаж, можете спокойно открываться. Ну, где ты ходишь? Что это было? Очень тяжелый день. Понятно. А я тут в управляющую компанию ехал. Документы кое-какие отвезти. А то я смотрю, гроза бомжей. Кстати, поздравляю с открытием. Все очень круто получилось. Спасибо. Вер! Я хотел сказать... Валечка, привет. Ой, как у вас уютненько. Что вы здесь делаете? Вместе? А мы недалеко здесь были. Я водила Игната к нашему парикмахеру, дяде Яш. Очень стильно получилось. Мама, а почему на нем мой плащ? Ты же мне его подарил на выпускной. Ты-таки, я думала, ты его носить уже не будешь? Игнат, можно тебя на минутку кое-что обсудить? Конечно. Давай поговорим напрямую. Я знаю, что ты всегда во всем пытаешься меня подражать. Даже купил себе такую же бузинную палочку, как у меня. Равно моя настоящая из музея Гарри Поттера в Уотфорде. А твоя из Китая. Мне когда-то даже льстило, что ты так вот меня боготворишь. Но сейчас ты перешел все границы. Мой плащ, моя мама, дядя Яша. Мой плащ мне Валентина Николаевна подарила. И сама меня сегодня туда прилипала. Не ври. Я знаю, какой ты прилипала. Немедленно сними и уходи отсюда. Валечка, что ты делаешь? Я хочу свой плащ. Зачем он тебе? Я замерз. Хочу плащ. Валентина Николаевна. Валя, что происходит? Ничего не происходит. Снимай немедленно. Снимай сейчас, Жанна. Все это потому, что мама нашла себе сына заменителя. Дешевую пародию на меня. Из Китая. Как его бузиная палочка. Вообще-то я твой сын. Да, сын. Который не рассказал мне про свою свадьбу. Просто я знал, что Саша тебе не очень нравится. И не хотел тебя расстраивать раньше времени. Я думал тебя как-то подготовить. Устроить небольшую презентацию. И потом уже все рассказать. Когда? В день свадьбы? Мало того, что не рассказал. Так еще и оклеветал. Типа, мама лишит меня наследства. А я почти подписала. Этот долбанный брачный договор. Потому что брачный договор – это разумно. Знаешь что? Решил жениться? Доверяй своей женщине. А не веди себя, как крыса канцелярская. Решил жениться. Систер, у нас все получилось. И.П. Пирогова. Цынь. Надо было Майю пригласить официально и ее поблагодарить. Ну а что? Если бы она не приоткрыла Диме свою дверку, у меня бы не было повода дать тебе волшебный пентель, и мы бы не открыли такую крутую кондитерскую. Правда. Отнесу ей кусочек торта. Надо эгильер доделать. Если хорошо пойдет, нам придется брать еще одного кондитера. Пап, что ты такой хмурый? У тебя одна дочка кондитерскую открыла, другая замуж выходит. Правда, стакан воды теперь перед смертью подать некому будет. Все заняты. И ты туда же. А может, я еще не собираюсь. И не нужна мне твоя вода. Пап, да я пошутила. Алло. Мышонок, привет. Звоню поздравить тебя с открытием. Горжусь тобой. Спасибо. Кстати, это была твоя идея. Да. Как давно это было? Я очень сильно тебя люблю. Я что, помер? А ты кто? Я апостол. Да какой же ты апостол? Ты консьерж подъездный. Целыми днями ничего не делаешь, только людей пропускаешь. И все. А апостол, по-твоему, что делает? И что теперь? Все, что ли? Все. Время-то пришло. Заходи осваивайся. Я с удовольствием. Но я куртку забыл, кожаную. Она же теперь этому псу сторожевому достанется. Можно я только за курткой схожу и вернусь? Ну, сходи. Только не задерживайся. Папа. 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 Тедуль. Пап, ты как? Тедуль. Папа. Папой. Я видел апостола Фима. Обманул его, но он меня все равно ждет. Вот. Я же говорила, скорую надо вызывать. Пожар я потушил. Только убраться осталось. Сильно убраться. Продолжение следует... Ну, а что будем делать? Спать. Я устала. Продолжение следует... Продолжение следует... Верочка. Что вы здесь делаете? А я пришла поздравить тебя с открытием. Вяжу, все удалось на славу. Продолжая в том же духе. Я забежала поиздеваться. Мышонок, привет. Ну, ты, главное, не расстраивайся. Я всегда знал, что у тебя ничего не получится, потому что бизнес – это для мужчин. Ну, или для очень сильных женщин. Пирогова я всегда говорила, делай уроки, а не за мальчишками бегай. Не послушала. Вот и выросла. Бестолочь. 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 Может, клининг вызовем? У нас нет на это денег. Надо было покупку попросить из подвала противогазы принести. Там небось такая ванища. Здравствуйте. Привет. Ну, я пойду. Не терпится начать. Обожаю какашки от пола отскребать. Что ты тут делаешь? Слышала, что у вас тут вчера случилось. Андрей, хватит уже сюда приезжать. Хватит искать повод, чтобы со мной увидеться. Хватит питать иллюзией, что на что-то наладится. Я не хочу тебя видеть, пойми уже наконец-то. Понял. Я все убрала, проветрила, трубу приварила. И что, получается, Андрей сам за ночь? Спасибо за помощь. А остановка там? Я надеюсь, ты его не отшил в очередной раз? А то как-то неблагодарно получается. Кстати, он с Любой уже полгода не живет. Уродича шивается. Специально для тебя подслушала. Алло, да. Какая Катя? А, вакансия кондитера. Извините, я забыла вам вчера позвонить, но мы... Завтра открываемся. Да, спасибо. Я вас сегодня жду. Всего доброго. Завтра? Да. И у нас очень много работы. Вот. А свадебный ведущий вообще в копейки вышел. Всего двести тысяч. Все-таки умею ее торговаться. Двести? У нас что, орган твести будет? Лучше. Петр Кулешов. Бессменный ведущий телевикторины. Своя игра. Я вырос на его передачах. Ты что, себе премию на два года вперед выписал? Откуда мы возьмем двести тысяч? Из тех денег, что отложены тебе на машину. Валя, ты же любишь всякие игры на логику. А давай на эти деньги, что отложены на машину, мы купим машину. Саша. Всему свое время. Просто я хочу, чтобы наша свадьба прошла незабываемо. Как третий сезон своей игры. Извини, я в клозет. Значит, теперь будет моя игра. Здравствуйте. Я по поводу работы. Вы Вера? Здравствуйте. Вера вон на кухне. Ну что ж, у вас хороший опыт работы. В принципе, вы нам подходите. Поздравляю, вы приняты на работу. Ой, извините, я сейчас все уберу. Тихо-тихо. Стоп-стоп-стоп. Вы что? Нет-нет-нет. Подождите. Давайте так. Пока мы не выросли в большую кондитерскую, мы будем экономно относиться к продуктам. Особенно, если это очень дорогой шоколад. До предоплаты не проблема. Внесем. Я как раз сейчас у главного бухгалтера. Я вам перезвоню. Вера, одолжи двадцать тысяч. Валя решил взять ведущего на свадьбу за двести штук. Он о нем с первых прыщей мечтал. Его нужно срочно перекупить. А чем? Ну, я внесу небольшой задаток. Кулешов откажет Вале, а я потом соскочу. Ну, я двадцатку потеряю. За то, сколько денег я сэкономлю. Извини, не могу. Мне скоро аванс платит новая сотрудница. Ты взяла ее на работу? Да. Она же беременная. Ты чего это взяла? Она просто полненькая. Это классический развод. Они устраиваются на работу на сносях, оформляются, а потом в декрете живут за счет фирмы. Гони ее. Гроб пятьдесят тысяч? Да в гробу я такие цены видал. Пап, что ты делаешь? Нормальным похоронам готовлюсь. А то вы потом на всем сэкономите. Знаю я вас. Да, помирать нынче дорого. А ты не помирай. Одолжи мне лучше двадцать тысяч. Денег нет. Нет? А те, что ты по три-два процента положил? Сколько тебе лет, чтобы у папы деньги клянчить? У тебя мужик есть. Вот к нему и иди. Или зря мы его терпим? Справедливо. Ой, пап, прости, пожалуйста. Пердых под дых. Все, пятно. А это же похоронный пиджак. Придется кверху задом лежать. Катя, предлагаю выпить за первый рабочий день. Еще уже одиннадцать часов утра. Ну что? Не, я не буду. Если вы хотите петь, я нормально к этому отношусь. Меня отец выпивает. Ну, вот ее фотки полгода назад. Значит, все-таки беременна. Не факт. Могла и нажрать за это время. Извините, пожалуйста. Мне просто так сладкого захотелось. Я не удержалась. Прям ажур какой-то напал. Не увольняйте меня, пожалуйста. Я вам все оплачу. Катя, скажи честно. Ты в Риме? Да. Здрасте, а что за праздник? Кулешов отказался вести свадьбу. Его перекупили. Да ладно, кто? Какая-то компания. Интермедиа-зона. Жаль, я сама уже загорелась, что у нас будет Кулешов. Правда? Ну, да. Да. Интеллектуальные конкурсы, выкупа-аукцион. А знаете что? Мы перебьем предложение интермедиа-зоны. Если что, я доложу. Зачем? Ради тебя. Ты же сказала, что загорелась. А желание женщины закон. Я позвоню. Качество хорошее. Возвратов не было. Ну, а ты как думаешь? Не советую. Выцветит, потускнеет. Я такой тещи брал. Только тещи надо. А потом зачем такую бандуру ставить, пока земля не осела? Во, глянь, из натурального камня. На века. Такой сорок тысяч. Сколько? Ну, смотри. Если не на века, я тебе снится буду. Ну, Сашка. Мы же скидку сделаете для пенсионера. А то у меня детей нет, хоронить неком. А я там за вас словечко замолвлю. К сожалению, скидки не предусмотрены. Вы обронили. Спасибо. И за вас там словечко замолвлю. Извините, я случайно подслушал ваш разговор. Может, я могу вам чем-то помочь? Вы просто на моего дедушку похожи из Владивостока. Я вот не смог на похоронах побывать. Вот венок отправляю. Она все равно на душе неспокойная. Можно я плачу ваши расходы? Ради вашего спокойствия. Спасибо. Привет. Я звоню поблагодарить тебя за помощь. С ремонтом и уборкой. И извини, что утром наговорила тебе. Андрей. Андрей? Алло. Привет, Верочка. Андрей сейчас в душе, но я обязательно передам, что ты звонила. Алло. Ну, вроде бы все. Надеюсь, больше не увидимся. Еще вернешься. Я же говорила. Я и сам бы мог ему предоплату отдать. Мы должны вместе развить диту Радости. Вот она. Святая святых. Если не знать, можно подумать секта. Валя, купи мне водички. Вон пулер. Газированный. Ты же говорил, желание женщины закон. Здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Александр. Я будущая жена Валентина Вольского. Вы с ним договаривались насчет свадьбы. Спасибо вам большое, что вы снова согласились. Где же Валентин? Он сейчас подойдет. А я пока хотела поговорить насчет свадебного подарка для него. Давайте. Дело в том, что Валентин фанат истории. Это здорово. Мы хотели провести свадьбу в пятистах километрах от Москвы, в деревне, в Хлеву. Это зачем же? Ну, это некий отсыл к Кавгиевым конюшням и древней римской мифологии. Древнегреческая общета. Да. А молодые должны как бы смыть грязь прошлой жизни. Вот. А ведущие все гости, они должны быть как статуи древних скульпторов. Ну, как бы без ничего. Без ничего? Ну, лавровые листы будут. Немного прикрывать. Знаете, я боюсь, что такую свадьбу я провести не смогу. Пущите себя, пожалуйста, другого ведущего. Пожалуйста, не говорите жениху, почему отказались. Он не знает про сюрприз. Здравствуйте. Здравствуйте. Валентин Вольский. Здравствуйте, Валентин. К сожалению, я не смогу провести вашу свадьбу. Дело в том, что интер-медиа-зона предложила мне существенно больше гонорара. Простите, у меня съемки. Ну, че что ты? Так, сейчас мы будем готовить корпусные конфеты с мятой. Носы, пожалуйста, 200 грамм шоколада в сотейник. А вы меня официально оформите или у вас серый бизнес? Конечно, официально. Я сейчас пойду позвоню юристу. Поставь и проследи. Вадик, привет. Поздравь меня, я беременная. Поздравь меня, я все-таки взяла на работу беременную. Ты что, с ума сошла? Да ладно, расслабься. Просто пришлось соврать начальниц, чтобы она меня с работы не погнала. Гони ее, пока не оформила. Ну, это как-то не по-человечески. Да не выгонит, ну, просто главное не давать ей повода. Ну, я не могу ее уволить просто так. Ну, значит, найди повод. А вот и повод. Подозрительный он какой-то. Вот такие аферисты ради квартиры старикам и помогают на тот свет уйти, я знаю. Я в газете читал. А я думаю, что это у меня в ящике газета такая мятая. Я тоже знаю, тоже читал. Вот и решил наказать этого жулика. Так, венки, гроб, памятник, костюм. Итого 125 тысяч. Угу. Держите. И вот эту вазу возьмем. Дочке понравится. Это погребальная урна. Какой еще дочке? Дед, ты же говорил, у тебя нет детей. Забыл. Склероз. Что взять с деда? Старый? Бабки вернул. А я у тебя ничего не брал. Ты сам добровольно профукал. Скажи спасибо, что в полицию не позвонили. Афериуга. У вас доставка есть? Да. Пойдем, Фим. Ну, нафига ему этот Кулешов? Ну, согласитесь, невелика потеря. Да. Если бы не считать, что Петр Кулешов – это Вален папа. Ко, у нас был роман на всесоюзном «Что, где, когда». А через девять месяцев появился мой хрустальный совенок. И что, Валя не знает? Никто не знает. Я жила в другое время, когда такое старались скрыть, а не показать в каком-нибудь пусть говорят. Но я с детства привила ему любовь к своей игре, чтобы он брал пример с отца. Сынок, давай съездим в планетарий. Тебе нужно отвлечься. Не хочу. Хотя там в буфете горячий шоколад вкусный. Ладно, поехали. Саша, ты с нами? Я бы с радостью, но Вера опять перепахала. Нужно в кондитерскую ехать. Вызовешь меня такси? Хорошо. Хотя почему-то сама не можешь увидеть. Добрый день. Петр Борисович, здравствуйте. Это снова интермедиа-зона. Мы можем сегодня встретиться? Сегодня видела нового Веркиного хахаля. Выскочил из ее пекарни весь бледный, нервный. Наверное, узнал, что ее муж зэк. Где она себе нового хахаля теперь будет искать? Катя, я не могу держать работника, который приносит убытки. Я все понимаю. Просто я такая рассеянная стала. У меня все мысли о Вадиме. Это отец моего малыша. Он по глупости угодил в тюрьму, а я не знаю, как жить теперь. Понимаю. Это сложно. Но тебе нужно собраться с силами и сделать все, чтобы ты и твой ребенок были счастливы. Ну что ж, буду растить одна. Пособие маленькое, зато научусь экономить. Катя, Катя! Я тебя не увольняю. Но только, пожалуйста, не давай мне больше поводов. Иди. Странно. До Веры обычно меньше. Это адрес павильона. Саша Кулешова поехала. Ну, может быть, забыла что-нибудь. Что, гордость? Разворачивайтесь, едем в другое место. Давайте, давайте. Про полицейский разворот слышали? Опять вы. Мы же уже обо всем договорились. Извините, наговорила всякой ерунды. Свадебная нервотрепка. Мы согласны на ваш сценарий. Сценарий мой очень простой. Я ухожу. Мы готовы на любые условия. Саша! Что вы здесь делаете? Это ты что здесь делаешь? Я не позволю своей женщине унижаться. Для него деньги важнее людей. Деньги? Вы хотя бы в курсе, что ваша невеста предлагала мне вести свадьбу в хлеву, прикрывшись лавровым листом? Хорошо, что не крапива. В каком хлеву? Простите, испортил сюрприз для жениха. Саша, что, саботировала нашу свадьбу? Это из-за машины, что ли? Да. Но я здесь не самый мерзкий человек. Могли бы с ней зайти и прийти на свадьбу к сыну. Что? Что? Сразу видно, папаша и сынок. Саша, ты все неверно поняла. Не надо. Надо. Хватит скрывать. Как ребенка на всесоюзном что, где, когда заделать, так это в легкую. А как на свадьбу к сыну прийти, так за бабки не уговорить. Вот это кот в мешке. Мама, это правда? Петр Борисович, это интермедиазона. К сожалению, у нас отменился корпоратив. Задаток вы можете оставить себе. Да просто я узнала, что интермедиазона – это ты. И придумала эту историю, чтобы тебе стало стыдно. Простите, я просто хотела, чтобы на свадьбе моего сына был его любимый ведущий. Совет да любовь. Сто раз говорил. Берите ключи. Что я вам? Ванька, встань-ка. Здравствуйте. Доставка. Бабки гони. Внучок, откуда же у нищего пенсионера деньги? Сам за счет дочки живу. Ну, а квартирка-то не нищенская. Дочка где? Откуда ж я знаю? Взрослый уже не отчитывается. Паяльник не нашел, зато лучше есть. Вера, я тут увидел в списке звонков, что ты мне звонила. Я даже не заметил. Вы закрыты, приходите завтра. Завтра, дамочка, будь с процентами. Отец ваш денег должен. За гроб, за венок, за тапочки. Я звонила поблагодарить себя за помощь с ремонтом. Вот и все. Вера, может, хватит уже? Ты сама знаешь, что давно меня простила. Просто твоя гордость, она не дает тебе в этом признаться. Вера. Уходите. Или я буду кричать. Смотри-ка, у меня кляп есть, а? Я хочу быть с тобой. Кляжка. Кляжка, открыли. Быстро. Вер, звони полицию. Валите отсюда. Быстро. Что за люди такие-то, а? Ну, Катя, как ты? Как ты, Катенька? Нормально. Вызывай скорую. Тебе нужно срочно в больницу проверить, как ребенок. Не надо. Не волнуйся. Не переживай все расходы. Я плачу. Тревожную кнопку себе оплати. А я тут у вас больше работать не буду. Катя. Если была беременна, вообще бы она вас суд подала. Валь, ну прости. Свою маму. Ну, меня заодно. Вообще, все, что не делается, все к лучшему. Ну, может, ты и права. Не нужно. Кулешов. Наймем себе другого ведущего. Наконец-то я вас нашел. А то, знаете, уже идут две улицы на аромат шоколада. А можно два эклера, пожалуйста? Мы только завтра открываемся. Так что угощайтесь бесплатно. Вау. Спасибо. Хорошая лица. А я в тесто эклера добавляю кокосовое молоко. Вы кондитер? Ну, да. Случайно работу не ищете? Фрида! Принеси ножовку из кладовки. Бесполезная псина. Точно гнида. Со временем домашний кондитер вырастает из своей кухни. Нам становится тесно. И причина этому не только собственные амбиции, но и любимая семья. Папа, это ты маскарпоне съел? Маскар что? А я думал, это сметана. Кстати, безвкусная. Только пельмени испортил. Да-да, приезжайте. Ваши кексы почти готовы. Да, всего доброго. Закуска к футболу для них будет всегда важнее вашего срочного заказа. А еще с открытием своей кондитерской, наконец-то появляется такое понятие, как конец и начало рабочего дня. И теперь можно с гордостью сказать, у меня своя кондитерская. А самое главное, что теперь клиенты становятся твоими гостями. Здравствуйте. Мы рады приветствовать вас. Извините, пять тысяч не разменяете? Нет. Нет. Здравствуйте. А тут нет для вас? Пиваса. Здрасте. Здравствуйте. Знакомьтесь, это моя младшая сестра Саша. А это наш младший кондитер Данила. И в свой первый рабочий день он опоздал. Младшая сестра и младший кондитер. Нам сам Бог велел. Расслабься, у меня есть жених. Так что ты и тут опоздал. Ну, губки классные. Ну, на рубашке. Всем приветик. Валентин, юристы, бухгалтер и папа Рогова. А вы Смолин, Данил Васильевич, младший кондитер, запоминающийся у вас ИНН. Повторять число пи, начиная с восьмого знака, после запятой. Приветик. Невесть кто? Что? Этимология слова невеста. Невесть кто? Пройдешь обряд инициации, выйдешь за меня, и тогда станешь кем-то. Вера Викторовна. Да. Надо пару подписей поставить. Ага. Ну, советую, любовь. Иди работай. Только сделаю маленькое объявление. Вечером проставляюсь за первый рабочий день. Приходите. Я не могу. У меня мальчишник Игнат проволтался. Ребята готовят сюрприз. Вот тут и тут. Факир, пунш, турнир полото. Масштабно, в общем. А у тебя когда, девичник? Тоже сегодня. Здорово. Потом поделимся, как прошло. Ну, все, я побежал. Окей. Проставлюсь завтра. Кухня там. Понял. У тебя сегодня девичник? Теперь да. Откроем с тобой бутылку вина. Вот и весь девичник. А с кем мне праздновать? У меня есть подруг только ты да Фрида. Может, не нужно было у каждой второй парня отбивать? Да я каждой второй на их парней глаза открыла. Особенно этой, как ее? Которую ты в универе за неделю до свадьбы жениха увела. А Оля Киселева? Да. Так она сама начала. Она не дала мне культурологию списать. Ну да, сама виновата. Сама. Ну, почему просто не сказать Вале, что у тебя не будет девичника? Почему? Потому что Валя у меня везде. Кондитерская, студия, постель. Пусть думает, что у меня есть жизнь без него. А то зазнается. Походу, над нами кто-то концерт начал. Здравствуйте. Очень рада видеть вас в нашей кондитерской. Давайте в другой раз. Давайте в другой раз. Звучит музыка. Я за него подниму, я за него одному. Я к нему поднимусь в небо. Я за него поднимусь в небо. Циксу. Я Вера. Ваша соседка. За тот час не учли. Послушайте, вы не могли бы слушать музыку немного потише? То есть так нормально, потише? Я могла вам. Мне плохо. А давай выпьем. Послушайте, я не могу, я на работе. Я тогда зацомлюсь. Вы шумите и мешаете моим гостям. С девять утра до семи вечера имею полное право. Ладно. Рассказывайте, что у вас случилось. Сейчас. Почему этот подлюха меня бросил? Да. Непростой вопрос. Фрида, ну как тебе не стыдно? С твоей этой родословной не то, что на дорожке. Собаки вообще какать не должны. Ладно, пойдем. Так, стоять. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вот я все удивляюсь. Кажется, и закон о содержании животных есть, и бесплатные пакеты для собак организовали. А вот Пироговы как были некультурными, так и остались. Так вот, Пироговы не надо трогать, а на Михеева. А у Пирогова с культурой все нормально. Так, ну что ж, тогда берем пакет, достаем совочек из комплекта, демонстрируем культуру и опросим мусор. А может, веточкой с дорожки на газон? Пакеты-то из деревьев делают, а деревья надо беречь. Ну что ж, если не нравится совочкам и в пакете, тогда руками и в карман. Вот так вот, Вирусик, у меня все через одно место. Ничего, что я так, это, Вирусик по-свойски. Ну, после Верунделя-то даже нет. Давай-давай. Вот я тебе всю жизнь свою рассказала. Ну, ты мне теперь скажи, виновата в чем-нибудь Ирка Горелова? Ирка, это я. За знакомство. Давай. Давай. Только мысли все о нем и о нем. О, наконец-то нормальные наклейки привезли. Не отпадают. Хоть прокол на колесе заклеивай. Наклейки привезли, а вот упаковку для мелкой выпечки нет. У нас всего пять пакетов осталось. Пап, ты ведь не забыл заказать? Обижаешь. Когда я что-нибудь забывал? Эти ребята съедают мой пояс целомудрия. Представляешь, они меня за глаза приветиком звали. Смешно, да? Ну, да. Подожди, а ты? Что я? Ну, хвастайся, как прошел девичник. Фотки покажи. А мы не фоткались? Ты в среднем делаешь 24 селфи за день. И не фоткалась на своем девичнике? Мы в сауне были. Тебе оттуда фотки показали? В сауне? А что вы там делали? Что, где, когда играли? Да ладно. Парились мы. Голые. Выпивали, в бассейне купались. Голые. А кто там был? Ты не знаешь. Ну, а вдруг знаю? Не знаешь. Ну, может, знаю? Ну, хорошо. Оля Киселева, одногруппница. Полегчало? А почему не нервничаем? Я тебя хорошо изучил. Ты когда нервничаешь, волосы за ухо заправляешь. О, проспалась. Что будем делать? Я вчера флешку забрала. Караоке? Надо было и колонки забирать. Саша, а все-таки что вы вчера делали? Валь, я работаю. Привет. Привет. Это договор для подключения интернета в кафе. Еще я хотел... Извини, у меня сейчас некуда. Валь! Я могу подождать. 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 Субтитры делал DimaTorzok Послушайте, ты видела, какие он фоточки выкладывает? Я так понимаю, это ваш муж? Да, это мой муж. Ненавижу его. Я уже тоже. Я 7 лет за ним одним к нему одного, он с какой-то шалашовкой фоточки выкладывает. Послушайте, послушайте, подождите, подождите, ну что же у вас за привычка? Чуть что сразу петь, а? Душа болеет, просят песни. Ну, есть же какие-то другие методы, я не знаю. Нет. А что если отомстить ему? Я уже думала, сидеть не хочу. Да нет, ну, например, выложить фото с каким-то красивым мужчиной. А он увидит, приревнует, поймет, что он потерял. Ну и все, снова будет спокойствие, тишина. В вашей семье. Слушай, какая хорошая идея, а? У нас же за домом как раз фура с красивыми мужиками перевернулась. Бери любого. Я за ним попаду. Роба! Роба! Субтитры делал DimaTorzok Слушай, а давай я на фоне ковра, там красивее Точно, это же классика Тихо-тихо, осторожно Вот видишь, какой я сногсшибательный мужчина Да уж Ну все, можно выкладывать Готово Вот это хорошее, давай Да Это, конечно, моему Толяну неровнее Мне должно сработать Пожалуйста Ну все, мы пойдем Пойдем Ну как ты? Я что, останусь снова одна? Нет, нет, нет Подождите Давайте посидим Да, мы еще Еще посидим Только не чувствуйте себя одиноко А может быть мы Пожалуй, чай Пойду приготовлю чай Да? По-моему, отличная идея Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Извините, вы не пропустите меня Мне только спросить Мне тоже Мне только узнать, какие документы нужны на кредит для ИП Паспорт, заявление, учредительная документация И свидетельство о регистрации в ЕГРИП Заявку можете подать онлайн Спасибо Добрый день Здравствуйте Давайте паспорт Нет, не надо Я к вам пришел поговорить об Александре Пироговой Дело в том, что я ее жених Валентин Наверняка То есть Конечно Она вам про меня рассказывала Ну а от меня вы что хотите? Я знаю, что вы вчера были у нее на девичнике И что он проходил в сауне Но Саша Ничего не рассказывает И не показывает фотографии Может быть Вы поделитесь информацией о том, что там был Ну я не Ну я понимаю, понимаю Девичник это сакральный обряд Вы не хотите о нем рассказывать жениху Понимаете, мне очень важно успокоиться Я бы не хотел, чтобы между нами с Александром Были какие-то недомолвки От этого зависит прочность нашего союза На кону Счастья Саши Ну раз счастья Саши Ну я даже и не знаю, что рассказать Посидели, выпили Потом стриптизеры приехали Обычный девичник Стриптизеры Ну ничего страшного Они мне не конкуренты У меня на мальчишнике вообще похабщина была Матерные стишки Ну потом еще ребята приехали Какие ребята? Ну старые друзья Там Армен, Эдик Еще пара парней И что они там делали? Я не знаю Я как раз уехала Когда Саша с Арменом в джакузи пошли Ой, я кажется лишнее ляпнула Нет, ничего Было очень познавательно Спасибо 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 Палыч, иди-ка сюда Иди сюда, я сказал А то я тебе сейчас пришью Кражу общественное имущество Это что? Да не оторвется Давай, дед, клади на место Не стыдно У животных воровать Спасибо, Витюш Что пригласил меня на это представление Теперь Каждая собака будет знать Что под логотипом Пироговой А может и вы себе возьмете С вашим умением гадить Нужно быть готовыми К любой неожиданности Работай, работай Теперь у вас наконец-то От клиентов отбоя нет Уже? Она то, что говорила И не договорила Так, я тут приберусь А ты, пожалуйста, отнеси ее К спальню, на кровать Пока Ты извини, братан Что сходу-то зарядил Я же не знал, что вы этими фотками ее успокаиваете Ты тоже извини, что я сразу не ответил Руки были заняты Сейчас ее надо На бочок Вот так Хорошо Вот так Что она вообще истерика устроила? Я фотографию с дворной сестрой выложил Устроила, потому что любит Да и вы ее вон как Ревнуете Вообще Что вы как маленькие Если любите Просто будьте вместе И все И вообще зачем ссориться? От ваших ссор, между прочим Не только вы страдаете Это точно Я рад, что Весь коллектив пришел отметить Мой первый рабочий день Знал бы Купил бы бутылку пива и сухарики О, золотое правило Начни бухать, народ подтянется Я тебе доверял А ты меня подло обманула с этой сауной Да, я тебя обманула, извини Ну что так переживать То есть для тебя это ничего такого Вообще-то это мое дело То есть у нас настолько свободные отношения, да? Ну в таком случае их не будет Как и свадьбы Прощай Лживая, порочная Саша Плесни мне Извини, что опять втянула тебя в приключения Да ладно Это уже становится традицией Ну пока Будут еще приключения Сами Баба, нравилась? Ну, вкусно Я думала, он не такой, как все Он из-за какой-то фигни Слушай, ну найдешься другого Я вообще не понимаю, если честно Что такое чудик Дело рядом с тобой Красивое, умное Еще чувство юмора Просто реально топчик А топчики должны быть с топчиками Тебя же теперь нет, жениха Бера Викторовна Спасибо за все Я увольняюсь Валь, Валь Ты чего? Что случилось? Саша изменила мне девичники Валь Да не было никакого девичника Сори, опять опоздал А ты о том тоже виновата Даня, то, что между нами было вчера Это... Этого не было Саша, я понимаю весь косяк ситуации Нам учтут работать Победиться каждый день Общаться Ну остановись Поверь, ты мне сейчас вообще не помогаешь Доброе утро Доброе Как хорошо Тихо Померела на свою голову Собираю наши встречи Наши книги Это так долго Я пытаюсь позабыть Приветик Заходи Саша Я думал, ты мне изменила Хорошо, Вера Викторовна Внесла ясность В общем, я дурак Я знаю, ты бы никогда так не поступила И чтобы ты меня простила Я подарю тебе настоящий девичник Ложись Для начала тебя ждет Незабываемый массаж ломи-ломи Ломи-ломи Это священный гавайский массаж С использованием специальных масел Алло Лер, ты я А, привет Ко мне адвокат заезжал Сказал, что есть возможность Выпустить меня под залог Но он уже миллион Смешь что-нибудь придумать? Я так рад, что мы сели за стол переговоров Немного пресновато Вы просто привыкли к усилителям вкуса А тут все натурально А попробуйте Другой торт Из ассортимента нашего кафе А в скором времени и ваш Роза пробует розовый торт Мне кажется, это знак А где у вас дамская? А там же, где мужская Вот эта желтенькая дверь Кстати, там освежитель воздуха С ароматом розы Ты это видел? Она хочет 51% Это логично Ей нужен решающий голос Чтобы контролировать бизнес Мне тоже он нужен Вера Викторовна Придется выбирать Или независимый бизнес Или деньги На залог для мужа Я душу вложила в это кафе Тяжело взять И отказаться от мечты Валентин! Вера! Я не могу выйти Дверь иногда заедает Я за отверткой сбегу Роза, извините, что так получилось Видимо, дверь установили неправильно Да, я вижу Экономили на всем Зато не экономили на качестве продуктов Ну, ничего Первым же делом Приведем здесь все В человеческий вид Ну, подписывайте А то мне пора Знаете что, Роза Мы пока не готовы подписывать с вами договор Мне кажется, мы просто не потянем ваш высокий уровень Тогда желаю удачи вашему кафе Она ему, ох, как понадобится Смотрите, даже отвертку розовую нашел За тебя я не могу нормально работать После того, что между нами было Я вообще ни о чем другом не могу думать Я очень рассчитываю на добавку Никаких добавок не будет Это у тебя не столовая Вообще, то, что между нами произошло Это большая ошибка У меня есть жених Кто? Этот предводитель Задротов? Приветик Работникам кулинарии Приветик Слушай, мы вот как раз и говорили с Сашкой о том Какая она у тебя кудесница Представляешь, на днях одного парня Так обаяла Он целый торт купил И сегодня пришел опять Вот язык у Сашки Подвешен, что надо Это один из множества Сашиных плюсов Она очень быстро сходится с людьми Тань, ты, кажется, хотел столы протереть Точно У меня для тебя сюрприз Точнее, сюрпризище Да? Два билета На Гарри Поттера с симфоническим оркестром Там акция будет Приходишь в костюме Попкорн бесплатно Так что я отобежал Игнат обещал распределяющую шляпу Гриффиндора одолжить Это так романтично Да, тетя Галь Обязательно заедем на Голубцы Да У Соколовых тоже денег нет Я узнала, может, сегодня по-быстрому продать машину Диме Но 300 тысяч все равно не хватает Вот жлоб Кто? Паша Звукач, сверст десятку одолжил Ну, хоть что-то Вер А может, кредит взять? Я же брала на ремонт кондитерской И второй мне никто не даст Тогда почку продадим Пап, ну какую почку? Димину Или, может, кто-нибудь другой хочет из тюрьмы выйти? А может, у нашего чудика одолжим? Очки купить Уважаемый Молодые люди про очки Это я так, образно Где можно найти кафе пироговое? Ах, кафе Хочешь попробовать? Я? Нет, я просто зашла А, вот Я, к сожалению, не смогу взять ваш заказ Марату Давидовичу вас посоветовали Сказали, что вы не подведете Извините, у меня на сегодня все расписано А сколько стоит отменить все ваши заказы? Да нет, поймите, дело не... 300 тысяч К 8 часам нужен 5-килограммовый шоколадный торт С орехами Вот аванс Надо было бандюкам миллион говорить И можно было бы два месяца не работать Вера Викторовна, к вам пришли? Добрый день, майор Трифонов Нам стало известно, что вы готовите торт для Марата Рутюнова А это конфиденциальная информация, которую мы не вправе разглашать Дед, ты что, американских фильмов пересмотрел? Хотите знать, кого вы покрываете? Марат Рутюнов, кличка Циркач Бывший уголовник, осужденный за рэкет, воровство, покушение на убийство Ныне бизнесмен, филантроп Ну вот, исправился человек Он свои старые привычки не бросил Подозревается в ряде уголовных преступлений От вас, как от сознательных граждан, необходимо содействие Ну, мы просто готовим торт У нас имеется информация, что на данном мероприятии Будет совершена незаконная сделка Мы установим этот микрофон в подставку вашего торта А если я не согласна? Вера Викторовна, в наших силах усложнить жизнь вашему мужу А она у него и без того не сахар А при чем тут Дима? Да поймите, никто на вас не давит Вы просто доставите торт и все А если он начнет фонить Нас эти мордовороты в лес увезут Не начнет, это новейшая технология Во сколько вы должны доставить торт? Восемь Отлично, мы будем ждать около ресторана Это от Арутюнова? Нет Да В таком случае конверт изымается в интересах следствия И помните Вы помогаете сделать нашу страну лучше Как патриотично нас обобрали Что теперь делать? Торт Он сам себе не приготовит Я в туалет дверь не буду закрывать Вера, нужно серьезно поговорить Бывают люди, оказывается, не те, мы кем прикидывались Вся человеческая история полна предательств, разочарований Карла Чем? Надо уволить Даню Почему? Надо Он Пирожки ворует Мы не продаем Пирожки Ну не пирожки эти Кексы Я сегодня утром его застукала Саша, а кексы мы сегодня тоже не пекли Что случилось? Я здание переспала Ты с ума сошла? У тебя скоро свадьба Вера, ну не надо, мне и так плохо Ну пожалуйста, давай его уволим Как? Он прекрасный сотрудник Клиенты довольны Ну я не знаю, ну придумай что-нибудь Не могу его видеть каждый день Ладно Договаривайся, звали сама Он у нас этим занимается Элджей в курсе, что ты теперь фотки других мужиков рассматриваешь Малая, ты влюбилась что ли? Нет, не твое дело Держись от него На расстоянии пушечного выстрела Он редкостный придурок На расстоянии выстрела не получится Мы вместе работаем Это ненадолго Короче, прислушайся к тетиному совету Обязательно Черт, Саша Все, я договорился с товарищем У него домик под Псковом Круглогодично отапливается Ехать можем хоть завтра Пап, какой Псков? А что ты предлагаешь? Сидеть дома и ждать Когда головорезы за нами придут Или полицию кинуть Не знаю Что из этого опаснее Пап, полиция нам поможет Да когда они вообще кому-то помогали Вторую часть денег за торт возьмут И скажут, что служить на благо Родины Самая лучшая награда И что ты предлагаешь? Ну, уезжать точно не выход Дурачка врубить Жучок Разобьем А ментам скажем Что он при перевозке сломался А ты не думаешь, что жучок уже работает? Шучу Мы полицию Уважаем Приходите еще Спасибо Ты не сильно занят? Держи Спасибо Уже освободился Выбрал нам в кондитерскую Удобную онлайн-кассу в Сбере Которую и карты к оплате принимают По закону они должны быть у всех предпринимателей Это касается ИП на ЕНВД Вау Как много интересных букв Слушай, а что подумал? Вот мы работаем вместе, да? И что-то не общаемся Даниил Мой коэффициент интеллекта выше среднего Мне сложно находить точки соприкосновения С обычными людьми Нет, ну почему? Я вот слышал краем уха У тебя билеты есть на Гарри Поттера? Допустим А ты что, тоже интересуешься? Ну, как сказать, интересуюсь Ну, книжки прочитал, все фильмы посмотрел А моя комната похожа на гостиную Гриффиндора Понимаю Я не знаю, что там пошло лучше Вера главная, она решила его уволить Нет, ну Суя, ну это самодурство какое-то Я завтра вынесу этот вопрос на всеобщее обсуждение Нет, так дела не делаются Юля, тебе точно нужны эти туфли? Мне их мама так-то на выпускной купила Вообще-то это ключевой элемент моего образа Я непринужденно подойду к Дане И наложу с ним средний контакт Для этого и нужны каблуки Нужно быть с ним на одном уровне Я закажу фреш, чтобы он понял Я слежу за фигурой Сделай свекольный сельдерейвый фреш, пожалуйста А ты не боишься, что тебя от него пронесет? Ты дура Он так никогда не скажет А вдруг? Ладно Сделай капучино, пожалуйста Дальше я пущу в ход Маленькие женские хитрости У тебя пенка на губах Вот здесь И все Печечка в клетке Идеально Все в порядке? Входят, включай Здравствуйте, меня зовут Мария, я хоспис Здравствуйте Здравствуйте Я Виктор Но мы не в хосписе Мы на день рождения торт привезли Прошу за мной, Мара Давидович вас ожидает Секундочку Полиция, думаешь, что здесь ход к бандитам? А вот и торт, друзья мои! Ура! Ну, наконец-то А то мы вас уже заждались С праздником, Мара Давидович! С праздником! А, да Благодарю вас Ну, давайте присядем и выпьем за мое здоровье А, спасибо Ну, знаете, у нас еще много дел и заказов Ну, я думаю, по рюмочке-то можно Такой праздник По рюмочке-то по одной В принципе Можно было бы Но очень далеко ехать Извините Извините Ну, что, мне вас с наручниками пристыли Ты знала, что вентиляционная шахта соединяет туалет и кухня? Это так интересно Можно я пойду? Я слышал ваш разговор с Верой Подло Ты знаешь, как хорошо, что мы сдружились с Валентином Мы же как раз сегодня идем пить пиво Ну, перед тем, как вы пойдете на Гарри Поттера А когда выпью, я такой болтливый Ляпну что-нибудь Я тебе ляпну Молотком по крышке гроба Взял нам смарт-терминал с аквайрингом Так что мы теперь и карты принимаем Столик забронировал Попробуем настоящего сливочного Эля Как в Гарри Поттере Отлично, старик Валя, папа сказал Сегодня ваши они скидки на яблочный сок Нужно закупиться для свадьбы Ну, у них это акция до 6-го числа Завтра съезжу У нас сегодня план из Дании Ладно, я пока вас оставлю Давай Валя, у нас вообще-то свадьба на нас Столько дел Саш, я не могу принадлежать тебе одной Есть девушка, есть друзья Он тебе в друзья набивается, чтобы ты его не уволил Ой, да ладно Даня мне все рассказал Что ты его хочешь уволить Только из-за того, что он тебе волосы кремом Из-за Клера измазал Очень похоже на тебя Обидеться из-за такой мелочи Знаешь что? Если он тебе такой друг Иди с ним на Гарри Поттера Можете даже на места для поцелуев сесть Че, обиделась? Женщина Зато появился свободный билетик для тебя, дружище Там то люди рядом ходили То Саша терлась Короче, не срослось Но у меня есть план Б Его кошелек Ты че, украла? Заимствовала И че ты с ним будешь делать? Верну, конечно Скажу, что нашла на дороге Он будет благодарен И тогда у него не будет шансов Я тебе говорил, бери импортный жучок Стоим в десяти метрах Слышимость, как из бочки Папа, поехали до ногу Пять минут Горячее принесут Контейнер загрузим И поедем Марат Амиревич, посмотрите Вера Викторовна Да Вы не возражаете, если мы вас обещаем Ничего Раз все хорошо Может быть, вы теперь заплатите И мы поедем Человек Торт проверьте Что-то мы засиделись, дочка Пора нам Пойдем Не торопитесь Пусто Подставку проверь Пусто Вера Викторовна, еще раз извините Меры предосторожности Обидно Я столько времени на торт потратила Ренат, заплати за торт И накинь за моральный ущерб Давайте этот Так, секундочку Стволы в этих сумках Следующая партия будет через неделю Хорошо Отдаем деньги Внимание, внимание Стурм Стурм Здорово Стурм Не двигаться До того не двигаться Работает спецназ Алло Приветик Я на месте А ты скоро? Слушай, я, наверное, не приду У меня кошелек потерялся. Ну, не проблема. Вызови такси. Я оплачу. Просто еще температура поднялась. Ага. Жаль. Ладно, выздоравливай, дружище. Спасибо, дружище. Ну, что, все-таки поняла, что без меня жить не можешь? Мне выручку забрать надо. Боюсь, я не выдержал. Раскрою Валю нашу маленькую тайну. Хватит у меня свадьба скоро. Так отлично. У тебя последние свободные денечки. Надо отрываться как следует. То, что произошло между нами, не повторится ни при каких обстоятельствах. Тогда один поцелуй, и я отстану. Всего один прощальный. Точно. Клянусь. Один поцелуй, и у меня наступит амнезия. Если ты сейчас не уберешь руки, останешься без того, чем ты думаешь. Ну, что, нашли что-нибудь? А? Нет? А знаете, почему? Потому что мы честные и порядочные люди. Вера Викторовна, я очень сожалею, что мне не удалось попробовать ваш торт. Но я думаю, в следующий раз. До скорой встречи. Ребята, верните деньги, которые у нас собрали. Мы же свою работу сделали. Ты хочешь, чтобы мы вас как соучастников забрали? Деньги пойдут на оплату прослушившего устройства, которого непонятно куда дели. Нет. Да вы не переживайте, мы сработаемся. Здрасте. Вера, можно тебя? Да. Извините. Мири, Паша сказал, у тебя сложную ситуацию, нужны деньги. Как-то странно взять у тебя деньги на освобождение моего мужа. В мире вообще много странностей. Ты знала, например, что бобров зубы не прекращают расти. Поэтому они вынуждены постоянно грызть деревья. Знала. И Валя сказала. Мне тоже. Спасибо, я обязательно отдам. Да вы издеваетесь? Дим, я нашла деньги и завтра привезу. Не надо. Прокурор отменил сделку. Принято считать, что у каждого человека должна быть своя половинка. Но в жизни все не так однозначно. Иногда наступает момент, когда с твоей половинкой вас объединяет только жалость. Дим, нет. Я здесь уже не могу. Меня прям ломает. Я хочу. Дим, все будет хорошо. Да, я знаю, но я капец, как хочу чизбургер. Да, еще. Я узнал, что можно купить охранника. И он нас оставит на единиментное действие. Извини. У меня нет с собой денег. Есть половинки, которых вообще непонятно, что объединяет. Я договорился. На нашей свадьбе будут дервиши танцевать. Дервиши? Это мужики, которые в белых юбках кружатся? Я тоже в детстве мечтал, как они. Ну, меня тошнило на репетиции. Отношения некоторых пар строятся на общих интересах. О, день медицинского работника! А некоторые пары уже ничего не могут объединить. Вот, решила вернуть тебе все подарки, чтобы мне больше никогда ничего о тебе не напоминало. То есть шуба и Лексус тебе не будут напоминать обо мне, да? Я всегда знала, что ты меркантильный жлоб. Но бывают такие пары, которым можно даже позавидовать. Угощайтесь. Если мы с вами договоримся, то будем заказывать примерно на 100-200 тысяч рублей в месяц. 100-200? Ну, может и больше. У нас ведь большой семейный ресторан. Ну, дети часто празднуют дни рождения. Десерты пользуются огромным способом. Прекрасно. Мы будем очень рады сотрудничеству. Да, ну, не так сразу. У нас сегодня в ресторане будет дегустация. Придут наши постоянные гости. Будут пробовать десерты различных кондитеров, включая и вас. И голосовать. А победитель станет нашим поставщиком. А я слышала, вы раньше работали с Евгением Терентьевой. Она хороший кондитер. Да, но вы, наверное, не в курсе. Она недавно развелась. А мы, знаете, как считаем? Порядок в семье, порядок во всем. Просто, когда у нее начались проблемы с мужем, она стала хуже работать, не успевала по срокам. Ну, и качество стало хромать. Верочка, а вы замужем? Конечно. А то, что без кольца, так на пищевом производстве нельзя. Ну, видно же, что у Верочки все в порядке, в семье. Ну да, у вас здесь очень уютно, мило, так по-семейному. Я тоже, между прочим, скоро замуж выхожу. Да? Да. Поздравляем. Уверена, вы будете хорошей женой. Верочка, а где ваш муж? А вы знаете, он сейчас... У него заключение. Контракт. Бизнесмен. Он, Веря, это кафе подарил. Простите. Да, да. Да, слушаю. Хорошо. Да, да, едем. Простите, нам нужно ехать. Здравствуйте. Нет, секундочку. Дай, пожалуйста. Вот, пожалуйста, образцы наших десертов. Надеюсь, вам понравятся. Мы тоже очень надеемся. И очень хотелось бы с вами сотрудничать. Взаимно. До свидания. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. Саша, ну что ты наговорил про Диму? Ой, извини, не надо было сказать, что он срок мотает. Нет, конечно. Врать необязательно. Врать необязательно? Это не про тетю Сашу. А вот это зеленое что? Тархун какой-нибудь? Абсент. Настойка полыни. И что, эту дрянь покупают? А это что? Саке. Рисовая водка. Хорошую водку Саке не назовут. Ух ты. Вот это да. Поаккуратнее. Бутылка красивая. Знаешь, сколько стоит? Сколько? Восемнадцать сто. Да ладно, врать-то. За пол-литра ты с ума сошел. Это же две твои пенсии. Да это там продавщица смотрела на меня так, будто я нищий. Вот и решил на место поставить. Поставил? А то. Она что-то со мной с работы не ушла. Да ну и гусар. А я ж думал, проживу жизнь и ни разу ничего такого не попробую. Длительный процесс выдержки и уникальный купаж этого коньяка находит свое продолжение в долгом, многогранном послевкусии. И ты со своей рожей собираешься вот это пить? Чемояра уже хуже твоей? Тем, что она не скидывалась. Ну и пей свой коньяк сам, жмот. И вообще, он клопами воняет. А ты не нюхай. Значит, ведущий есть, ресторан оплачен. Музыку Андрей Ильич поможет организовать. Осталось предоплату флористу отвезти. Давай-ка это ты сделаешь. А я пока по своим делам. Мне еще хватает совести у него не им не брать. Да мне бы твои проблемы. Смотри, что вчера у матери нашла. Пожалуйста. Че, твоя мама беременна, что ли? Угу. Прикинь. Сейчас она на меня вообще забьет. Все деньги на Мелакова потратит, а я так буду по боку. Ну ладно, не нагнетай. Может, наоборот, твои дела меньше соваться будут. Да. Вот мне-то что делать? Рассказывать Вале или нет? Ладно. Сначала у нее спрошу. Слушай, тетя Саша, такой вопрос. А как называют женщину, которая выходит замуж за одного, а мутил с другим? Это ты о чем? Это не так ни о чем. Просто видела, как в издании вчера тут целовались. Вот думаю, рассказывать Вале сегодня или в день свадьбы может. Он сам приставал. Я же тебе говорила, что он придурок, и кобели одно на уме. Да, я понимаю. Святая невинная женщина. Все к тебе пристают, все к тебе подмагаются. Я не первый день тебя знаю. Я прекрасно понимаю, кто к кому приставал. Слышь, ты сопля, как ты с тетей разговариваешь? Короче, еще раз увижу тебя около Дани. Все расскажу жениху, поняла? Андрей, ну пожалуйста, ну давай поговорим, там взрослые люди. Когда ты улетала в Польшу со своим Матеушем, ты не хотела говорить. А теперь, когда он тебя выгнал, конечно. Он меня не выгнал, просто... Мне интересно, что у вас там произошло? Я хочу, чтобы ты дала мне развод. Потому что я люблю другую женщину. Любишь? Да. Да пошел ты! Знай, я понял. Любовь любит, он другую женщину! Такой же развод, да хоть завтра, понял? Истеричка! Вера? Я хотела записку тебе написать. Я не вовремя, да? Нет, ты что, Вер? Ты всегда вовремя. Прокурор отказался выпускать Диму. Поэтому возвращаю. Дима, спасибо огромное. Ползается, что ни за что. Ого! Два начальника в одной комнате. Это я удачно зашел. Можно я желание загадаю? Шучу. Андрей Ильич, надо документы подписать. Это я для ЗАГСа купил. Когда будем с Сашей расписываться. Вера, я пойду. Это для нас, Саша. Как дела? Я тебе сейчас руку отрежу пилочкой для ногтей. Ты что, офигел? Если кто-нибудь увидит, Валя расскажет. Ну и классно. Может, она думает, что от тебя сбежит? Очень смешно. Юлька видела, как мы вчера целовались. Вау, что она теперь требует с тебя миллион замолчания? Она в тебя втюрилась. Она думает, что ты белая и пушистая, а я тебя соблазнила. Так и есть. Добрый день. Здрасте. Можно нам, пожалуйста, два латта и пару капкейков вот таких? Конечно. Присаживайтесь. Спасибо. Ты действительно хочешь, чтобы Валя узнал? Думаешь, ты останешься работать здесь после этого? Он пока единственный, благодаря кому ты здесь держишься. Хорошо. Хочешь нам поверить, что я кобей или подонок. И что это я к тебе приставил. Хочу. Ну, за роль подонка, разбивающего сердца. Будет? Да. И звание народного артиста. Ну, нет так нет. С Юлькой договариваюсь и сама. Ваш кофе готов. Спасибо. Ладно. Сколько ты хочешь? Даже на 50 грамм не набрал. Но у меня больше нет. Я все выгреб. Зато закуску организовал. Шпроты. Такой коньяк, вот этим закусывать. Не по-христиански. Ой. Ты что? За этот стол в таком виде садиться собираешься? Ну, теперь ты можно открывать. В таком костюме с такой закуской. Такой коньяк. И в таком подъезде. Предлагаюсь к тебе. В ресторан. Но в ресторан своим не пустят. В чужой не пустят. А в свой можно. Вера. Я подумала, может, ну флеры раздавать начнем. Посмотри, какой дизайн. Сейчас, съедини, пожалуйста. Алло, да. Здравствуйте. Я Агния еще раз. Вера, хочу вас поздравить. Ваши десерты понравились нашим гостям больше всего. Мы готовы заключить с вами договор. Прекрасно. Можно хоть сегодня. Да, мы можем подъехать ближе к вечеру. Только скажите, ваш муж будет? Вряд ли. Он сейчас очень занят. Давайте встретимся без него. Хотелось бы с ним познакомиться. Нам важно знать, с кем мы имеем дело. Тогда мы можем подъехать, когда он освободится. Ну, хорошо. Постараюсь его уговорить. А давайте часов шесть. Хорошо. Ну что, они наши? Да. Только они хотят познакомиться с моим мужем-бизнесменом. Ну, в чем проблема? Попроси Андрея. Пусть он побудет твоим мужем. Не буду я просить Андрея. Сколько можно? Сама справлюсь. И как ты спираешься? Скажу, что мой муж занят. Срочные дела. И вообще, им нужны мои десерты или мой муж? А если они тебя пошлют? Мы так и будем по два эклера в день продавать? Саш, все. Лучше позвони Вале. Скажи, что приехал. Может, придется договор подписывать. Ну, вот здесь и посидим. Не поняла. А что это у нас за банкет? Добрый день, Дерочка. Здравствуйте. Доча, мы у тебя здесь пообедаем. А это у нас что? Первый, второй или компот? Это аперитив. Папа, ко мне сейчас важные клиенты приедут. И два пенсионера, выпивающих, не входят в концепцию нашей встречи. Хочешь сказать, рожей не вышли. А ты посмотри на нас. Занихи. Алло, да. Уже подъезжаете? Замечательно. Муж? Да, муж уже здесь. Да. Всего доброго. Ефим Борисович, у вас обручальное кольцо есть? Валя, что у тебя с телефоном? Я тебе дозвониться не могу. А, у меня на беззвучном был. Ну, с пекарни постоянные клиенты наклевываются. Хотят договор подписать. Соберюсь, поехали. Хорошо, сейчас. Что, я пускай? Валя! Валя здесь? У тебя-то что? А что, ты думаешь, я не видела, как ты вокруг Дани круги наматывала? Да. А я тебя предупреждала. Валь! Ты что, совсем уже? Да? Нет, не узнала. Даня, здесь. А, Дань. Привет. Сегодня-то нет ничего не делаю, не знаю. Сегодня? Ну, может быть. Ладно, давай. Пока. Что у Юли с Даней? Она же маленькая еще. Ну, ты же не отец тебе-то, че? Такси вызови, я сейчас приду. Знакомьтесь. Агния, Алексей, это мой папа, Виктор Павлович, а это Ефим. Ах, мой Ефим. Очень приятно. Здравствуйте. 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 Сынок, усаживай гостей. Проходите. Валь, давай закроем тему. Юля уже взрослая. Каких-то лет назад в ее возрасте уже троих рожали. Ты не отвезла деньги флористу. Вот он мне написал. Слушай, я тут подумала. Ну, что эти цветы? Это прям банальщина какая-то. Ты куда деньги потратила? Куда не потратила. Тогда давай их сюда. Валь, это такая ситуация. Одному человеку надо было помочь. Юли? Да. Только не спрашивай, зачем. Это не моя тайна. Ясненько. Ефим, ваша жена просто клад. Правда, мы таких восхитительных десертов давно не пробовали. Я из-за них на ней женился. Мам. Ой, доча дорогая, привет. А вы чего? Иди. Привет. Привет. Здравствуйте. Приветик. Познакомьтесь, это мой будущий супруг Валентин. Здравствуйте. Очень приятно. Очень приятно. Я юрист. Ну что, как говорится, пора из-за знакомства. Да. Секундочку. Ну, куда пойдем? В кино, в кафе. Сейчас в детский сад. Сейчас работу закончу, поедем ко мне сразу. Зачем? Слушай, ну ты же взрослая девушка. Ты должна понимать, зачем. Кстати, пригласи подружку. Ну, в трое-нибудь веселей. Ты что, дурак? Ну, ты подумай, время-то еще есть. Так. Секундочку. Ого. Отличный коньяк. Юля, у тебя все в порядке? Даня, тебя видишь? Ты пошел. Вера? Да. А что-то закусок маловато. А ну, пойдем. Пойдем, пойдем. Сейчас, секундочку. Я все знаю. Красавчик. На пятерке учился? Саша мне все рассказал. Ты об этом? Слушай, ну, как-то так все случайно получилось. Пап, ну я же не знала, что ты у нас такой дорогой коньяк пьешь. Что, мне теперь пойти забрать у них? Забери. Пока я им про твоего мужа правду не рассказал. А я ведь поддался твоему очарованию. Даже другом тебя считал. Эфим Борисович, вы сегодня такой импозантный. Прямо консьерж года. Саша, подойди, пожалуйста. Здравствуйте. Извините за опоздание дела. Андрей, муж Веры. Как муж? А Эфим? Я ничего не знаю. Вера, а кто из них ваш муж? Да какая она невинная девочка? Подлец, ты хоть знаешь, что она беременна? Беременна. На третий день уже беременна, да? Ты из кого дурака делаешь? Это не мой ребенок. При чем здесь Саша? Я про Юлю говорю. Чего? Вы что, совсем сдурели, что ли? Ты что? Валя, тебе все время какие-то беременные чудицы. Ну, придумывай что-нибудь. Ты что, переспала с ним? Валя... Уйдем отсюда. Подождите, подождите. Я вам сейчас все объясню. А что вы нам объясните? Малолетняя дочь беременна, сестра спит с одним, но выходит замуж за другого, а у вас самой двое мужей. Дорогая, уйдем отсюда. Дорогая, уйдем отсюда. Дорогая, уйдем отсюда. Как же я устала. Как ты там говорил? Долгая, многогранная, послевкусие, уникальный купаж. Помру, не попробуй теперь. Ты давай капельницу пробуй. Сколько она у тебя уже стоит. Тоже долгая послевкусие. Дорогая, уйдем отсюда. Субтитры делал DimaTorzok Дорогая, уйдем отсюда. Субтитры создавал DimaTorzok Бушонок, это твой изголодавшийся кот, и он не хочет с тобой поиграть. Вера! Вера! Я тебя разбудил, прости. Куриша, ты проснулась, может быть, уставай. Какое-то означало вращение. О, господи. Я, кажется, забыл зуб почистить. Ничего страшного, я полгода жил под тольком. Он постоянно потеет. Что-то двусмысленно получается. Ну, в смысле, двухъярусная кровать, и я внизу жил. Поэтому мне на запахе пофига. Ой, я быстро. Я быстро. Вера Викторовна, он полгода сидел в СИЗО. Я удивлена, как он с порога на тебя не накинулся. Да потом, ты сама виновата, давно надо было ему признаться. Он был в СИЗО. Я же не могла его бросить. Ну, значит, сейчас брось. Ну, сегодня как-то тоже неудобно. В первый день. Тогда переспи с ним. Саша, я, между прочим, с Андреем помирилась. Ну, изменить любовнику с мужем звучит не так уж и плохо. Так, хватит. Я сейчас же ему все расскажу. Пока. А что ты делаешь? Я полгода мечтал о сыре. В неволе начинаешь ценить простые вещи. Но больше всего я хотел обнять вас. Тебя, Юльку. Даже твоего папу. Ну, чего? Все же хорошо. Ну, пойдем в костюм. Да. То есть, нет. Ты съел весь сыр. Почти. А мне нужен завтра утром сыр для торта. Мне нужен магазин. Так давай я схожу. Да нет, ты же не знаешь, какой я сыр. Здрасьте. Здрасьте. Вот кефир и карандаши с блокнотом. Как просил. Спасибо, Павелыч. Да, все-таки это не палата, а дыра. Ты будто из своей коморки и не выходил. В хороших палатах у нас только богачи лежат, либо депутаты. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаю. Я вам еще раз повторяю. Ефим Борисович готов продать свою картину не меньше, чем за пять миллионов. Вы на ней через пару лет столько же заработаете. Нет. Он с вами не будет разговаривать. Ефим Борисович, вы этому мужику ни копейки не уступайте. За ваш это шедевр. Господи. Я думала бомж какой-то забрался. Я не бомж. Просто мне спать негде. Не хочу Вале пока на глаза попадаться. Ничего ты к нам не пришла. Андрей. Стой. Нельзя. Стой. Валерий. Спускайся. 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 Андрей, а где он вернулся? Это я уже понял. Просто хотел сюрприз тебе сделать. Наверное, зря все это. Нет, не зря. Просто сейчас не очень удачный момент. Но я все решила. Я завтра же расскажу о нас с Диме. Точно? На этот раз точно. Обещаю. Слушай, а чего он там сыр со скущенкой ест? Хотя это не важно. Держи, это тебе. Извините, можно спросить? Можно. Но предупреждаю, ты для меня слишком молода. Да я насчет Ефима Борисовича из Пят Палаты. Скажите, правда он какой-то художник? Просто мы с девочками в интернете искали, ничего не нашли. Потому что он работает под псевдонимом. А под каким? Этого я не могу вам сказать. Растреплите журналистов. А Ефим Борисович скрывает от всех лицо. Последняя его картина такую шумиху в Кремле подняла. Сейчас она в коллекции какого-то олигарха. А если он такой богатый, что же на нашей больнице лежит? Богатый, но принципиальный. Он государству платит огромные налоги и считает, что оно должно его лечить бесплатно. Принцип. О, ты переоделась? Угу. Сбегала домой, пока Дима спит. Кстати, твой коньяк для пропитки закончился. Ты что, выпила? А что, мне сегодня предстоит серьезный разговор с Фалей, мне нужно быть готова ко всему? А? Вот причина моего алкоголизма. Всем привет. Доброе утро. Мы через час открываемся, переодевайся, иди и делай тесто на круассана. Понял, делай яйцо. Всем приветик. Привет. Александра, а ты почему сегодня дома не ночевала? Заработалась? Вера Викторовна, вы, пожалуйста, мою будущую жену так не нагружайте, а то я на вас в суд подам и сам же буду защищать. Ну, шутка в том, что нельзя одновременно защищать обвиняемого и представлять обвинителя. Юридический юмор. Саша, сделай мне, пожалуйста, кофеючку. Да, да. Походу, наша Валя кукушка поехала. Иди работай. К такому я не была готова. Да ты знаешь, бывает, что он что-то забывает. Но это если у него сильно негативные воспоминания. Наш психолог объяснил, что его мозг так устроен, что он блокирует все плохое. А часто у него такое бывает? Ну, последний раз был в девятом классе. Одноклассники его сильно побили, а он забыл. Вернулся на следующий день и подружился с ними, как ни в чем не бывало. Где мой кофеечек? Извините, мне пора. Спасибо. Чем вчера занимался? Да так. Кино посмотрел. Выбрал себе запонки на свадьбу. Лег спать. Ничего особенного. Ладно, я погнал. Скоро буду. Ты же понимаешь, что должна ему все рассказать? Конечно, понимаю. Только думаю, когда? Сейчас или когда рожу ему сына? Саша, да расскажу я. Ты, кстати, тоже должна кое-что рассказать своему мужу. Он-то про супружеский долг точно не забудет. О, все-таки перевели. Считай, что я тебе путевку в Турцию подогнал. Спасибо, Павлович. Слушай, а вдруг они узнают, что я небогатый художник? А ты сливы свои рисуй и варежку не разевай. Тогда никто ничего не узнает. Доброе утро. Ефим Борисович, я принесла таблетки и новый пледик. У нас новая медсестра, Виктор. Очень приятно. Только не новая, а старшая. Персонала не хватает. Я решила лично поухаживать за Ефимом Борисовичем. Подушечку мне можно поправить? А, да, конечно. А вы аккуратнее, пожалуйста, а то раздавите. А вы родственник Ефима Борисовича? Мой водитель. Знал бы я, что тут такие красивые медсёстры ухаживают за больными. Сам бы с удовольствием инфаркт схватил. Ну, допустим, не за всеми, а только за самыми интересными мужчинами. Если что-то нужно, зовите. Обязательно. А ты чё улыбишься? Думаешь, ты ей понравился? Она на миллионы твои повелась. Так ты же сам её обманул. Да, обманул. Но я ради палаты, а ты лежишь тут своё либидо ублажаешь. Так, бери ручку. Пиши завещание, что все свои картины оставляешь мне. Зачем? Когда она узнает, что я богач, она мою подушку будет поправлять. А тебе сейчас этого не надо. И так недавно инфаркт был. Пойду приоденусь. Через часок вернусь. Дим, ты дома? Дим, надо поговорить. Ой, а что вы делаете? Смотрим нашу свадьбу. Мама, мне кажется, ли у тебя тут животик? Вы чё, по залёту, что ли? Нет, конечно. Я перед ЗАГСом в тазе колевье съел на нервах. А ты, кстати, о чём хотела поговорить? Давай к нам. Давай, давай. Так, Фрид, здрижней. Согласны ли вы, Вера Викторовна, любить Дмитрия Сергеевича и в горести, и в радости? Согласна. И в старости, чтобы своего отца не сдавали в дом престарелых. Вы такие милые. Ладно, я, пожалуй, пойду, а то вы сейчас начнете заниматься тем, чем занимались до свадьбы. Юля. Юля Оливье. Мама. Какая у нас дочь сообразительная? Дим, Дим, я не могу, но у нас нет... Стойка! 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 Так ну давай, второго заделаем. Дим. Ну, я схожу в аптеку, хорошо? Нет, я лучше сама. Ваш кофе. Спасибо. Саша. Вера. Представляешь, Валю зовет на разговор. Походу, вспомнил. Может, сделать вид, что я забыла. Не поверить, меня невозможно забыть. Так я пойду, у меня там круайсаны поднялись на кухню. Валя, я не знаю, что сказать. Ты прости меня. Да ладно, я тебя в этот раз недолго ждал, всего пару минут. У меня для тебя сюрприз. Твой новенький, ну как новенький, 2009 года, автомобиль! Машина мне? Да, я вообще думал, после свадьбы подарить, но так как ты очень много тратишь на такси, я решил сейчас. Так, нравится? Да, очень. Валя, мне нужно тебе кое-что сказать. Что? Спасибо тебе большое. Слышала, как на улице сигнальник? Да. Придурки какие-то. Вообще-то это я. Я хотела, чтобы ты вышла и посмотрела на мою новую тачку. Меня Валя подарил. Может, еще раз ему изменить? Вдруг он мне квартиру подарит? Может, лучше все ему, наконец, рассказать? И мне, Диме. Слушай, возьми трубку, скажи, что у меня руки в муке и срочный заказ. Привет. Привет. Как красиво у вас. Поздравляю. Спасибо. А можно мне кофе? Ладно. Как там, Дима? Нормально. Передай ему, чтобы он не переживал по поводу денег. Вернет, когда сможет. Каких денег? А он не сказал. Неудобно получилось. Я продала дачу и заплатила за него залог. Сделка же отменилась. Я договорилась с прокурором, и он снова согласился на сделку. Кофе с собой. Спасибо. Вот тварь. Да все мы. Ты о чем? Кругом одно вранье. Дима не сказал, что на свободе, благодаря Мае. А я до сих пор не призналась, что теперь с Андреем. Ну, может, лучше иногда не знать правду? Может быть. Но это не мой случай. Приветик. Давай отпразднуем вечерком твою новую машину. Буду ждать тебя в девять часов в ресторане Sky. Надень что-нибудь красивое. Кс-кс. Хочешь, не забываемый круассан? Юля, подожди. Привет. Ты прости меня за вчерашнее. Я себя как придурок повел. Угу. Хорошо. Не прощаешь меня, окей. Да. Прости, ЛД. Юля, ты такая классная. А я такой простак. Как самочувствие? О чем занимаетесь? Да вот пишу завещание. Хочу все оставить своему водителю. Зачем? Ну, у меня же сердце больное, вы сами знаете. А кроме него у меня больше никого нет. Вы такой благородный, готовый завещать все свои картины какому-то чужому человеку, который, кажется, вас совсем не любит. Дим, ты скоро? Нужно поговорить. Не слышу тебя, Вер, не понял. Дим, нужно поговорить. А полотенце дай, пожалуйста. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Держи! А! Ты что, Мишка? Дим, перестань! Ты почему поговорить-то хочешь? Ну, перестань! Я прошу тебя. Я так почти расхочусь. Дим! Скорую звони. Подарил, представляете? Куча денег, наверное, стоит. Вот продам ее, с мужем разведусь и поеду уже куда-нибудь к Европе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Милочка, а можете открыть? Меня Ефим Борисович ждет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слышь ты, ловелас комнатный, ты что тут творишь? Ты что мне тыкаешь, а? А ну, выйди отсюда, потом поговорим. Запомни, это самый лучший твой момент в жизни. А получил ты его благодаря мне. И за консьержа я тебе больше платить не буду. Бесплатно сторожить будешь. Вот какого консьержа? Да, это так я там для души консьержем подрабатываю. Оно ясно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И где ты откопал купон в этот дорогущий ресторан? Мы сегодня без купона. Шикуем. Минуточку, внимание. Валя, ты чего? Дамы и господа, меня зовут Валентин Вольский. И я хочу сказать тост. Девушке, которую я очень люблю. Александра, я помню, как впервые увидел тебя два года назад. Я стоял у кофемашины и подошла, как в замедленной съемке, и сказала, чего уставилась, отойди от кофемашины. И когда я понял... Когда-нибудь ты будешь моей женой. И вот через неделю у нас с Александрой свадьба. Я решил провести небольшую репетицию. И пригласил это замечательное музыкальное трио. Я пошил себе смокинг для нашей свадьбы. Я даже подарил Александре свадебный подарок. Машину. Я две недели брал танцевальные уроки, чтобы наш с тобой свадебный танец был идеальный. Я лично разработал дизайн этого кольца. и заказал его у лучшего ювелира. Я хотел, чтобы ты знала, со мной ты всегда будешь самой счастливой. Никто не будет любить тебя так, как я. Но! Как жаль, что Александра недавно мне изменила, растоптав мои чувства и связавшись с каким-то булочником. Я не хочу больше быть женщиной, которая меня недостойна. Прощай. Извините, водка по-пекински будет через десять минут. Останься. Врач сказал, у тебя вывих. Сегодня придется остаться тут. Супер. Только из одной тюрьмы вышел, сразу в другую попал. Дима. Ляд, я знаю. Ты хочешь расстаться? Видела я твоего романа вчера в окне. Посмотри. Жалко, что он не навернулся с этого подъемника. Так и не смогла меня простить. Я хочу узнать, на кого ты меня поменял. Поняла? С вами виновата. Пусть я надеялся, что можно еще как-то все исправить. Нет, Дима. Прости. Спасибо, что не бросила меня, пока я был там. Ладно, пойди. Девушка, а можно мне одеяльце потеплее принести? Картинами сегодня кройся. Я мужа из-за тебя бросила. Посмотри в глаза, я хочу сказать, я забуду тебя, я не буду... Да. Алло. Саша? Добрый вечер. Сашенька, а у вас с Валей действительно все в порядке? Я не могу до него дозвониться. А что было с теми парнями, которые его избили? А, одноклассники Вали? Ну, да он то ли вспомнил про избиение, то ли не забывал совсем. Сдружился с ними, делал за них все уроки, все контрольные два года. Ну, они расслабились, запустили учебу, а потом завалили экзамены в институт и их забрали в армию. Да у вас не сына Мариарти. Сегодня мы с ним расстались. Я ему изменила. Но больше не звони и меня не зови. Я забуду про все, что ты говорил. Я верну тебе все. В моей жизни наконец-то все налаживается. Мы с Андреем уже официально в отношениях. Я очень волновала, что Дима отнесется к этому болезненно, но он реагирует на удивление спокойно. Более того, благодаря Диме у меня появился самый большой заказ за всю мою кондитерскую деятельность. Торт на день города. Ну, как тут у вас? Спасибо. Пап, ты же помнишь, что к утру нужна палатка во дворе? Нет, у меня склероз. Вас как зовут? Конечно, помню. Что за палатка? Пап, у нас торт полтора метра в двери не войдет. Нужно будет на улице палатки собирать. А я подумал, что она этого нахлебника решила из дома выгнать. Пап, у нас торт полтора метра в двери не войдет. Осталось самое сложное. Сказать о нас с Андреем Юле. Юнь, можешь подойти? Я хочу тебе кое-что сказать. Да. Спасибо. Дима, сейчас Юля придет. Я хочу ей все рассказать. Про нас с тобой и про меня с Андреем. Подожди. Подожди, может, не стоит торопиться. Это может ее травмировать, а потом у нее ЕГЭ на носу. Наверное, ты прав. Она и так из-за нас сильно по учебе отстала. Привет всем. Привет. Привет. Дима. Ну, а что ты хотела? Я? Я хотела поблагодарить тебя. Похвалить. Спасибо, что помогла. И тебя, Дима. Благодарю. Спасибо, что помог. Сестер, домой что-нибудь отнести? Нет. Ну, если повода свалить нет, скажу прямо, я спать. Ни один мужчина меня так не выматывал, как этот торт. Перепаркай сначала машину. Сейчас приеду за тортом, она будет мешать во дворе. Ты хочешь, чтобы я за рулем храпокатывала? Вон там сумку, пусть папа возьмет ключи и сам перепаркать. Встань. Если ты решил угнать, не напрягайся, могу так вернуть. Тебе все равно не хватит силеных стекло разбить. Колесо спустило. А на приспущенных швынах значительно ухудшается рулевое управление. Я не забираю подарки. Это не по-мужски. О как. Спасибо. Если честно, я думала, ты уволишься. Лично я не смешиваю с работой. Неправильно бросать Веру в такой сложной ситуации. Вообще, мне это сказал Андрей Ильич, но я с ним согласен. Ладно, я пойду отдыхать. Всю ночь не спала. Торт готовили. Алло, алло, это курьер. Скоро буду? Да, да, да. Хорошо. Папа. Папа очень занят. Ближайшие 20 минут. Минимум. А, Дань, там машину у входа. Перепаркуй ее, пожалуйста. А я как раз торт по капленке оберну. Здравствуй, Надюш. Здрасте. К подъезду не пройти и не проехать. Вы зачем все перегородили? Меньше знаешь, крепче спишь с участковым. Извините за неудобства. Да, за неудобства. Что торт на день города заказали у нас, а не у вас. Сюда неси, клади. Что там у вас? А торт точно лезет? Конечно. Запихай. Не надо ничего пихать. Я же оператору по телефону сказала, что у нас торт полтора метра. Боком поставим, и ты еще все поместитесь. Что значит боком? Крем смажется. А не беда, на мойку заведу, помою. Это провал. Через час торт должен быть в парке. Да идти до парка-то. При желании можно пешком. Может быть. Заеду часов в девять, а вот мы с тобой помешаем. Малыш, я тебя попозже призваню. Вылез из машины быстро. Ты что, в ГТА переиграл? Я считаю до трех. Странно, как ты работаешь бухгалтером тогда? Давай ключи. Кто мне их дал, тому я верну. Да. Я передумал. Верни мне машину. Ты же говорила, это не по-мужски. Или ты пол сменил? Сама виновата. Нечего давать машину кому попало. Что значит, кому попало? Вообще, это близкий мне человек. Я не обязан тебя спрашивать. Вот. На ней повезем торт. За смекалку пять. Вся у меня. Учись воровать и чтоб не поймали. Я ее в аренду взяла. Так. Все. Ставим торт. Или здесь можно? Нормально. Привет. Привет. Прости, сегодня не получится пойти на выставку. У нас чипы торт не влез в машину. Мы теперь сами должны доставить его. Ничего. Поменяю билеты на завтра. Тогда до завтра. До завтра обязательно перечислить деньги за аренду. Вера, надо идти. Да. Все. Пап, все нормально? Почему? Да. Дим, все, отойди от тележки. Пап, давай вместе повезем. У Димы шея болит. А у меня все болит. Лет уже двадцать. И вообще, мне к Фиме пора. Он и выписался из больницы. Надо отметить, проведать. Пап. Я могу. Мне не сложно. Давай. Я тоже пойду. Нужно его администрации попросить, чтобы пригласили тебя на сцену. Дим. Да зачем? Саша сказал, что такая реклама для нас будет очень хороша. В смысле для вас. Да? Ну, хорошо. А мне тоже Саша сказал, у тебя походка длинстой. Так что я с вами. Ага. Ну. Хорошо. Да пойдемте все уже. Поехали. Секунду. Слушай, мам. У вас же с папой все хорошо, да? Ну, он же просто по делам. Да? А, слушай, а ты точно не голодная? Может быть, ты все-таки останешься, поешься, а мы сами? Нет. Я вас пофоткаю. Пошли. Окей, давай позже доделаем. А то тут ко мне и одна телка сейчас должна прийти. Ну, привет. Здрасте. Это я не про вас. Угу. Где Андрей? Не могу до него дозвониться. Не знаю. Наверное, в кондитерской торчит. В какой кондитерской? Ну, в которой булки всякие. Это Лена. Торты. Больше ничего сказать не могу. А Андрей знает, что у тебя руки не с того места растут? Эй, тихо-тихо-тихо. Я понял. Адрес? Ямка какая-то. Осторожно. Ай, ай, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Мама, давайте я вас засниму для Инстаграма. Юля, у нас мало времени. Ну, я быстро. Ну, типа трудовые будни кондитеры. Можете выйти из кадра? Спасибо. Пап, ну, обними маму. Чего, как не родные. Сыр? Опа. Дядь, киньте мяч. На технику. Как Месси. Ай, ай, ай. Андрей, Андрей. То, что Месси? Может, Смолов? Андрей, у тебя все в порядке? Нюши все. Ань, да нет. Господи. Андрей, ну, поаккуратней. Чуть торт не снес. Может, все такси до трампфункта вызвать? Все нормально. Поехали. Как краснел. Ты что, украл мою свадьбу? В смысле, твою? Это моя свадьба. Ага. Вот, свадьба в эко-стиле. Брикеты сена вместо стульев с сиреневыми накидками. В качестве бомбоньерок живые суккуленты. Черный тибетский рис для осыпания молодоженов. Ты все сделал, как я планировал. Да брось, совпало просто. Я сам хотел эти суккуленты. Суккуленты. Ты даже табличку не стал менять. Зачем? Я сменил имя. Теперь я... Валентин Вольский. Давайте быстрее сейчас, Львань. Нужно под навес. Давайте, давайте, давайте. Дырка, дырка. Туда, в глубину. Давай, давай. Опа. Ладно, я пойду в магаз схожу, пить хочется. И куплю пленку. Надеюсь, на нее больше никто не свалится. Ладно, не буду мешать. Пойду, пройдешь. Подожди. Андрей, прости за этот цирк, но Юле не нужно пока знать о нас. Вот она сдаст ЕГО, поступит, и я все расскажу. Да, конечно, давай. Подождем. Все будет нормально. Спасибо. На, а папа где? А вот и закуска приехала. Вере ни слова. Это тебе замолчание. Только попробуй его съесть. Я тебе такое устрою. Да я особо и не хотел, но ты меня заинтриговал. Ну все, мое терпение лопнуло. Я вызываю тебя на дуэль. Через какого века? Окей. Окей, давай. Дуэль так дуэль. Только сейчас занять немножко. Через полчасика во дворе. Вообще-то время и место назначаю я. Но через полчаса во дворе меня устраивает. Подождите, папа отстал. Дим, давай быстрее, опаздываем. Может, такси вызовешь? Встретимся там. Лера, давай срежем так быстрее. Зачем? Лучше по ровной дороге идти. Просто нужно идти побыстрее. Это нормальная дорога. Да я всегда так срезаю. Пошли, будет быстрее. Давай. Все, держи, держи. Тихо, тихо. Ну вот. Тихо. Приехали. Колесо сломалось. Вот как ты умудрился, а? Я? Вместо того, чтобы ехать по нормальной, ровной дороге, кто-то решил срезать. А, то есть я виноват, что у тебя руки... Кривые руки у тебя. Слушай. Хватит. Ведете себя, как дети. Здесь недалеко осталось. Давайте донесем. Берите. Осторожно тебе. Это что, капитуляция? Чудик, это оружие. Ты же вызвал меня. Значит, по довольному кодексу оружие выбираю я. Правильно? Правильно. Короче, так. Стряхиваем бутылки, расходимся. И стреляем друг друга пробкой. Неожиданный выбор. Ну ладно. Как скажешь. Тебя ждет участь Кристофера Марло. Кого? Английский драматург. Современник Шекспира. Погиб. Не дожив до 30 лет. Все, хоры умничай. Давай. Стреляй. То есть я первый. Да. Хорошо. По страшенству. Ну, конечно. Ты зачем увернулся? Кто сказал, что нельзя уворачиваться? А вот сейчас посмотрим. Кого же постигнет участь Кристофера Монро? Марло. Ну, чего? Саша! Какие же вы дебилы. А что вы не травматы взяли? Пристрелили бы меня нафиг. Если ты в следующий раз что-то не так поймешь, можно просто спросить, а не вести себя как кретин. Может, я действительно немного накрутил себя и, видимо, должен извиниться за все это. Но я не буду. Простите, я вынужден удалиться. Простить это не касательно данной ситуации. Пожалуйста, отойдите. Расступитесь. Пожалуйста, расступитесь. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, хватит саловаться у нас тоже. Давайте. Что так долго? Пешком, что ли, несли? Простите, ради бога. Дело все, что мы... Так, отключайте музыку. Хватит им уже танцевать. Давай, меня объявляй. Аплодисменты хореографическому ансамблю «Радуга». А теперь глава нашего города Антон Сергеевич Маслов. Дорогие горожане, сегодня у нашего любимого города юбилей. И хотя ему уже, вон, 300 лет, в душе он все равно молод. Я пойду посадочную. Я не буду в праздник-народник много болтать. Кто болтает, тот зачастую только болтает. А Маслов не болтает. Маслов делает. И сегодня для вас мы сделали огромный торт. С праздником, дорогие горожане. Пожалуйста, угощайтесь. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Шеврять как-то некрасиво, наверное. Давай, придумай что-нибудь. Сейчас. А так я пойду напомним, чтобы тебя пригласили на сцену. Нет. Ужасно волнуюсь. Да перестанет. Где-то, говорит, мисс Куртесна-2001. Я до сих пор помню телеканин жилат. Когда-то, говорит, мисс Куртесна. Ой, я вам сейчас большой кусок дам, извините. Дорогие друзья, сейчас хочу пригласить на эту сцену человека, который приготовил для вас этот вкуснейший торт. Вера, хозяйка домашней кондитерской Пирогова. Здравствуйте. Поздравляю всех с праздником. Для меня огромная честь, что администрация города обратилась именно ко мне. Лучше бы пенсионерам помогли, вместо того, чтобы такие дорогущие торты заказывать на народные деньги. Да ладно тебе, кто-то знаешь. А я слышала, торт стоит сто тысяч рублей. Да ты что? Да. Действительно, лучше бы деньги пенсионерам раздали. Коррупционеры! Тогда не слушайте ее, она завидует просто. А вот это ее муж. Его самого из мэрии за взятки турнули. Граждане, не подавайтесь на провокации. Она поди спит с этим Масловым, потому у нее торты-то и заказывают дорогущие. Да что вы несете? Да вы тут! Адон Сергеевич, не выделитесь! Тут блогеры и журналисты. Обнаглели совсем! Адон Сергеевич, пойдемте. Я торт огромный, он фонтан поставил! И вы здесь находитесь в парке только потому, что я запретил в троих жилой комплекс! Ну, почему у меня всегда все на перекостях? Вера, не переживай. Кроме тебя, в этом городе такой огромный торт никто б не приготовил. Дима, ты тоже молодец. Такой заказ нашел вообще. Юлька! С мамой что происходит? Юль, извини, что он сказал тебе раньше. Дело в том, что мы с твоим папой расстались. А с ним сошлись, да? Юри, мама здесь, при чем? Я вас все виноват. А мама у нас никогда ни в чем не виновата. Юль! Нет, нет, ты говоришь, что-то. Юль, извини, что у меня есть. Субтитры создавал DimaTorzok Садишь кофе выпить? С удовольствием. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девять тысяч всего. Нет у матери сейчас таких денег. Оставайся на второй год, а там даст бог, заработаем. Пап, все ясно. Вера Викторовна, а что там с авансами-то? Обещали же вчера. Тебе прям срочно, да? Да нет, конечно. Просто если меня из квартиры выселит, я к вам перееду жить и все. А, ладно. Только у нас места не очень много. Тебе придется спать с моим папой вуалетом. И около стеночки, потому что он раз двинадцать за ночь в туалет бегает. Ладно, подожду. И чтобы хоть как-то свести концы с концами, приходится браться за любые заказы. Ну а что, я вот мог бы кофе варить, мог бы с продуктами ездить, мог торты бы развозить. Или стоять, зазывать на улице гостей голосом Лещенко. Господа, добрый вечер, здравствуйте, здравствуйте. Приходите попробовать наши капкейки, эклеры и эти, не подожди, там слово круашаны. Дим, у меня денег нет на новый блендер, не то что на зарплату Лещенко. Так я бесплатно буду работать. Да нет сил дома сидеть, деградируй. А тут я буду тебе полезен. Я, впрочем, много чего делать умею, смотри. Я переделаю. Приветик. Привет. Доброе утречко. Красивенько, новые десерты? Угу. Вера Викторовна, я тут подумал, что в связи со сложным финансовым положением нашей компании нужно провести сокращение штата. Как? А кого сокращать? Ну, например, меня. Я с Клей пойдем. Я все равно решил начать новую жизнь. Уезжаю в Питер. Надолго? Да. А, уже бегу. В общем, свое увольнение я уже оформил. Так что, всего доброго. Я, конечно, знала, что он любитель антиквариата, но чтобы настолько... О, блин! А! Извините, ради бога. Ты ненормальный, что ли? Знаете, это вот, мопс. Когда видеть красивых девушек, становится неуправляемым. Очень смешно. А каблук мне твой мопс отремонтирует? Вряд ли, но он может вас отвезти. Вам куда? Противоположную, от вас в сторону. Доброе утро. Доброе. Да, Андрей, привет. Привет, Вера. Я тут родителям похвастался, что ты у меня крутой кондитер. Сделаешь торт? А, ну, хорошо, конечно. А к какому часу? К вечеру. Мы же сегодня к ним собирались ехать знакомиться. Забыла, что ли? А, да, сегодня же среда. Ой, прости, просто заработалось. Хорошо, я возьму Павлову. Я сегодня как раз спекла. Ну, все, до вечера. Я за тобой заеду. А, хорошо, пока. Здравствуйте. Вы за тортом? Угу. Проходите. Вау. Угу. Сколько кровища. Ей точно понравится. Я так понимаю, что она на него очень обиделась. Да, правильно поняли. Ее муж вообще полный урод. И хорошо, что она с ним разводится. Пять лет мучилась. Мы вообще думаем по этому поводу девичник устроить. Кристин, слушай, а может мы здесь? Смотри, как тут атмосферненько. Ну, я не знаю, у нас такого никогда не было. И алкоголь мы не продаем. Это вообще не проблема, мы с собой принесем. А пирожники и десертики у вас закажем. Ну, типа у нее сейчас сладкая жизнь начинается. Можем оставить стопроцентную предоплату. Вы знаете, вообще-то я сегодня вечером 20 тысяч хватит. Девушки, мы вам такой развод организуем, что покруче всякой свадьбы будет. Ну, отлично, тогда мы торт не забираем. До вечера. Счастливо. Что, вы мне обещаете аванс уже неделю целую. Мне нужно платить за квартиру. Поэтому вот так вот. Спасибо. Ну вот, вчера заказала, сегодня уже готова. Мне рано ли табличку заказывать? Вдруг я конкурс не пройду. Ой, да расслабься. Во-первых, я помню, какой ты умный мальчик. Во-вторых, я знаю нужных людей. Нотариус Валентин Вольский. Звучит. А мама-то знает, что ты уезжаешь? Лидия Борисовна, я взрослый и самодостаточный мужчина. Мне 36 лет. Я не обязан отпрашиваться у мамы. Поэтому пока скажу, что поехал в гости. Не хочу ее расстраивать. Слушай, а помоги мне выбрать подарок моему Коленьке. Вы с ним ровесники, у вас вкусы должны совпадать. Пожалуйста. Ну вот. Держится. Надо новую купить. Вера Викторовна, я бы поехал за квартиру платить. В смысле, а кто мне с девичником с этим поможет? Может, Саша? Давай я помогу. Иди за блендером. Я помог бы, но боюсь на улице остаться. Привет. Привет. Майя, я хотел поблагодарить тебя за деньги и за то, что ты могла выйти. Да ладно. Они чужие люди. Майя, правда, тебе признать, Лена, я ей деньги верну, как только смогу. Но ты же понимаешь, что дальше между нами уже ничего не будет. Дим, я вообще не из-за этого помогла. И поверь, я на тебе не зациклилась. Вокруг полно привлекательных, неженатых мужчин. Ну, пока. Пока. Поехали, быстро. Быстро, это не ко мне. Ко мне медленно и приватно. Поехали. Я на работу опаздываю. У меня урок. Ты еще училка? Походу, мои фантазии начали сбываться. Здравствуйте еще раз. Здрасте. Проходите. Верочка, здравствуй. Вот это встреча, да? Ну, надо же, как тетя Мир, прям как этот буфет. Если что, на улице по свободным. Я тебя что, обидела? Ты, пожалуйста, не обижайся. У меня просто одна курица мужа увела. Понимаешь, так я из-за этого сама не своя. А это нам? Вообще-то... Девчонки, не зря мы выбрали это место. Ну что, начнем? Интересный факт. Китайцы никогда не дарят друг другу часы. Они с подозрением относятся к механизму, способному измерить то, что нельзя увидеть глазами. Ну, боже, не китайцы. Девушка, а вот эти покажите, пожалуйста. Кстати, у этого бренда невероятная история. Они начинали с производства упряжи для лошадей. Алло. Что-то срочное? Быстро в кафе. Тут Люба, жена Андрея банкет устроила. Он сейчас приедет, увидит их. Я просто умру со стадашки. Кто согласился на это? Ты представляешь? Оказывается, это он на торте с оторванной головой. Тоже мне проблема. Если бы ты видела то, что сейчас вижу я... Балуете вы своего сына? А я вот читал у Траньковского, что дарить отпрыскам дорогие подарки... Совершенно согласна с Траньковским, кем бы он ни был. А Куленька мне не сын. Мой молодой человек. Спасибо. Нет, я не перепутала. Валя стала Альфонсом. Все, пока. Ну что, поехали ко мне в отель? Мне там кое-какие документы нужно забрать. Угу. Ой, Верочка, извини. Я правда не специально. Да что сегодня со мной такое, девочки? Ничего, я вытру. И вот тут ты плохо протерла. Девочки, у меня тост. Существует две категории женщин. Первая – это красивая, счастливая, полная сил. Вторая – замужняя. Люб, с возвращением в первую категорию. Ура. А этого твоего Сверидова? Пускай подберет какая-нибудь никому не нужная, изголодавшаяся бабенка. Ольга Николаевна, нам нужно поговорить. Нам не о чем говорить. Ваш сын стал содержанкой. Фейерверк, подъехали? Как стемнеть, пойдем взрывать. И пусть все знают, что Любаша теперь снова свободна. Какие еще фейерверки? Соседям это не понравится. Серьезно? Тогда попозже пойдем, когда все соседи будут крепко спать. Угу. Да, и принеси еще шампанского, а то, видишь, закончилось. И побыстрее. Алло, Андрей. Вера, у меня батарейка садится. Не могу говорить. Я через час за тобой заеду. Нет, подожди, подожди. За мной не надо заезжать. Я не смогу. Алло. Дим, ты утром хотел мне помочь? Спускайся в кондитерскую. А может быть, он этой женщине что-нибудь хорошее сделал, а она его этими часами отблагодарила. Да, конечно, он очень хорошо сделал. Раз она ему за такие деньги часы покупает. Это что, столько могут стоить часы? Эта дракониха прилетела, чтобы забрать вашего красивого мальчика к себе в гнездо в Питер. Добрый вечер. Здравствуйте. Рядовой Михеев в ваше распоряжение прибыл. Что прикажете делать? Да ничего особенного. Я отъехать должна. Сможешь остаться с гостями? Да без проблем. Отлично. А нам свой торт до завтра ждать? Минуту. Сейчас принесу. Давай быстрее. Это... Что такое? Да. Я думаю, они торт съедят и уедут. А, да. Сделаем кофе и покрепче. Вот это я понимаю. Потерять голову от любви. Прошу. Это все ты виновата. Испортила жизнь моему сыну. Слушайте, он вроде как взрослый мальчик. Сиди тут. Приветико, Мамуль. Привет. А что ты там ищешь? Да паспорт нужен. По работе. А ты ничего не хочешь мне сказать? Да. Саша мне все рассказала. Ну, вот ты о чем. Я просто не хотел тебя расстраивать. Ты пойми, это моя жизнь. Да и надоело мне работать каким-то бухгалтером. Да, леди Борисовна. Булатуся. Через 20 минут буду. Да. Пока. Лидия Борисовна. Борисовна. Сколько же ей лет? Да она вообще старая калоша, ваша ровесница, наверное. Я имела в виду... Поехали. Надо что-то делать. Девушки, еще раз здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. Вера ехала на встречу, поэтому по всем вопросам обращайтесь ко мне. А, так вы официант? А, почти. Я ее муж. Просто помогаю ей. Так что, если понадоблюсь, то я и там. То есть, Андрей из-за нее меня бросает, а у нее есть муж? Походу, твой Андрей олень. И, походу, это тоже. Я схожу, руки помыли. Женщина, а в чем дело? Да вот пришла в глаза вам посмотреть. Мальчика мы его решили увезти. Какого мальчика? А, так у вас их много? Значит, того, которому сегодня часы покупали. Саша? Ты не должен этого делать. Что ты творишь? Дверь открой. Я понимаю, ты сейчас хочешь сделать что-то мне назло, но делаешь хуже только себе. Тебе потом будет очень стыдно. А за что мне, собственно, должно быть стыдно? Да за то, что с внуками надо уже нянчиться. Они молоденьких окмурять. Вам сколько лет? Ну, 60 ей. Что? Я ожидала от тебя всего, что угодно. Только не того, что ты станешь альфонсом. Сделали из моего сына альфонса. Вы что думаете, он вас в самом деле любит? Да она вообще не в моем вкусе. Я у нее практику проходил в нотариальной конторе. Она сейчас выходит на пенсию, а меня берет на свое место. Я в Питер еду нотариусом работать. Нотариусом? То есть ты с ней не... Уважаемый нотариус, в вашей кабинке бумаги не найдется. Нотариальное заверять не обязательно. Оставьте в покое моего сына. Иначе я пойду на путь говорят. Мама, прекрати. Что ты делаешь? Лидия Борисовна, я сейчас все объясню. Все отменяется. Девочки, смотрите, что у меня есть. Подержи. Это та самая с вашей свадьбы? Да. Хочу ее похоронить сегодня. Привет. Привет. Ну что, поехали? Подожди. А то. Ты же говорила, возьмешь. Да, точно. Минуту. Ну что, загадываю и задуваю? А вот и передок кондитерского производства вернулась. Что? Передовик. Я хотела сказать, передовик. Ударница труда. На два фронта работаешь. Сначала моего мужа обслуживаешь. Потом над своим пыхтишь у второй смены. Молодец. Собирай своих подруг и вон из моей кондитерской. Да я-то уйду. А ты будешь гореть в воду за то, что водишь чужих мужей. Поняла? Ты горишь. Что? Да ты горишь! Слышите, я буду тушить их, Дима. Вера, ты скоро? Вера, с тобой все в порядке? Что? Да не переживай, Андрюша. Конечно, у нее все в порядке. У нее и муж, и любовник. А ты, кстати, в курсе? Руки убери. Так что у вас тут? Газ рванул, что ли? Нет, все нормально. Просто фейерверк бракованный попался. Фейерверк? Вы весь подъезд на уши подняли. Мы не специально. Так получилось. Так, гражданка Михеева, а вас кто-то спрашивает? Вы здесь кто? Арендатор? А ответственность за пожарную безопасность несет владелец помещения. То есть гражданин Сверидов. Так? Как интересно. Оказывается, у нас еще и такое уютное кафе есть. Девочки, пойдемте. То есть я обслуживал бывшую твоего будущего? Вер, это опять балов? После того, что мы сегодня сделали, он точно уедет. Может, его теперь не возьмут? Время, ну, бред. Я и вы. Как они могли такое подумать? Я не в том смысле, что вы там, а я... В общем, Лидия Борисовна, простите ради бога. Ну, перестань. Хочешь, я тебе чайский куплю? Если бы я знала, кто заказчик, сразу бы послала всех подальше. А тут все так получилось. Так это я? Нет. Да. Ну, согласись, ты получился очень даже симпатичным. Даже без головы. Главный признак того, что бизнес налаживается, это когда у тебя появляются постоянные клиенты. Мне, как обычно, это вот. С Ромом. С Ромом, вы бабы? Ага. Если моя оленка зайдет... Вас тут не было. И пусть они не утонченные бурманы и совсем не почитатели кондитерских изысков. Верочка, у меня, как всегда, вот эту вот кислую вкусную булку и зеленый язычок. Лимонный маффин и фисташковый вверх. Спасибо. Я все равно люблю своих клиентов. А еще есть клиенты, для которых у меня приготовлен особый десерт. И électер. По-моему, я искю про это. Ну, Sandy, referee разрешен. Я не знаю, как это делать. Мне этот с вопрос сейчас живет. У тебя... Да? Мogfr答ер. Развówne, это юристы? Да, и вечером мы подписываем документы. Так неинтересно. Я-то люблю женатыми. Поздравляю. Спасибо. Есть и не очень хорошие новости. В обмен на развод она хочет один из моих бизнесов. Либо студию, либо в это помещение. Ты не волнуйся. Твою кондитерскую я ей не отдам. Вера Викторовна, нашел нам отличную вытяжку для помещения. И недорого, всего 18 тысяч. Вася, у меня нет сейчас денег. Юля, мне звонила Элла Геннадьевна. Сказала, что ты пропустила последних два урока. Ого, и как у тебя времени хватает заниматься и личной жизнью, и дочкой? Юль, ну зачем ты так? Мам, не парься. Передай Элле Геннадьевне, что я нашла другого репетитора, который изучал английский не во времена Сталина. И она реально поможет мне поступить на инвес. Вера Викторовна, вытяжку можно бизнес-картой оплатить, она же кредитная. Ну, хорошо. Валь, я рада, что ты остался. И теперь снова наш бухгалтер. И я рад. Все-таки Питер, это не мое. А давно у Андрея студия? Ну, лет семь. А трудно открыть такую же с нуля? Да вы не расстраивайтесь, Вера Викторовна. Мы работаем с того всего ничего. Будут еще продажи. Да и ваше призвание, это вот эти вот вкусности. Да нет, я про Андрея. Ну, если он вдруг захочет отдать эту студию, он сможет открыть такую же? А то чем отдать? Кому? Почему? Нет, это самоубийство. Она приносит такой доход. В отличие от... Ну, в отличие от его другого бизнеса. Да и как открыть новую? Это же... Новое помещение, потом ремонт. Потом кредиты на покупку оборудования. За это время все наши звезды от нас разбегутся. Нет. Это нереально. Да никому он ее не отдаст. Если, конечно, не сошел с ума. Да, Вер. Алло, Андрей. Послушай меня внимательно. Ты ни в коем случае не отдавай ей свою студию. Отдай кондитерскую. Это разумно. Я найду себе какое-то другое помещение. Я могу снова печь дома. Вер, тут второлина. Надо ответить. Слушай, не волнуйся. Я все решу. Я не отдам ей твою кондитерскую. Пока. Приветик. Как дела? Привет, да вроде. Ну, на самом деле, мне не интересно, а я с просьбой. Ты не против, если я сегодня вечерком тебя еще раз брошу? Чего? Ну, я объясню. Просто я вчера кое-что слышал. Я тебе говорю, Валентин не ее уровень. Саша точно его бросит. Свадьбы не будет. Так что не покупайте эти туфли лакированные. Они тебе не пригодятся. Так, ты. Какой известный с 1989 года утверждение автора вопроса... И что? Ну, как? Они же не знают, что мы расстались. Но когда узнают, что свадьбы не будут, подумают, что это ты меня бросила. Перестанут меня уважать. А я капитан. У нас летняя серия игр «Мозгобитва на носу». Чтобы победить, мой авторитет должен быть непоколебим. Поэтому я должен бросить тебя еще раз перед ними. Валь, смотри. Подожди. Ты же не знаешь, что хочу тебе предложить? У тебя колодки при торможении скрипят. Слышала? Замена будет стоить тысяч пять. Плюс расходники. Плюс масло в коробке. Тысяч на двадцать наберется. Я готов взять расходы на себя. Ладно. Ну, проще, проще. В первый раз, что ли? Договорились. Сегодня тут в кафе пройдет тренировка нашей команды. Во время тренировки ты должна мне как-нибудь нагрубить. Вот список грубостей, которые ты себе можешь позволить в мой адрес. А я тебя за это брошу. Угу. Хорошо, баран. Нет там такого в списке? Я симпровизировала. Классная служа заказала. И где они? Забрала себе, как и моего мужа? Надо поговорить. Я хочу, чтобы ты сегодня вечером отдала Андрею его студию, а себе забрала мою кондитерскую. Да я-то не против. Но, Андрюшка, так боится тебя потерять, что решил отдать мне свою студию. Ну, ты же можешь сказать, что ты хочешь только кондитерскую? Я-то могу. Чего ты хочешь? Выпей со мной. Здравствуйте. День добрый. Я вот вещи Валины принес. Саша собрала. А, туда вот поставьте. А чего это вы с отверткой открываете? Район-то вроде спокойный, приличный. Да нет, это я просто розетку до кухни чинила. Не женское это дело, розетки чинить. Давайте помогу. Да нет, ну как-то неудобно. Да ладно, мы же почти родственники. Могли бы быть. Третий тост за милых дам. За милых дам Андрея Ильича Свиридова. Я все вижу. Хорошо. Давай-ка. Слушай, простей, я больше не могу. Это я не могу отказаться от своей замечательной студии в пользу твоей вшивой закусочной. Давай. Лизни. Теперь пей. Закусывай, закусывай, закусывай. Хочешь, я тебе фотки наши свадебные покажу? Ты офигеешь. Кстати, у нас первая брачная ночь была прямо в лимузине у ЗАГСа. Ну ты-то знаешь, какой он шаум? А, слушай, оплетки он тебе уже предлагал? Расслабься, я шучу. Смотри, красивое кольцо. Красивое. Андрей на помолвку подарил. А потом, когда мы расстались, забрал и отдал его другой бабе. Он не такой рыцарь, как ты думаешь. А знаешь, как мы познакомились? Ой, это такая красивая история, я тебе сейчас расскажу. Нет, я тебе лучше покажу. Поехали. Извини, я не могу, мне нужно вернуться на работу. Мой юрист написал, что Андрей согласился отдать студию. Или поехали. Или отдать студию. Поехали. Самая быстро заживающая часть тела. Язык. Верно. Единственная в мире птица, у которой есть мочевой пузырь. Страус. Верно. Дорогой. Твой миндальный раф на кокосом молоке, как ты любишь. Что за дрянь? Ты не положила тростниковый сахар? Прости, котик, я заменю сахар своим сладким поцелуем. Хозяйка, принимайте работу. В разлуке с нею душа полна тоскою. Ого. Какие у вас волосы распущенные. В смысле, красивые. Это мы с подругой сегодня договорились пойти погулять в парк. Понял. Не буду задерживать. А может, вам кофейку, а то как-то неудобно вас просто так отпускать. У меня к нему еще и ликер есть. Ну, от кофе я еще могу отказаться. А вот от ликера как-то некрасиво. Вот. Вот тут-то, Верочка, я и сработала. Ну, народу было, конечно, не как сейчас больше. Ну, я же пела. Андрей увидел меня, знаешь, там, на сцене. Сразу же влюбился. Она обещала сделать из меня звезду, мы поженились. Ну, а потом я ночами все ждала, 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 пока он тусуется с этими звездами и заманивает их в свою эту студию. Лю, привет. О, Денуся, привет. А я смотрю, ты все тут же, да, принеси, подай. Вообще-то я уже администратор. Ну, колоссальный карьерный рост за пять-то лет, да? Ну, я смотрю, ты тоже стадионы не собираешь. И колечка твоего любимого нет. Что бросил муженек? Хм, да это я от него ушла. Мне без него все просто замечательно. А какой у вас тот самый дорогой вискарик? Скажи официанту. Понял. Пусть принесет. Люба. Люба. Ну что, мы договорились, оставляешь ему студию? О, Надежда. Девушка, а вы не хотите стать любовницей моего мужа и ее парня? Нет? Жалко. Ну, тогда у него был бы полный комплект. Вера, Надежда, любовь. Верочка, это отличный тост. Давай-ка. Ой. Не, ну это жесть, я не могу слушать эти вопли. Кто любви у нашей села, моторика? Ты что творишь? Так, отвали, а? А то на свадьбе тональник не поможет. Люба, Люба, прекрати, я сейчас охрану позову. Держи. Охрана! Люба, Люба! Смотри! Так, а теперь валим отсюда, у меня нет денег забухло. Быстрее, быстрее! Хватай бараклой, бежим! Ух! Простите, ради бога, простите. Извините, нет, нет. Простите. Люба! Люба! Ну что, автор, допрыгалась? Мужчина, я вам сейчас все объясню. Это ты ментам расскажешь. Люба! Запрыгивай, давай, чё стоишь? Давай, давай! Давай! Поехали! 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 Ты сумасшедшая? Да сами виноваты. Я знаешь, когда уволилась, они мне отпускные не выплатили. Куда мы едем? У вас же скоро подписание документов. Ладно, не боись. Сейчас мы только к той бабе заскочим, колечко мое заберем, а потом к нотариусу все сделаю, как ты хочешь, не переживай. Наши дети непременно должны быть вместе. Они же идеально друг другу не подходят. А лучшие браки у противоположностей, потому что они притягиваются. Надо их поженить. Вот раньше молодых никто и не спрашивал. Мы им три овцы, они нам холодильник и невестам. И все. Вот. Виктор Павлович, а давайте мы сейчас к ним пойдем. И я скажу, либо ты женись на Сашеньке, либо я тебя больше не мать. А пойдемте. Тем более, ликер почти закончился. Может, отмена крепостного права в Англии? Это вообще не те годы. Валь, что скажешь? Валь. Давайте прервемся. Саша, принеси мне маффин. Да, конечно. Лимонный? Ты вообще тупая. Неужели так сложно запомнить, что я люблю маковый? Просто в лимонном меньше сахара, а я забочусь о твоем здоровье и... Что? А что происходит? Ты как себя ведешь? Как любишь, я буду себе жена. Мы так не договаривались. А как мы договаривались? Что-то ты купишь меня колодками? Ах, вот как. Очередной нож в спину. Неудивительно, Иуда Викторовна Пирогова. Я все равно тебе брошу. Перед ними. Хочешь ты этого или нет? Только не так, как в прошлый раз. Еще раз запудрить мне мозги и позорить на глазах у всех у тебя не получится. Тебе придется придумать что-нибудь поинтереснее, чтобы не выглядеть свиньей. Ну, или расскажи им правду. Как я тебе изменила великому капитану с каким-то булочником? Выйди. Мне надо справить нужду. Валентин, конечно, всегда нервный перед летними играми, но это уже перебор. Саша, как ты это терпишь? Что мне остается? Терплю, потому что ношу под сердцем маленького Валентина Вольского. Эй! Эй! Люба! 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 Ты что творишь? Люба! Люба! Добро пожаловать! Люба, ну ты же видишь, никого дома нет. Тем лучше, Верочка. Не придется ни с кем ругаться, когда буду колечко свое забирать. Ну, давай, заходи. Люба, мы проникли в чужой дом. Люба, может, подождем, а? Да, Вера, я задолбалась ждать. О! Люба! Та-дам! Люба, я очень тебя прошу. Пожалуйста, не делай этого. Да, Веру, не ухожай. Тогда я ухожу. Люба! Ой, ведь легко. Верочка, иди сюда! Люба, у тебя там все нормально? Мне кажется, я сломала ногу. Я не хочу в этом участвовать. А я тебя не бросила с теми охранниками! А могла бы! Вера, ай! Быстро, у тебя нога срослась. Да не парься, Вера, сейчас кольцо найдем, кофе поедем. Пить. Сырника хочу. Это что, дом Андрея? Нет, его родителей. А я что, не уточнила? Кольцо моё он мамочке своей отдал. О, урод! Люба, ты понимаешь, что так нельзя, Люба? О! Моя прелесть! А? Так, Верунчик, прячься! Даже не всегда так. Илья! Лариса, кажется, нас ограбили и ушли. Пойдем вызовем полицию. Лериса, я уже не знаю. Люба, Люба, посыпайся! Люба, пожалуйста, истань! Ой, доживай, доживай! Доживай, доживай! Пожалуйста! Тихо, за тобой! Пойдем... Пойдем! О! Папа и я. Здравия. Здравия желаю, лейтенант Котов. Опа. Вы были за рулем харшеринга? Эта картина содержит весь колорит картин прошлых. Может, это… Адрат Малевич, Адрат Малевич. Падж, твач, 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 твач. Не знаю, я не могу сосредоточиться. Мне мешает стук её каблуков. Что ты тут постоянно ходишь? Вальшка, извини, я работаю. Ну, сними туфли и ходи босиком. Милый, но тут пол холодный, мне не рекомендуется. Тогда нам нужно расстаться. Мне не нужна женщина, которая постоянно перечит. Я тебя бросаю. Хорошо. Хорошо, я сниму, только не бросай меня, пожалуйста. Тогда тем более брошу. Зачем сняла, если не хотела? У тебя что, нет своего мнения? Мне не нужна девушка амёба. Всё, между нами всё кончено. Никакой свадьбы не будет. Пальчик, родненький. Пальчик. Соткнись, Бессалыч. Я не хочу играть в команде с таким тираном. И я. Давайте создадим команду без этого чмошника. Ну и валите. У вас суммарное IQ меньше, чем у меня одного. Слушай, что? Пока, Саша. Пока, Саша. Пока. Если что, я приму твоего ребёнка. Это моё кольцо. Андрей мне его подарил. Это наша фамильная драгоценность. Ты об этом знала. Так, подождите. Получается, вы их знаете? Ну, знала когда-то. Бывшая жена моего сына. Настоящая. Мы пока что ещё не развелись. Ага. А это кто? А это девушка моего мужа. Её сын. Познакомьтесь, кстати. Это Верочка. Мы с Андреем мучились вместе. А ничего смешного. Вы драку устроили. Человека на парковке сбили. И в дом чужой проникли. Вы заявление будете писать? Не будем. Мам, пап, простите, пожалуйста. Вер, я всё уладил, а не изо мной дело. Андрей. Извини. Ой, ну рыцарь прям. Примчался, всех спас. Вам бы сейчас поцеловаться здесь под красивую музыку, да? Лучше успокойся уже и поезжай домой. Я поеду. Сначала только глаза койкому открою. Герой-то твой ещё днём тебя предал. Не задумываясь, отдал мне твою любимую кондитерскую. Студию я тебе не отдам. Забираю помещение под кондитерскую. Юристы уже готовят токи. Вечером всё подпишем. Вер, прости. Ну, ты сама говорила, что так будет разумно. Почему ты мне сразу не призналась? Не хотел расстраивать. А потом не знал, как сказать. А я как дуру с невестей. Ой. Вер, давай поговорим. Я тебя подвезу и... Не надо. Извините. Верунь, мой юрист посмотрел договор аренды. Он заканчивается через полгода. И можешь собирать вещи. Я бы сам дошёл. Ага, ты два раза в машине отключился. Слушай, ты... Извини, я не хотела, чтобы всё так закончилось. Я знаю, что команда для тебя очень важна. Ребята, завтра успокоятся. Я с ними поговорю, всё объясню. Ладно, спасибо. Спасибо, папа. Шеф, ты ботинь. Валя кеки, ботинь. О! Молодёжь, я тут вещи твои привёз. Пока. Валечка, ты чего, ты сегодня рано? Мама, ты же мама, ты не можешь с ним? Валя, они взрослые люди, что тут такого? Ты вообще молчи! Вы, Пирогова, от вас одни неприятности. Видеть тебя я не хочу. Вон из моего дома! Мама, ты же мама! Останься со мною... Моя английская. Мама, я знаю, да, да, да. В среднем человек проводит на работе восемь часов. Но когда у тебя идеальное рабочее место, ты не замечаешь, как пролетают все пятнадцать. Ведь на своей кухне я продумала каждую мелочь. Сыпучие продукты удобно хранить в прямоугольных банках. Они встают друг к другу компактнее круглых и занимают меньше места. Противни не стоит класть друг на друга, потому что достать нижний будет довольно проблематично. Поэтому лучше их хранить вертикально. Но в моей кондитерстве важна не только функциональность, но и эстетика. Например, чтобы выпечка выглядела еще аппетитнее, я использую приятный теплый свет. А это не просто картина. Это кусочек Франции в Подмосковье. Она вдохновляет меня и мотивирует на новое совершение. Как же будет обидно это все потерять. Верочка, принеси мне кофе и вот эту булку. Вот ту, в витрине. В соответствии с соглашением о разделе имущества супругов Сверидовой Любови Артемовне передается помещение кондитерское, расположенное по адресу улица Молчанская, дом 8. Сверидову Андрею Ильичу передается квартира, расположенная по адресу улица Зеленая, дом 2 и студия звукозаписи, расположенная по адресу улица Строителей, дом 10. Да, все верно. Специально пришла именно сюда бумажки подписывать, чтобы надо мной поиздеваться. Тварь. Проверяйте данные. Я через знакомых договорился, завтра утро нас разведут. Без очередей и всякой там балакиты. Угу. Только надо скинуться по 20 тысяч. Ты договаривался, ты и плати. У меня с деньгами туго, так что… Простите, что вмешиваюсь, но пока вы не развелись, у вас общие денежные средства, которые при разводе также делятся пополам. Если, конечно, нет иной договоренности. Нет, нет. Договоренности есть, что и кому достается. Ладно, я соплачу. А чего ты так занервничал? У Бородина где-то закопаны миллионы? Я хочу половину, понял? Лёб, мы и так не договаривались. Ну, договариваемся сейчас. Тебе и так со мной повезло. Хочешь, давай поделимся поровну? Продадим твою квартиру, машину, студию твою. Ладно. Финансовые обязательства 50 на 50. Тогда я подготовлю новые бумаги. Замечательно. Верочка, напомню, сколько еще действует твой договор аренды? Полгода. Полгода. Прекрасно. Еще целых полгода мы будем вместе. А я так счастлива? Фу. Вера, мы можем говорить? У нас гости. Я занята. Я вас слушаю. Да, можно мне капучино и вот эту вот булочку. Здравствуйте. Здравствуйте. Кукуруза пока варится. Через 10 минут подходите. Простите, а кто вам вообще разрешил тут торговать? Новая владелица этого помещения. Ты не имеешь права. А мне кажется, очень даже имею. Андрей сдал тебе это помещение всего за 30 тысяч. А мне нужно больше. Вот, видишь, зарабатываю как могу. Валь, ты уверен, что прилегающая территория не входит в нашу аренду? Нет, не надо мне ссылку на закон. Я не ставлю под сомнение твою компетенцию. Ну все, ладно. Ладно, Валь, все. Спасибо. Пока. Этот вялый пучок, видимо, для моей мамы? Зря вы опустошили клумбу во дворе. Уходите. Да погоди, Валентин. Давай поговорим как взрослые люди. Чтобы я вас рядом со своей мамой не видел. Я достаточно взрослым объяснил. Старый осквернитель. Бердых под дых. Сашка, сейчас общался с Валентином. Он хочет с тобой помириться. Не-не-не, он стесняется. Лучше ты сама ему позвони. Хотя такие вопросы по телефону не решаются. Лучше ты вымани его на работу. А там и поговорите. Ага. Все ради вас. О, привет. Привет. А я тебя тут со сладеньким встречаю. Что будешь? Кубничку или смородинку? Или меня? Нет, спасибо. И то, и то слишком притерно. Всем привет. Привет. Тебя Вера Викторовна попросила в кафе закатки привезти. А давай я тебе помогу? Мне как раз с папочки. Давай. Алло, Валя. Между прочим, кукуруза очень калорийная. Валя, срочно нужно приехать. У нас ЧП. Что значит не можешь? У тебя вообще-то рабочий день. Тебя Вера вызывает. Ты что-нибудь с этой кукурузницей собираешься делать? У нас и так по будням людей нет. Еще это. А что с ней делать? Убить? Отравить? Мне нравится ход твоих мыслей. Но ты начинаешь с конца списка. Я бы сначала попробовала угрозы и шантаж. Я попробую найти с ней компромисс. Может, получится убедить ее хотя бы кофе не продавать. Простите, что я сегодня утром так сорвалась. Да ладно, забыли уже. Меня, кстати, Нина зовут. Я Вера. А это моя сестра Саша. Нина, а пойдемте, я вас эклерами угощу. Кофе выпьем. У нас натуральный, свежемолотый. С удовольствием. А то я нашу бороду пить не могу. Пойдемте. 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 Кто там? Валентина Николаевна, ваш рыцарь прибыл. Открывайте ворота замка. Как хорошо, что вы пришли. Но я не могу, меня Валентин запер. Вот слезняк. Разве же можно так? А если пожар? Вы извините, что так получилось. Валентин, он хороший мальчик. Но переживает из-за всей этой ситуации. Рос без отца, все время со мной. Теперь ревнует, сами понимаете. Конечно, понимаю. Недоросль. Мало тебя в детстве пороли. Угощайтесь. Спасибо. Верочка, я бы с удовольствием не продавала кофе. И не отбивала бы ваших клиентов. Но у меня же есть начальство. Так, я не поняла. А почему никого нет на рабочем месте? Любовь Артемовна, а не было клиентов, я устроила небольшой перерыв. Так я тебе не за перерывы плачу? Я твой клиент, и я хочу купить кукурузу. Быстро. По трудовому кодексу работник имеет право на перерывы. Давай я сама буду заниматься своим бизнесом, а ты иди пирожки лепить. Поняла? Это что такое? Я... я ничего не понимаю. Это что, вы сделали? Нет. Я же все время была с вами. Значит, ваша сестра. Сама виновата. Я тебя предупреждала насчет вот этих. Так что давай, собирай свои вещи и иду отсюда. Чего ты уставилась? Я тебя недооценила. Не знала, что ты такая вот змея. Мам, можно тебя на минутку? Мам, где бы с репетитором рассчитаться? У меня уже два занятия было. А тебе не кажется, что это не очень правильно, что Майя твой репетитор? Вернись к Эле Геннадьевне. У нее опыт, она в университете преподавала. Слушай, мама, я могу сама решить, с кем мне заниматься, а? А может быть, ты сама себе заработаешь на репетитор еще? Окей. Поняла. Спасибо. Юля. Юль, подожди. Ты не поняла. Юля! Подожди, Юль. Вера Викторовна. Тебе что? В смысле мне? Привет. Вера Викторовна меня не вызывала. Зачем ты мне соврала? Опять? Да. Я, наверное, перепутала. У нас вчера был такой отличный разговор. Так все хорошо складывалось. На. Складывалось, пока твой отец не позволил себе непозволительно. А ты слышал такое выражение? Дети не отвечают за грехи родителями. Ну, в принципе, это правильно. Хотя у тебя и своих грехов хватает. Я готова их искупить. Люди заслуживают, чтобы им дали второй шанс. Ты говоришь, как пища из матрицы. Наши отношения определенно заслуживают перезагрузки. Так, 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 так. Паспорт покажи. Что? Показывай давай. Там должен быть штамп о регистрации брака. А если нет, то попрошу не порочить честь моей дочери. Пап, ты что? Поздновато ты спохватился о моей чести. С вещами на выход! Это хулиганство! Папа! Папа! Валя, подожди, мы ко мне поедем. Ну? Как тебе такой бумеранг? Виктор Павлович. Вон отсюда! Саша не желает тебя видеть! Папа, ты что наверху не закрылся? У меня телефон. В какой мне по работе будут звонить? Папа! Юль, ты что делаешь? Я? Работаю. Ну чего мне у вас на шее сидеть? Я себе и на учебу, и на репетиторах заработаю. А потом свалю от тебя куда подальше. Юль, ну ладно. Была не права. Давай дам тебе на репетитор и сколько нужно. Юлия, у вас тут все в порядке? Все прекрасно, Любовь Артемовна. Просто общаюсь с клиентом. Зачем ты это делаешь? Что? Даю твоей дочери возможность заработать? Она несовершеннолетняя. Не переживай, у нее будет укороченный рабочий день. Юль, у тебя же не трудовое, не медицинские книжки. Ты стоишь тут до первой проверки. Вы заказывать что-то будете, у нас очередь. Здравствуйте. Две кукурузы, пожалуйста. Конечно. Я пойду пока кофе. У нас тоже есть кофе на 50 рублей дешевле. Тогда еще два кофе. Конечно. Какая у тебя предприимчивая дочь. Молодец. Молодец. Чего тебе? Я хотел поговорить. Если можно, с глазу на глаз. Вообще-то это мой кабинет. Надо говорить, идите на улицу. А я на девятом этаже бомжа видел. Никого там нет. Сигнал поступил. Обязан проверить. Виктор Павлович, мы с Сашей взрослые люди. Вы не имеете права вставлять нам палки в колеса. А что ж ты нам с твоей матерью мешаешь, котеныш? Это другое. Вы просто пользуетесь слабостью одинокой женщины. Вы проныра. Моя мама достойна кого-то получше. То есть мне дайте, а себе губу закатайте. Давай компромисс. Ты открываешь свою квартиру для меня, а я свою для тебя. Это шантаж, а не компромисс. Да, мам. Что болит? Давление какое? Валентин Николаевне плохо? Это уловка. Мама, это дешевый трюк. Погода ясная, атмосферное давление в норме. Магнитных бурь нет. Я тебе сегодня утром мерил сам давление. Все было нормально. Пока. Я не позволю сопляк рисковать здоровьем матери ради своих эгоистичных принципов. Вызывай такси. А я за аптечкой сбегаю. Что, идешь на свидание к этому пацану? А тебе какое дело? Да так, просто займите. Сначала ты своего юного кавалера отшиваешь, а потом, когда видишь меня, начинаешь с ним заигрывать. Потом, ба, какое совпадение. Ты выходишь из квартиры ровно в тот момент, когда возвращаешься домой. Димочка, твое эго раздулось до таких размеров, что, по-моему, давит тебе на мозг. Ты приди в себя. Мне просто нравится Даниил. Да ну это не твой тип, ну, Май. Ну я же знаю, какие эти мужики нравятся. И какие же? С батонами и туалетной бумагой. Спасибо. В чем дело-то? Руки убери. Я очень сомневаюсь, что вы совершеннолетняя. Подождите, подождите. Что происходит? Подождите. Мама, за что не в курсе? Сама же ментов вызывала. Девочка, поаккуратнее с выражениями. Еще оштрафуем за неуважение. Юля, это не я. Господа, может, мы с мужем как-нибудь договориться? Я сама разберусь. Это моя дочь. Можно вас на минутку? В смысле? Можно вас на минутку? Спасибо. Пожалуйста. Извините, ради Бога. Я вам обещаю, но сейчас же прекратим поработать. А вы что, берете взятку? Камеру убрала? Нет. Страна посмотрит на наших доблестных полицейских. Юль, ты что? Ребят, чего стоим? Забирайте меня в участок. Ну, сказали, ни паспорта, ни разрешения на работу. Юль, перестань, пожалуйста. Чего, Юль? Ты же сама это устроила. Ты что, меня напугать хотела? Не вышла. Поехали. Не слушайте. Поехали. Я вам сейчас перенесу ее паспорт. Ну, участок привозите. Подождите, это моя дочь, пожалуйста. Сама так сама. Спасибо, Виктор Павлович. Мне уже лучше. Какая серьезная аптечка. С вами не пропадешь. Да это так, походный вариант. Пойду воды еще принесу. Сынок, я понимаю, что ты чувствуешь, но ты же видишь, как Виктор Павлович за мной ухаживает. Мам. Дай ему шанс. Он хороший человек. Мам. И веселый, и умный. Да понял я, понял. Хорошо, я постараюсь принять концепцию ваших отношений. Вот и умница. Без воды, как говорится, ни туда, ни сюда. Ну, сходите, прогуляйтесь. Маме на свежем воздухе становится легче. Взрослое решение, Валентин. Тогда вот вам ключи от темницы с красавицей. Только вы будьте аккуратней. Физические упражнения маме сейчас не рекомендуются. Валентина Николаевна, куда же вы так подскочили? Виктор Павлович, ну неужели вы тоже поверили? Надо было по юности в артистки идти. Ляр, давай я сам съезжу. Так быстрее будет. Кто-то начнет ругаться, обраслять, зачем это нужно. Давай, я тебе сразу позвоню, не переживай. Да что за мать-то такая натравить полицию на собственного ребенка? Ты перешла черту. Не смей трогать мою семью, поняла? Это что, я сейчас испугаться должна? Ладно, мне на встречу пора с ориентатором, который после тебя мое помещение снимать будет. Съешь кукурузку, расслабься. Кстати... Ты допрыгалась, ясно? Я сейчас вызову полицию, сниму побои. Вместо того, чтобы пирожки свои печь, ты по судам будешь таскаться. О! Явился, не запылился. Что случилось? Что случилось? Твоя ненаглядная напала на меня. Она вообще неадекватная. Она меня весь день доводит. Я не сдержалась и бросила в нее кукурузу. Метка. Ты прям ворошиловский стрелок. Очень смешно. Ты деньги принес? Слушай, уезжай в свою Польшу или где ты там была последние пять лет. И к Вере больше не приближайся. Угу. Увижу тебя еще хоть раз. Будешь должна банком восемь миллионов рублей. Все дело в том, что у меня есть не только финансовые активы, но и финансовые пассивы. Примерно 16 миллионов рублей. На такую сумму я набрал кредитов. И все эти деньги проиграл на ставках. Обязательно поднимите вопрос в финансовых обязательствах. А потом тебя немного подтолкнули. И ты захотела половину моих денег. У Бородина где-то закопаны миллионы? Я хочу половину. Понял? Ты только не учла один момент. В понятие финансовые обязательства входят не только мои деньги, но и мои долги. Так что завтра мы подпишем новый контракт. Где кафе будет снова моим, а ты получишь квартиру и пару миллионов с наличкой. Если не согласна, удачи в поисках восьми миллионов рублей. Ты же знаешь, что любой хороший адвокат легко разоблачит эту твою жалкую аферу. Тебе осталось найти денежки на хорошего адвоката и потратить пару лет в суде. А пока будешь выплачивать кредит. Ладно, ладно. Поиграйте в любовь, голубки. Только поверь мне, вот это вот все, оно ненадолго. Я когда-то все это придумала. Пару дней назад. Почему не сказал? Как? На звонки не отвечаешь, смс не читаешь. Я пытался. Я тебя ненавидела все эти дни. Прости. Я привык. Саша? А ты что, спасать меня пришел? Да я просто... Просто с дверью флиртуешь цветей перенес? Да тут народу целый табор живет. Меня уже выпустили давно. А поехали ко мне? Нам там никто не помешает поговорить. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Назвитая армии сия. Мы не хотим качать на налогий технику. Добавил в комфорт. А вот так что нет. Утимы на полной «Симон» Скажите, у вас эклеры все свежие? Конечно. Все наши десерты сегодняшние. А с чего они сделаны? Яйца, мука, сахар, масло, глазурь. А яйца куриные? Куриные. Они точно без ГМВ? Можете не сомневаться. А пальмовое масло? И пальмового масла у них тоже нет. Ну хорошо. Ладно, дайте мне тогда один зеленый. Прекрасно. Хотя мне лучше дайте розовый. Не надо, не надо из эклеры. О, печенье лучше дайте. Прекрасный выбор. Клиент всегда прав. Даже такой. Но иногда очень хочется. Ну нельзя. Потому что клиент всегда прав. Пожалуйста. С вас 49 рублей. С 5 тысяч дальше будет? Данилю, считай, пожалуйста. И тогда в награду за наше терпение Вселенная посылает нам вот таких замечательных покупателей. Прошу вас. А вы сладкоежка? Нет, это мне на весь офис. Прекрасно. Надеюсь, вам понравится. Приходите к нам еще. Спасибо. Здрасте. Здрасте. Мне нужен торт. К вечеру. Уже на день рождения. К вечеру не получится. У нас много заказов. Но вы приходите в следующий раз. И лучше заранее. Поймите, мне очень надо. Все в порядке. Я беру заказ. Так у нас все духовки заняты. Я думаю, сделаю. Какой торт вы предпочитаете? Знаете, я все-таки решил поменять печенье на эхлер. В них точно нет красителей? Дюфт, ханбай. Дюфт, ханбай. Валентин Вольцкий. Я следил за ней второй месяц. В тот день она вышла из дома в неприлично короткой юбке. Ее оборачивались вслед. Все это было мне отвратительно. Мысль о том, чтобы похитить ее, начинала мне казаться не такой уж безумной. Сначала заклеил ей рот и привязал ремнями к койке. Она была бледная. Как мотылек ранимая. Ты моя гостья. Кричать смысла нет. Здесь звукоизоляция. Я все подругу. Так, куда? Я сейчас в ванной закрою. Тебя сегодня уже кормили. Нечего на стол лезть. Саш, ты идешь завтракать? Да-да. Валя, а можно я сегодня домой заеду? Мне нужно кое-что забрать. Нет. Я же говорил, что готовлю тебе там сюрприз. Скажи, что нужно, я тебя сам привезу. Слушай, ну, мы же можем перенести наш пикник на следующую неделю. Ну-ка, конечно, можем. Только вот сыр и черешня в моем багажнике очень расстроятся. Почему их сегодня не съели под ледяную просыпку? Ты режешь без ножа. Ну, не могла я отказаться. Это мой самый первый заказчик. Пять лет назад я впервые делала торт за деньги именно для него. Здравствуйте. Здравствуйте. Да-да. Я отдашь Антонову насчет торта. Проходите. Спасибо. Первый заказ – это как первая ночь с любимым человеком. Ты долго готовишься, к этому переживаешь. Потом стараешься сделать все как можно лучше. Но все получается очень неловко. И совсем не так, как ты представлял. Бриза! Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо, что меня тогда поддержал папа. Переделал этот торт раз пять. Заработала с первого заказа минус 10 тысяч. Здравствуйте. Дима, ну ты бы хоть оделся? Вообще-то я все думаю. Вер, я тут подумал, может быть, я сниму квартиру и мы съедемся? Ты что, ревнуешь? Да не в этом дело. Ну, скажем так, мне это не нравится. Не то, что вы живете вместе, не этот его наряд. Ну, я не могу пока. Я могу оставить Юлю, папу. Ну, и кондитерская рядом. Может, тогда он переедет, снимет квартиру, я денег дам. Не надо, не надо. Я сама что-нибудь придумала. Свет, ну, мало ли кто у него был до тебя. Ты же тоже с кем-то встречалась. Все, давай, не расстраивайся. Я не понимаю, как можно обижаться на парня из его бывших. Вот Валя, например, мне рассказывал про девушку, которая у него была. Как там ее звали? Оля Прокопьева. Прокопьева, да-да, вроде нее. Валя был к ней так привязан. Хорошая была девушка, красивая. Была? Валя так долго ее добивался. Даже жениться собирались. А потом она раз и куда-то пропала. Куда пропала? Да Валя, говорит, уехала куда-то. Уже года три как. Бедный сыночек. Так страдал. Она ему даже не позвонила ни разу. Тут нет сыра. Вера. А это что? А что, сын? Да, маскарпоне. Ты прям как мой папа. Правда, он маскарпоне должен был на всю жизнь запомнить. Пять лет назад становилось модным делать торты из маскарпоне. Ну и я решила, что надо для первого клиента постараться. Девушка, тут дочка задание дала купить то ли сыр, то ли макароны. А, маскарпоне. Наверное, все магазины объездил уже нигде нет. Так вон он, с краю, последняя банка осталась. Вот спасибо тебе, красавица. Женщина, извините, но это мой сыр. Чего это? Потому что я первый хотел его взять. Так надо было брать. Красавица. Такую фигуру, как у вас, беречь надо, как восьмое чудо света. А вы такой жирный сыр покупаете. Ну, конечно, спасибо за комплимент. Вообще-то, в вашем возрасте обмен веществ уже не тот. На боках все отложится. В моем возрасте? Ты на себя-то посмотри. Хрыч старый! Это было первое знакомство папы и Надежды Семеновны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стоять! Девушка, пробивайте. Это мой сыр. Девушка, я очки дома забыл. Посмотрите, здесь написано, что это ее сыр. Нет. Так пробивайте. Не пробивайте. Он у меня его из тележки украл. Стой! Что-то сердце заколало. Пробивайте быстрее. А, так он тебе в море-то и не понадобится. Не понадобится. Вкусный. Бери. Ах, ты с... Узнаю, Виктор Павлович. Надежда Семеновна тогда только переехала в наш дом. Пять лет она не может просить нам этот маскарпоне. Ну, а крем-то получился? Нет. Выбросила этот продырявленный сыр и сделала все из сметаны. Слушай, который час? Нам надо поторопиться. А то мы не успеем торт доделать. Помой, пожалуйста, ягоды. Спасибо. Пожалуйста. Два американца сделай. Алло. Привет, пшелка Майя. Это я, твой друг Вилли. Ты че, мультик такой. Не хочешь, чтобы улететь из своего Уля на мою поляну? Тогда давай вечером заглядывай в кафе. Попьем кофе. Да, давай, пока. Здрасте. Что-то хотели? Бросьте. Дай 10 тысяч из кассы. Вер, в курсе. Спасибо. Вообще у нас участок спокойный. Ну, бывают разные сюрпризы. Вот, например, вот в этом доме. Спасибо большое. Видишь, дом? А вчера мужик пытался выбросить с девятого этажа свою жену. Ну, похмел, не дала денег. Этого про кого? Да, с четвертого подъезда Мамонтов. Ну, лысый, высокий такой. У нас виду такой тихий. О, в тихом помните, знаете ли. Кстати, самые опасные маньяки, по описанию своих знакомых, очень тихие, спокойные и добродушные даже люди. Скажите, а бывает так, что маньяк совершил преступление и написал об этом в дневнике? Ну, конечно. И что, по этому дневнику его могут раскрыть? Каждый маньяк подсознательно хочет быть раскрытым. Конечно. Я читал в интернете, в Измайловом маньяк был. Он на местах преступлений детские погремушки оставлял. Фишка у него такая. А как они своих жертв заманивают? На свидание там приглашают. Сюрпризы всякие готовят. Валя, а можно я сегодня домой заеду? Нет. Лен, я же говорил, что готовлю тебе сюрприз. Вкусный крем. Вера Викторовна, там муку привезли просто. Ваш муж себе деньги с кассы забрал и чем платить? Как забрал? Я думал, вы в курсе. Ладно. Скажи им, что я онлайн переведу. Окей. Сейчас. Извини. Дим, ты зачем деньги из кассы взял? Надо было. Колодкой машинкой менял. Дим, ну вообще так не делается. Мне деньги на закупки нужны. Саша неделю аванс ждет. А ты вот так просто пришел и взял. Вер, когда я тебя содержал, ты деньги брала и не спрашивала. Дима, ты содержал не меня, а семью. И я была твоей женой. А сейчас мы просто чужие люди. Мне кажется, тебе пора съехать и жить отдельно. Я помогу тебе снять квартиру. Да ладно. Я же теперь чужой. Сам как-нибудь разберусь. Здрасте. Вам кого? Что здесь происходит? Кто вас пустил? Валентин Николаевич. Мы звукоизоляцию здесь делаем. Что? Помогите! Помогите! Не-не-не-не. Кричать нет смысла. Тут отличная звукоизоляция. Я все продумал. Саша, ты себя накручиваешь. Ну, это вообще какой-то вред. Ну, позвони ему, поговори, он тебе все объяснит. Ну, тут 50 на 50. Либо объяснит, либо убьет. Андрей. Я нашла страничку этой Оли Прокопьевой. Никого не напоминает? Слушай, на тебя смахивает. И самое интересное, что она на эту страничку уже три года не заходила. Тоже совпадение. А ты этот дневник до конца дочитала? Я не успела. Этот маньяк зашел. Зря. Так бы знала, что тебя ожидает. Знаете что? А это мысль. Не за что. Как по-английски будет шикарные ножки? Nice legs. У тебя very much nice legs. Окей, а как будет у тебя классная задница? А давай мы на ножках остановимся. Окей. На ножках, так на ножках. И давай не будем торопиться. Торопиться? Угу. Слушай, мы же не подростки, чтобы так вот по два месяца ходить, за ручки держаться. Ты большая девочка, я большой мальчик. Оба знаем, что хотим. Я, наверное, поеду. Пчелка, ты куда? Руки от меня убрал. Слушай, королева, еще годик-другой к тебе будут подкатывать только пенсионеры. Они такие симпатяки, как я. Хорош ломаться. Слушай, ты симпатяка. Еще одно слово, я твой нос в морду толкаю. Понял? Не работай. Я твой нос в морду толкаю. Оля, а ты почему не на работе? Зачем ты взяла мою рукопись? Рукопись? Да, которую ты прячешь за спиной. Ты это читала? Читала. Теперь это прочтут все. Дай сюда. Не подходи ко мне. Дай сюда. Не подходи. Отдай. Отдай. Отдай сюда. Ай! А! Андрюш, ну остановись. Ни ягод не хватит, получится некрасиво. Да уже красиво. Вообще да. Если бы ты знала, какой он у меня ужасный торт тогда купил. Вот. Спасибо. Все нормально? Да. Да. У меня до сих пор совесть мучает. Может и хорошо, что он тебя не узнал. А ведь он мог и отказаться платить. Может быть, я тогда вообще этим бизнесом не стала заниматься. Да. Вер, мне тут на студию надо отъехать, ладно? Угу. Пока. Ну хорошо. Допустим, это не дневник, а книга, которую ты написал. Ну, не совсем я. Просто Оля всегда мечтала выйти замуж за писателя. Она мне очень нравилась. Так? Ну, я взял книгу Фауза «Коллекционер» и слезал сюжет только. Главной героине дал Оле на имя. Да ты гений. Оля тоже так думала, пока не узнала, что такая книга уже есть. А звукоизоляция? Вот это вот. Звукоизоляция – это чтобы крики Эдгара Валентиновича не мешали соседям. Какого Эдгара? Вольского. Эдгара Валентиновича. Нашего наследника. Саша. Я хочу ребенка. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. Мне кажется, я здесь уже был. Фудофу. Точно. Я же заказывал у вас торт уже давно. Верно. Пять лет назад. Слушайте, ну вы прямо выросли за эти пять лет. Все благодаря вам. Спасибо, что купили у меня тогда первый торт. Если честно, я тогда брать не хотел, но... Мужик, твой торт не получился, но она очень старалась. Ты ее не расстраивай, ладно? Но на вкус он был очень даже... Надеюсь, этот будет не хуже. Спасибо. Вам спасибо. У меня не было кляпы. Я засунула ей в рот головку сыра. Она вырывалась. И я начал хлестать по ее ягодицам, ремнем от своего любимого плаща цвета индиго. Это было у Фонза? Нет, именно эту сцену я сам придумал. Ты точно маньяк. Здравствуйте. Помните меня? Я утром покупала у вас десерты. А, чтоб всем офисом попробовать. Да. Ну как, понравилось? Вы знаете, да. Особенно понравилось Денису Алексеевичу. Это мой начальник. Владелец сети ресторанов «Бальзак Гурме». Вы хотите еще купить? Мы хотели бы с вами сотрудничать. Будем продавать ваши десерты в наших ресторанах, а также заказывать у вас на мероприятия, которые мы организуем. Свадьба, корпоративы и так далее. Это интересно. Ты куда? Съезжаю. Ты к маме? А, привет. Дим, возьми ключи. Я в магазин сбегаю. Ну пока. Как говорил известный персонаж, жизнь как коробка шоколадных конфет. Никогда не знаешь, какая начинка тебе попадется. И за последнюю неделю я попробовала самые разные конфеты. Одна конфета была настолько кислой, что доедать ее не хотелось. Юр, я договорился с твоим знакомым. Нас могут развести через пару дней. Другая была слишком острой. Острой до слез. Вы что, разводитесь? Выгнала папу, а теперь отмечаешь, да? Юля, мы взрослые люди, мы так решили. Нет, это ты так решила, и поэтому он теперь не с нами. Ладно, живи как хочешь, я перейду к Лиде. И, наконец, мне досталась конфета с самой сладкой начинкой. Так что скоро я буду официально разведенной женщиной. Класс. Что будем после работы делать? Может, с киношкой не поженимся? А может, и правда стоит. Ведь когда заканчивается одна коробка конфет, пора начинать новую. Здравствуйте. Добрый день. Я по поводу свадьбного торта. А, да. Пожалуйста, присаживайтесь. Сейчас подойду. Ну, все, поезжай. У меня важный заказ от Болица Гурмана. Если все сложится, то, может, я наконец получу большой контракт. Болица Гурмана. Болица чего? Я родился в девять ноль три. Мама каждый год поздравляет меня ровно в девять ноль три. Сейчас ровно девять сорок. Она до сих пор не позвонила. Ты что, 37 минут пялился в телефон? Ну, может, она спит еще. Или забыла. Мама не могла забыть про мой день рождения. Ну, расстраивайся. Давай я тебя поздравлю. Мама! А, нет. Да. Да, банкет на сегодня. Как закрыли? Роспотребнадзор. Нет, я не хочу отмечать свои 36 лет через 30 дней. Мне надо сегодня. Потому что через 30 дней мне будет 36 лет и 30 дней. До свидания. Валь, давай отметим твой праздник в нашем ресторане. У нас не ресторан, а кондитерская. Мне что, 10 лет? Валя, ты лежишь под одеялом расстроена, что тебе не позвонила мама и плачешь. Все будет здорово. Мы закроем кондитерскую, нарежем салатики, папа шашлык пожарит. Попросим Игната провести какую-нибудь викторину про флаги, как ты любишь. Ну, хорошо. Все, готово. Лепота. Прямо молодой Розенбаум. Золотые руки у вас, Валюша. У тебя, Витя. Ну, договаривались? Да, прости. Кстати, мне уже не терпится к тебе переехать. Надоело туда-сюда бегать. Когда ты своему детенышу-то сообщишь? Да вот сегодня как раз собиралась. У Валечки день рождения. Он будет в хорошем настроении. И я надеюсь, что он воспримет эту новость все-таки положительно. Сколько времени? Без 15 и 10. Боже мой, я Валечку забыла поздравить. Телефон. Сынок, с днем рождения, мой хороший. А у нас тут, представляешь, часы остановились. Во всей квартире? И на телефоне? Надеюсь, ты была занята чем-то очень важным. Я по делу. Празднование моего дня рождения переносится в нашу кондитерскую. Прошу тебя найти немного времени и приехать помочь Саше приготовить праздничный стол. Мы же здесь ненадолго. Мне еще торт на свадьбу нужно отвезти. Валера обещал, что нас разведут в течение часа. И я опять стану за веном жениховым. О! Походу, у нас проблемы. Юлька прислала свое платье на выпускной. Что ей сказать? Правду. Что это вульгарно и так идти нельзя. Ах, нет. Я у нас хороший полицейский. Это ты плохой. Это ты такие вещи всегда говоришь. Да. Поэтому она только с тобой теперь общается. Ой, талант. Такого возраста. Ну что, когда я все пойму? Ну, приветствую. Добрый. Здравствуйте. Прошу прощения, у нас небольшой завал. Евгений Борисович сказал, что решит ваш вопрос через пару часов. Я наберу. Ага, понял. Спасибо. Слушай, так, давай я тогда съезжу, отдам тур на свадьбу и вернусь. Тут недалеко. Так, давай я тебя отвезу. Я на такси. А чем я не на такси? Комфорт класс. Приятный водитель. Ну, если хочешь, называй меня Абдуразбек Мугумбаев. Так быть привычным. Тихо. Валентина Николаевна, а что вы подарите в аль на день рождения? Тур на двоих по Золотому кольцу. Суздаль, Кострома, Гусь Хрустальный. Съездите, повеселитесь. Всегда знала, что вы меня недолюбливаете. А при чем здесь я? Это Валечка подарок выбирала и мне намекнул. А, тогда ладно. А я ему подарю... А я знаю. Я уверена, ему очень пойдет эта шляпа. Какая шляпа? Я ему наушники купила, Airpods. Как наушники? Он же тебе целый месяц намекал, что хочет шляпу от этого японского дизайнера. Йоджи Ямамото. Ничего он не намекал. Ну как же не намекал? Ну вспомни. Может, он как-то странно себя вел? Он всегда странно себя ведет. Ну как-то особенно странно. Дизайнер из Японии. Особенно известен лучшими в мире мужскими шляпами. Семь букв. Первая буква Я, четыре последние Мото. Получается? Емото. Ямамото. Йоджи Ямамото. Ух ты, ровно 56. Именно в этом возрасте умер Гитлер. Просто запоминающийся факт. Мастер намеков. Обойдется. Скажу ему, что не купила шляпу. Спасибо, друг. Шахматы и игра престолов. Это хороший, интересный, высокоинтеллектуальный подарок. Ты молодец. Ну ты же сам намекал. Ладно, мне пора на тренировку. А мы же не собираемся сегодня. А, да. Я забыл тебе сказать. Меня пригласили в команду Росатома. На следующей неделе играешь то, где, когда. На Первом канале. Вот, думаю, усы сбрить, а то Козлову не понравится. Это же его фишка. Ладненько. Не хочу опаздывать. Валя, знаешь, я хотела сказать тебе... Ты слышала? Этому бездарю всего 28 лет, а он уже в что, где, когда. Ненавижу этот день. Здравствуйте. Здравствуйте. Поздравляю вас. Спасибо. Ой, какой красивый. Какая Даша. А что случилось? Я Маша. А Даша это бывший Егора. Получается, он к вам пришел заказывать торт и машина не назвал ее имя. И всегда подозревала, что он до сих пор ее любит. Не будет никакой свадьбы. Даша, подождите! Я Маша! А, а, да, в смысле... Алло? Даня, ты сегодня делал надпись на торте, посмотри в заказе, там точно указано имя Даши? Ну, вроде да. Сейчас проверю. Черт. Ты перепутал имя? А, Вера Викторовна, сегодня такая суматоха тут. Знаете, клиентов много и все отвлекают постоянно. Ну и... Ладно, потом поговорим. Я же ничего, долго еще? Что, нормально? Нет. Мы перепутали имя на торте. Невесту зовут Маша. И теперь она хочет отменить свадьбу. Прикольно. Хотели развестись, а в итоге сорвали тюжечку свадьбу. Ничего смешного. Это заказ от компании, с которой мы планировали сотрудничать. Если мы не справимся, мы потеряем контракт. Держи. Где тут рецепшн? Да ладно. Шляпа для мужика 28 тысяч? Тарзан появился на открытии кинофестиваля в шляпе из коллекции Йоджи Йомомото. Привет, Саша. Андрей Ильич. Здравствуйте. Скажите, вы знаете Сергея Глушко? Это Тарзан, который. Извините, я не могу сказать вам, в каком номере отдыхают наши гости. Понимаете, у них сегодня свадьба, а я кондитер. И так получилось, что... Вера, здравствуйте. А Маша не спускалась за тортом? Она вроде собиралась. Маша спускалась, но... Даша? Даша. Мы перепутали имена. Я прошу прощения. Мы все исправим. Стоп, подождите, а где Маша? Маша убежала, сказала, что она хочет отменить свадьбу. Но мы не успели объясниться и... Вы что, офигели, что ли? Я не понял. Молодой человек. Что молодой человек? Вот вы понимаете, как можно было Даша с Машей перепутать, а? У вас руки вообще откуда растут? Молодой человек, я понимаю ваше недовольство. Но давайте не будем орать на мою жену. Подождите, вы понимаете, что произошло? Я понимаю ваше недовольство. Но давайте мы пойдем найдем Машу и все объясним. Да? Пойдемте. Привет. Не переживай ненадолго. Сегодня улетаю в Польшу. А свою квартирку московскую я решила сдавать, поэтому заедь. Забери свой барахлишко. Ну, удачно долететь. Слушай, сделай доброе дело напоследок. Отвези свою любимую бывшую жену в аэропорт. Ну, тогда мне придется остаться и продолжить дальше портить тебе жизнь. Слушай, мне правда больше некого попросить. В номере ее нет. В ресторане спа тоже. После торта она собиралась забрать платье из химчистки. Его должны были отпарить. Ну, пойдемте жить. Химчистка здесь. Вы что делаете? Это Маша на платье? Ну, она сама дала мне пять тысяч и попросила его порезать. А что она еще говорила? Где? Куда пошла? Ну, она допила свой виски и спросила, где здесь пляж. Пляж. Здравствуйте. Спасибо, что согласились так быстро встретиться. Да не за что. Андрей мне все рассказал. И, собственно, вот шляпа. Йоджи и Мамото. Практически новая. Один раз ее надел. А за сколько отдадите? Тридцать тысяч. Да она двадцать восемь новая стоит. Зато вы можете всем говорить, что ее носил сам Сергей Глушко. Ну, хорошо, хорошо. Двадцать шесть. У меня есть девять тысяч и новые наушники AirPods. Ладно, относите на здоровье. Маша! 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 Да подожди ты! Маша! Подождите, Маша! Маша! Маша, мне нужно вам все объяснить. Что вам надо? Уходите! Я не хочу вас видеть. Имя на торте не Егор перепутал, а наш кондитер. В этом виноваты только мы. Вы так его покрываете. Зачем мне признавать свою вину? Чтобы получить плохой, вот потерять клиентов. Это чистая правда. Я вам клянусь! Может, пока мы не утонули, вернемся на берег? Вы продолжите готовиться к свадьбе, а я изменю надпись на торте. Маша! Давай поговорим! Я тебя... Я вообще сомневаюсь, что я его люблю. Маша, вы просто испугались. У вас же сегодня свадьба, это нормально. Я сама чуть со своей свадьбы не сбежала. Это ваш муж? И вы не жалеете, что тогда они сбежали? Нет, конечно. Теперь у нас есть прекрасная дочь. Вы с ним счастливы? Да, конечно. Ну что, поедем? Ну-ну. Алюша, ты скажи, давай, может, мы съезжаемся? Я жду подходящего момента. Я жду. Вальте такой грустный, что я решила поднять тебе настроение и подарить свой подарок пораньше. Йоджи Ямамото. Лучший дизайнер из Японии. Особенно известен самыми стильными мужскими шляпами. Что нет? Ты же мне сам намекал. Кроссворд, Гитлер. Это не Йоджи. Ямамото, это подделка. Ямамото использовал в этой модели только хлопок. А тут синтетическая подкладка. И вообще, где мои AirPods? Ты плохо прячешь подарки. Я знаю, что ты купил мне наушники. Кстати, отличный подарок. Ты молодец. Где они? Ой, Сашенька подарила тебе шляпу. Ой, какая красивая. Сразу видно дизайнерская. Валечка, мы с Виктором Павловичем хотели с тобой поговорить. Мы тут подумали и решили, что будет лучше. Валюха, мы с твоей матерью решили съезжаться. А так как ты живешь сейчас с Сашенькой, то я думаю, ты будешь не против, если Виктор Павлович займет твою комнату. Просто он сильно храпит. Ой. О! Я ж тебя еще не поздравлял. Как говорится, с днем варенья. Ненавижу этот день. Сначала ты забыла меня поздравить. Потом этот ресторан. Игнат. На что, где, когда. Поддельная шляпа. Теперь еще и из дома меня выгоняют. Просто замечательный день рождения. Просто восхитительно. Еще и без заучников. Валера из суда нам уже раз-два звонила. Сказал, что если мы хотим развести сегодня, то нужно подъехать с чем не часом. Это фиктивно. Нам там квартиру нужно поделить. А вам счастье. Пойдем. Горько. Итак, какому государству принадлежит этот флаг? 30 секунд. Время пошло. В Танзане. Верно. А этот? Время пошло. Туркмения. Верно. Ну, участник команды Росатома мог бы подготовить вопросы и посложнее, да? Сашенька, ты сегодня целый день какую-то ерунду ешь. Сядь за стол, поешь салатик, шашлычок. Давай. Сьера-Леона, Кот-Байвар, что-то нам приготовить. Ну, у меня все пока что. Все кончилось. Что такое? Не нравятся детские песенки? Жаль. А твой сын их просто обожает. Какой сын? Мишенька. А ты что думал? Я пять лет назад просто так уехала? Нет. Я хотела для него всего самого лучшего, а не чтобы он до поздней ночи ждал своего отца-тусовщика. Ты что несешь? Правда, что? Не знаю. Ты как думаешь? Глаза у него, кстати, как у тебя. Вот тут пишите. Дамы вперед. Извините. Алло, да? Здравствуйте, это Лана, управляющая сети Бальзакурма. Здравствуйте, да. Звоню вас обрадовать. Наша руководитель утвердила заключение контракта с вами на год. Спасибо, я очень рада. Спасибо вам. Сегодня мы переведем аванс, а завтра пришлем список заказов на ближайший месяц. Буду ждать. Спасибо, я очень рада. Всего доброго. До свидания. Да, да. Всего доброго. Алло. Алло, Верочка. Да. Андрей попал в Бавари, он в реанимации. Оля, можно тебя на минутку? Что? Ну, что еще на сегодня? Меня уволили, Игнат стал нотариусом, Фриде съел Анубиса. Что? Валя, а тут такое дело, я... Беременна. Это же... Прекрасно. Выключите музыку, пожалуйста. У нас с Александра объявление. Дело в том, что мы скоро станем родителями. Извините, я на минутку. Забыл кошелек. Еще раз днем рождения. Пока. Всем пока. Ты же изменила меня две недели назад. Получается, этот ребенок может быть и от него. Так ведь? Звучит музыка. Звучит музыка. Продолжение следует... 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 Курьер от Бальзак Гурме забрал первую партию капкейков. За эти меня приедут через час. Недавно мы вышли в хороший плюс. Это благодаря Денису Алексеевичу, владельцу Бальзак Гурме, с которым мы работаем, но до сих пор не виделись. За последние полгода моя жизнь круто поменялась. Мои уголовные дела закрыли, и я даже вернулся на работу. Дима! У нас сегодня в ДК концерте Илья Анна и Карлова. Давай сходим? Кого? Ну, эта, которая... Ты не такой, ты не такой... А еще моя соседка превратилась в мою будущую жену. А моя жена в соседку. Иногда я задумываюсь, все ли я правильно сделал. Ну, что сделано, то сделано. Это были самые сложные полгода в моей жизни. Я лишился всего. Меня признали виновным в аварии. Я продал студию, чтобы оплатить ремонт Роллс-Ройса. А вот Люба вышла из этой ситуации без единой царапины. Ты погулять? Возвращайся к обеду, супчик будет. Но главное, что я все смог объяснить Вере. Что поцелуй с Любой был случайным, а ее рассказы про ребенка враньем. Соврал он мне тогда или нет, я не знаю. Но это уже не важно. Теперь мы живем вместе, и нам пришлось пройти через многое. Субтитры создавал DimaTorzok и мы уже позади. Здравствуй, Верочка. Здравствуйте. Это возмутительно. У нас в доме появились тараканы. А я тут при чем? Так это все из-за вашей забегаловки? Закрывайтесь немедленно. А то мы жаловаться будем. Развели здесь тараканья рай, понимаешь? Пердых-поддых. Что же это за ажиотаж возле нашей кафешки? Верка, наверное, наконец-то послушалась меня. Чебуреки стала делать. Валя, ну просил же не хлопать. Новая машина, не трактор. Доброе утро. Доброе. Поздравьте папу. Забрал свой новый автомобиль. Не свой, а рабочий. Вот именно. Ой, что произошло-то? Да там. Постойте, девушки, не ходите туда. У них там такая антисанитария, что тараканы по всему дому расползли. Яков. Что Яков? Я правду говорю. Ладно, пойду попробую. Еще раз с ними договориться. Может быть, капкейки их задобрят. Спасибо. Вчера от Валечки весточка пришла. Он путешествует. Правда, опять не написал, где он. Но у него все хорошо. Он мне все равно. Ну, что? Сказали, что буду стоять и отпуговить посетителей, пока мы не закроемся. А капкейки съели. Копченый дятел. Верка, звони в страховую. Спроси, они мне покроют ремонт бампера, если я этих дикарей перееду? Пап, ну не говори, лодай. Я сама разберусь. Я бы тебя покатал. Но это как в новую квартиру. Старье лучше не заносить. Ладно, шучу. Сегодня обмоем. Это вряд ли. Витя, ты же не забыл, что мы сегодня идем в парк на танцы? Ты мне еще неделю назад обещал. Валь, ну, машину обмыть, дело святое. В принципе, можно перенести. Да, Павлович, ты достоин книги рекордов Гиннеса. Первый человек, который в 70 лет стал подкаблучником. Заткнись, крыса подъездная. Я мужчина. Если сказал, обмываем, значит, обмываем. Просто наши посиделки перенесем на природу. Да ладно тебе, Вера. Пару-то да перестану. Ну, хочешь, я пойду с ним поговорю. Да нет, ну, куда ты пойдешь? Ты что? Не надо. Давай, помогай. В смысле? Подожди, подожди, подожди. Тихо, тихо, тихо. Спокойно. Я сама. Не надо тебе никуда ходить. Как-нибудь продержимся пару дней. А? О, класс. Спасибо. Вера, ну, я же просил с луком. А это с укропом. Может, ты сам сходишь? Рожа сказал тебе, не нужно сидеть целый день в коляске. Нужно расхаживаться, как-то мышцы напрягать. Ну, ладно. С укропом, так с укропом. Слушай, Вера, а давай поужинаем дома сегодня? Откроем бутылочку и на. Я там фильм скачал корейский. Алло, да, Зоя. Да. Что? Сегодня? Да, жду, жду. Спасибо. Зоя, поможете с Денисом Алексеевичем? Ну, именно сегодня ему нужно приехать, познакомиться и посмотреть производство. Надо что-то сделать. Слушай, ты, если вниз пойдешь, захвати с луком, ладно? Извините, подождите. Привет. Привет. Юрка звонила, просила микроволновку в общагу привезти, зато повезу. И еще его кроссовки белые. Утром передам. Дима, давай быстрее, я в салон опаздываю. Мне кажется, что она нас преследует. А почему живем в одной личной клетке? Деточка, задержи дверь. О, а зажались люди. Хорошие продукты выбрасывали. Спасибо, деточка. Постойте, давайте я вам помогу. Привет, Антоша. Антоша мой. Охоту люби. Царь всего небесная. Че такое? Там таракан. Да глупься, Антош, ну что она говорит? Да у нас сродо тараканов не было. Да как это ты с собой принесла? Весь дом знает, что у вас в ресторане тараканы. Вообще, все, некогда у меня сериал начинается. Дай сюда. Дверь за собой заклопни поплотнее. Вот, видите, какой у нее бардак? У нее там и продукты испорченные, и черт знает что. Вот откуда у нас в доме тараканы. Вот я тоже замечала, что эта Тамара, она какая-то странная. И что вы теперь нам предлагаете? Эту Тамару пикетировать? Я ж не заставить убраться, она чокнутая. Дорогие соседи, раз мы во всем разобрались, я предлагаю вам пойти и подумать в другое место. А нам работать нужно. Да? Подождите, ничего мы не разобрались. Ваши эти снимки вот ничего не доказывают. Ведь у вас пищевое производство. И что? Как я могу вам это все доказать? Я ж не могу убраться у этой Тамары. А что? Хорошая идея. Да, хорошая идея. Вы у нее уберетесь. И если тараканы пропадут, значит рассадник был у нее. Это же вам нужно работать. Ой, они офигели? С 83-го никто не убирался. Завтра похолодание. Как миленькие разойдутся. Да я не могу ждать завтра. Денис Алексеевич приедет сегодня. Отличное будет первое знакомство. Капец, у нее муж страшный на Игната похож. Я в хорошем смысле такой немного ретро-стиль, а-ля советский инженер. Да, у меня есть стиль. Альтина Николаевна, во сколько у вас сегодня танцы? С двух до шести. Да. Нам четырех часов хватит, чтобы убраться. Игнат, мне нужна твоя помощь. Ну, я как бы занят. Игнатик, ты же звал меня в кино. Раз десять. А чтобы старшая сестра меня отпустила, ты должен нам помочь? Пожалуйста. Слушай, отличное место для черных риэл. Почему? Представляешь, тут же в любой момент может столько квартир освободиться. Виндь, ну тише. Давай лучше потанцовай. А давай. Ой. Что? Ты подожди. Мне надо отключиться в туалет. На одну минуту. Ах ты, Мольдиванна! Без меня начал. Ну, ладно, Павлович, холодно же. Холодно. Ладно, давай. Наливай побыстрее. Между первой и второй перерывчик наливали. Здравствуйте. Тамара Леонидовна. Меня зовут Антон. Я к вам по программе нашего мэра подмосковное Долголетие. Патюшки. От лица мэра хочу пригласить вас сегодня на танцы в городской парк. Наш мэр что, с ума сошел? Старух на танцы приглашать. Чтоб мы все померли и нам пенсии не платили. Почему не платить? Наоборот, он учредил фонд, из которого платят по тысяче рублей каждому, кто приходит на танцы. Ну что ж, так и быть. Пойду. Давайте я помогу. Раз. И вторая рука. О, два. О, палечка. Моя любимая песня. Я так рада, что тебе здесь нравится. А то. Только я слишком бодро начал. Аж живот скрутил. Я на минуту. На минуту. Я сейчас. Тихо. Спокойно. Заходи. Осторожно, не бегай. Капец, свалка. Как будто мне тут день города прошел. Чтоб колодки не скрипели. Чтоб мотор твой не стучал. И гайцы не замечали, как сто двадцать выжимал. Фима, ты прям Есенин. Да. Только смотри и повесься в своей коморте. Мать моя, человек. Валентина, кажется, что-то заподозрила. Не поймите меня превратно. Но, вы знаете, вы очень понравились моей сестре. Ничего. Пригласите ее на танец. А я вам за это фотокарточку с Архангельском. Извините. Валюша. Витя, ну где ты был? Да я это... А чем это пахнет от тебя? Балакарнин принял. Сердечко заколало. Что, тебе плохо? Добрый день. Здравствуйте. Позвольте пригласить вашу даму на танец. Ну, я как бы... А почему бы и нет? Я не против. Потанцуйте. А я тут в сторонке передохну. Извините, я на минуточку. А там бюджет нашего мэра, не заваляй стаканчик какао. Ну, конечно. Я мигом. Это мои туфли с выпускного. Трех год назад выбросила. Будь здорова. Черт. Кажется, моя аллергия на пыль обострилась. Слушай, а если бабка не досчитает своего просроченного кефирами, то вызовет. И что она им скажет? Они выбросили мой мутор, отмолили плесень и разложили в холодильнике свежий продукт. Полиция сразу поймет, что она сумасшедшая. А, кстати, помой холодильник. Надо продукты разложить. Окей. Господи. Чуть не родила. Да уж. Пойду посмотрю, как там моя дама. Хотите какао? Валя! Валюша, ты что, совсем потеряла меня? А я тут за углом воздухом дышал. Я чувствую, каким ты воздухом дышал. Сорокоградусным армянским воздухом. Тебе ведь не интересно на культурных мероприятиях время проводить? Иди дальше. А я вот Родиона пригласила в ресторан посидеть. Ну, что ты себе нафантазировала? Фима совершенно случайно в этот парк забрел. А, здесь еще и Фима. Пойдемте, Родионе. Кацанава. Свободен. Слышь? Ты мне тут не указывай. Твоя сестра взрослая девушка и сама решит. Да? Сестра? Да. Он мне сказал, что ты его сестра и я тебе нравлюсь. Да не слушай ты этого раскупоренного петуха. Чего? Палыч, да ты что творишь? Не трожь моего друга. Палыч, прости. Саша, купи еще средства для бытия пола и мне капли от аллергии. Да, хорошо, давай, жду. Все, пока. Большие чайки. Две, что ли, забыла? Закрыли. А что это? Боробеж среди белых дел. А не, все. А, ты еще тут? Ну, сейчас я, Антош, что на ружье возьму, тебе мало не покажет. Подождите, я вам сейчас все объясню. Промазала. Так, сейчас. Ну что? Куда поперлась? Куда поперли? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Квартиру обокрала. Все добро вывезли. Грязные тряпки-корки от арбуза, которые она из мусорки достала. Врет она! Да подождите. Вы посмотрите, Илью, квартиру до уборки. Вот почему у нас по всему дому тараканы расползлись. Сань, и покажи, пожалуйста, квартиру после уборки. А? И еще в холодильнике свежие продукты, между прочим. Женщина, я все прекрасно понимаю, но вы проникли в чужую квартиру. Несмотря на то, что вы купили продукты, в полы помыли. Вот. Это тоже незаконно. Вот и она. Эх, господа офицера, я прошу прощения. Можно минуточку у вас? Буквально. Прости. Матушка, я за меня слышу, слышишь? Я за нее вручусь. Я работаю у меня, есть ли что? Я за меня вручусь, я за меня вручусь, я за меня вручусь, я за меня вручусь. Значит так, женщина, состава преступления не обнаружено. Если хотите, можете прийти в отделение и написать заявление. Если честно, скажите спасибо этой женщине за то, что она вам бесплатный клининг сделала. Все, все свободны. Здравия желаю. До свидания. До свидания. Спасибо. Ну, мне все понятно. Сволочи. Давай, Памы. Осторожнее. Да, вот так, Тепон. Стой, 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 подожди. Нет, 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 нет. Тебе нужно, у тебя же спина болит. Мне уже легче. Садись, тебе нужней. Садись, садись. Подожди. Сейчас. Давай, давай, давай. 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 Красотища. Это Денис Алексеевич, пальчики прогулки. А скоро будет? Денис Алексеевич, сегодня не приедет. Какие-то и оплошты, и дела. Я пошла домой. Как вероятно, подождите. О! Я взял билеты на новый фильм Твейера. С субтитрами. С субтитрами. Надо внимательно читать. С субтитрами? С субтитрами? То есть, целоваться ты вообще не планировал? С субтитрами. Я, ну, я могу поменять. С субтитрами. С субтитрами. Я понимаю твое недовольство, но у меня есть решение нашей проблемы. Так как мы не можем сделать тест ДНК, это просто опасно для плода, мы подождем, пока он родится, сделаем тест. Если ребенок мой, я тебя прощу. Ты меня простишь? То есть, ты, так сказать, отпустишь мне грех? Да, да, да. И мы снова будем вместе. Но до этого времени ты не должна ни с кем встречаться. Я бы с удовольствием, но я уже встречаюсь. С Игнатом. Да. 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 Мы в кино опаздываем, Игнатик. Он здесь ненадолго. Я за пару дней приведу себя в порядок и вернусь на работу. Валя? Денис Алексеевич хочет, чтобы вы приготовили для его нового ресторана какой-то необычный эксклюзивный десерт. И у вас есть ровно день, чтобы приготовить этот десерт и завтра его представить на дегустации. Извините, у меня аллергия. Денис Алексеевич сам лично выберет победителя. Ну, а лучший десерт войдет в меню ресторана, а победитель получит сто тысяч. Нефил, ты можешь заработать за одну пироженку. Ага. Семья считала, что за пироженку приготовила. Здорово. Из этой аллергии вообще рецепторы не работают. А сегодня в час надо представить десерт. А почему ты Даню не вызвала? Ну, это у родителей уехал на пару дней. Ничего не чувствую. Нет, лучше отказаться от участия. Еще не хватало позориться при первом же знакомстве с этим дедисом Алексеевичем. Так, Вера Викторовна, без паники. У тебя вообще-то есть семья. Твои близкие, родные люди, которые не упустят возможности на халяву попробовать изысканных пирожных. Сейчас я всех позову, и мы продегустируем. Привет. Привет. Здрасте. Я тут подумал, хорошо бы мне заняться уже каким-нибудь делом. Начать зарабатывать деньги. Паша предложил вложиться в его бизнес. У него отличная идея. Открыть точку по ремонту мобильных телефонов. Ну, там чехлы продавать, всякий заряд. А, ну, наверное, это выгодно. Только у нас небольшая проблема. Пашу кинули с помещением, и мы подумали, может быть, у тебя в кондитерской открыть точку, поставить небольшой стенд. Ну, если ты, конечно, не против. Э, ну, стой, ты чего? Сейчас все тачки проиграешь, которые полгода собирал. А? Ну, ладно. Спасибо. А, слушай, у меня тоже к тебе есть просьба. А спустишься минут через 15 у меня? Там дегустация нового десерта. С удовольствием. Вера Викторовна, здравствуй. Ой, Валя. Ну, Саша сказал, что ты вернулся. Но она тебя немного и дача описывала. Да, но я уже пришел в норму и готов приступить к работе. Вы в кафе? Да, это аллергия. Не пугайся. Будьте здоровы. Спасибо. Валя, я, конечно, рада, что ты вернулся. Но у нас сейчас на твоей должности работа адеквата будет как-то неправильно вот так взять и уволить его. Я понимаю. На самом деле, у меня много других, более перспективных предложений. Просто про первой брачной ночи я решил предложить вам. Да. Кстати, у нас сейчас замечается дегустация. Отойдешь? Ну-ка. Классно. Вкуснотища. Очень круто, систер. Восхитительно. И дизайн классный. Может быть, хочется что-то улучшить? Что-то добавить? Да. В сгущеночке. Ну, чтобы послаще был. Зачем слаще? Мне наоборот какой-нибудь остринки захотелось. Может, перчик добавить? Я когда в Лиссабоне булочку купил. Там заварной крем был очень вкусный. Может, его как-нибудь сюда интегрировать? Нет. Нет. Лучше зефир сверху положить. А мне так нравится. Потому что он под Халим. Тут не хватает баланса вкуса, как соленая карамель. Здорово. О! Правду говорит. Будулай. Кто его вообще сюда позволит? Так. Все. Спасибо. Вы мне все очень помогли. В следующий раз, когда я захочу оказаться в тупике, я вас всех обязательно позову. Фиме. Вер. Да не парься, ты мне угодишь. Нормальные пирожные. Нормальные – это значит никак. Чтобы победить, они должны быть идеальны. Мне нужно свои профессиональные взгляды, понимаешь? Оценить это все. Может, Надю позывала? Может, что-нибудь подскажет? Она какой-никакой кондитер. Во-первых, она куда-то переехала со своими участковыми. Участкового. Во-вторых, она вряд ли что-то подскажет. Скорее наоборот. А вот пригласить другого кондитера – это неплохая идея. Игнат. Во-первых, ширинку застегни. А во-вторых, мне звонили из налоговой и сказали, что у нас там какая-то пения. Странно, я вроде все платил. Ладно, я тогда распечатаю все платежки и съезжу в налоговую. Да, ты съезди, с утра разберись. Сашенька, в этом платье ты потрясающе выглядишь. У тебя поэтому ширинка опять расстегнулась? Нет. Просто молния сломалась. Постоянно расходится. Груша, шоколадный мусс. Очень хорошо. Очень сбалансировано. Но я бы добавила сюда немного пряной карамели. Кстати, да. Надо попробовать. Угу. Замечательно. Я уверена, что вы победите. Спасибо. Ну, тогда приз пополам. А там еще и приз? Да. Сто тысяч. Круто. А что за ресторан? Да какой-то довод от сети. Боль за горбой. Извините. Ничего. Вера, а вы не против, если я две штучки возьму просто для мужа? Я ему обещала что-нибудь вкусненькое приготовить. Да, конечно. Не успеешь. Сейчас упакую. Спасибо. Да, Палыч. У тебя даже ключ от машин красивые. Тоже, думаю, себе такую взять. Ну, тебе, клопу подъездному, зачем машина? Спать в ней будешь. Вот мне машина нужна для работы. Верка ее в лизинг в Сбере взяла. Но арендовала. Через два года эта машина будет наша. Приветствую. Виктор Палыч, я к вам по делу. Свободных дочек у меня больше нет. Некого обрюхать и бросить. Вы должны мне помочь избавиться от Игната, от этого усатого Иуды. Усы не трожь. Усы мужчину украшают. И потом, с чего это я должен тебе помогать? Ну, вы сами подумайте. Если я не вернусь на работу, у меня не будет денег, чтобы снять квартиру. Ну? Я вынужден буду поселиться дома и мешать вашей с мамой идиллии. Вы ведь этого не хотите? Здорово, он тебя нагнул. Что есть, то есть. Слушай, а возьми еще нож, а? Нож. Вифку. Хорошая, новая, пригодится мне. Не, чувак. Мы только телефон скупаем. Мама! Мадам, здрасте. Эй, ушастый, здорова! Чего, не загнал нож? Что дальше будет? Андрей позовет Нягра, который будет тут на газетке продавать левые духи. Я вообще не понимаю, зачем ты разрешила поставить тут этот лоток. Я хотела как-то поддержать Андрея. Ему сейчас это нужно. Я поговорю с ним. Из-за вашей этой бобильной точки, наша комиссерская превратилась в дар капритон. Твои клиенты отпугивают мои кости. Я, мне кажется, это вы драматизируете. Их на хавчик пробила. Вот видишь, они делают тебе кассу. Во всем нужно видеть плюсы. Теперь они твои гости. А ничего, что у нас в туалете травкой пахнет. Ты не дашь кассе Герлова? У нас тебе это касса. Что ты на днях хочешь? Чтобы вы не скупали вороводы и телефоны. Я ж думаю, у вас будет нормальный бизнес. Нормальный бизнес – это зарабатывать деньги. А для того, чтобы зарабатывать деньги, нам нужно скупать воровные телефоны. Нормальная схема. Так, все, приехали. А то поговорим. Слушаю. Здравствуйте, Игнат. Это Виктор Сиднев из Штоптя. Знаете такого? Да, да, магистр игры. Виктор Владимирович. У нас тут небольшая проблема. Макс заболел. Ну, Поташов. А вы с Росатомом так хорошо сыграли в летней серии. Мы же проиграли 1-6. Да, но играли-то вы очень хорошо. Вот я решил предложить вам сыграть с нами в осенней серии. Кажется, в упорок упал. Виктор Владимирович, я согласен. Когда тренировки? Так завтра с утреца. Записывайте адрес. Деревня Михайлова. Это электричка с Ярославского вокзала до поселка Ясный. Значит, выйдите со станции и пешочком вдоль речки до деревни Фрункино. Потом направо до дома со сломанным забором. Там мы и тренируемся. А почему там? Чтоб Друзь не нашел. Смешно, смешно. Так завтра в 8. Пожалуйста, не опаздывайте. Мы вас ждем. Непременно буду. Обнимаю. Отличненько. Пока эта Бестолыч будет трястись в электричке, я съезжу в налоговую, и Саша поймет, что я намного надежнее этого усатого паразита. Просто паразита. Здравствуйте. Здравствуйте. Диана? А ты что здесь делаешь? Принимаю участие в конкурсе? С десертом, который ты попросила, чтобы угостить Бужа? Ладно, я тоже принимала участие в его создании. Ага. Ой, изведи. Хотя, что изведяюсь. Это живой десерт. Ты что? Ты что офигела? А что здесь происходит? Я поговорила с Денисом Алексеевичем, и мы решили перенести дегустацию на завтра. Вера, а вы постарайтесь больше не чихать ни на чай десерт. Чем закидываешься? Что ты взяла у тех нариков? Хотя гистобиды. Хорошо помогает, только спать хочется. Так, кофе и работать. Я бы тебе помогла, но беременность отличная, отмазка пойти домой спать. Пока. 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 Да, сгущеночки можно, чтобы послаще было. Мне, наоборот, какой-нибудь остринки захотелось. Лучше зефир сверху положить. Там такой крем вкусный был заварным. С сгущеночкой. Объедение. У меня какая-то знакомая штука. Как в детстве. Это вкус хлеботат от Архута. Круто. Вот что я всю беременность хотела. В этом кубике Рубика собрана вся палитра вкуса до попадающих в детство. Паш, давай не будем их смешивать. Сюда женские, а тогда мужские. Давай, святаем сюда. Да, туалет же там. Этот тип постоянно трется возле нашей кассы. Не удивлюсь, ей всегда сограбят. Да никто не будет вас грабить средь бела дня. Может, выручку в лифчик спрятать? Приветствую. Здравствуйте. Я Валентин Вольский. Представитель индивидуального предпринимателя Пирогова. Так, девочки. Венис Алексеевич приехал. Мы можем начинать. Давайте, давайте. Вот туда проходите. Всем удачи. Дело в том, что вы по ошибке нам заблокировали банковский счет. Я распечатал все платежки. Вообще-то, Сашенька сказала мне решить этот вопрос. А ты почему здесь? Потому что я тебя раскусил. Позавчера ты грозился вернуться на работу, а вчера этот звонок от Сиднего. Да, и кстати, у него в Вайбере стоит фотография Эфима Борисовича на даче. Так, молодые люди. Мне работать нужно. Да-да. Вот платежки. Ширинку застегни. Не переживайте. Я подготовил десять копий. Эй, вы чего? Я сейчас охрану подавал. Охрана! Ну что же. Всем спасибо. Все отлично постарались. Я готов объявить победителя. Подождите. Подождите. Еще я. Это мой десерт. Я Вера Пирогова. Только не успела на тарелку приложить. Пожалуйста, можно тарелку и вилку? Простите, но вы опоздали на семь минут. Да. Извините, я просто... Просто что? Уснула там. Дегустация уже закончилась. И победил сегодня вот этот десерт. Поздравляю вас. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. До свидания. И пройду. Спасибо. До свидания. Вы совсем дебилы. Подраться в налоговой. Я, Игната, от тебя такого не ожидала. Зато я ожидал. Что ты здесь торчишь все время? Я тебе сказала, нам от тебя ничего не нужно. Мне тем более. Подождите. Денис Алексеевич, вы извините, там какая-то сумасшедшая бросилась под колеса. Извините. Но все беду-то это не так критично. Я не выйду отсюда. Пока вы не попробуете его и десерт. Извините. Держите. Пожалуйста. Это десерт называется Кубик Рубик. Я объединила. Первый со вкусом дюшес. Второй медовой перенек. А вот это... Не могу понять, что это. Что-то знакомое. Он напоминает в духе красная басква. Я разобрала их состав и добавила такие специи, как гвоздика, бергамот, фиалка и флот-оранж. В десерт в виде мои любимые игрушки. И еще со вкусом детства. Ну здорово. Это, пожалуй, самая креативная идея. И самый вкусный десерт. Мне нравится. Только вот вы опоздали на семь минут. Это принципиальный момент. Купи икру, а? Смотри, отличная икра. Только вот эту вот фигню снимешь? Она просроченная. В смысле просроченная? В смысле просроченная? Да как так-то? Кого власти смотрю? В магазинах одна просрочка. Да ты сходи, верни. Да у меня чеками. О, Моша, купи наш, а? У вас же тут кухня. Явно пригодится. Тысяча. Какой ты покоцанный. За пятьсот возьму. Да какой покоцанный? Посмотри, настоящая сталь. Вон, видишь, он японская. Видишь надпись на китайском? Восемьсот. Хорошо, хорошо. Только уйди уже. Отлично. Да там ровно, ровно, я посчитал, да. Андрей! Андрей! Вы чего успокойтесь? Андрей! Хорош! Вера, что делать? Он мне просто нож хотел продать. Андрей, пожалуйста, давай вы закройте свою точку? Это была плохая идея. Вера, подожди. Я хотел... Вера! А возьми икру. Устроишь себе романтик, полезется. Террица. РАДОСТНАЯ МУЗЫКА Ты... ты чего творишь? Ну, и я подумал, это искрение. Нет? Нет. Неловко. Просто ты сегодня выгнала Валю, а сейчас улыбнулась мне. Игнат, спасибо тебе большое, что ты с нами проводил столько времени. Я не хочу тебе давать ложные надежды. Наверное, тебе больше не стоит тут работать. Прости. Прости. Алло. Да. Да-да. Готовить на кухне своего кафе куда приятнее, чем на кухне квартиры. Здесь я вижу истинный результат своего труда. Улыбки на этих лицах, мгновенный отзыв о твоей работе, говорящий лучше любых слов. Пожалуй, в этом и есть мое призвание. Дарить эти невероятные эмоции и радовать людей каждый день. Этого мне еще не хватало. Коля, Коля. Коля, осторожно. Осторожно. Я приеду, как только разберусь здесь. Мне очень жаль. Но я уверена, что это не из-за нашего Эклера. Он сегодня больше нигде ничего не ел. Я на вас проверки натравлю. Я вас по судам затаскаю. Вашу забегаловку больше никто никогда ходить не будет. Наш юрист так и будет молчать. Юрист думает, как парировать. У нас прецедентов не было. Послушайте, он пробовал только Эклер. Я отвечаю за качество нашей продукции. И моя сестра тоже отвечает. Бери меня, кстати. Ну, лучше уж тогда юрист. Правильно. Привыкайте. Скоро только сами будете давиться своей стряпней. Вашу эту лавочку закроют. Если, конечно, не компенсируете нам наш ущерб. Триста тысяч. Надумайте, звоните. А хари у них не треснут? У тебя вообще нет никаких мыслей, чтобы отмазаться? Почему? Есть. Мы могли бы отправить Эклеры на экспертизу, но вы их отправили в другое место. Да, Мась. Нет, нет, ничего страшного. Пусть приболел немного. Нет, нет, ты что, мама расстроится. Ты что, 60 будет раз в жизни, а 37-2 убираю. Каждую осень. Ну все, давай, до завтра целую. Черт. Да, да, я погибел по обещению, да. Да. Скажите, а сколько ожидать вашего специалиста? В течение дня? Ладно, спасибо. Спасибо, жду. Прости меня, святая Валентина. Я вел себя, как дикая скотина. Клянусь, что так не поступлю я вновь. Исправит не могила, а любовь. Между прочим, Валя, я еще никому стихов не писал после перестройки. Для того, чтобы заслужить мое прощение, одних красивых слов недостаточно. Отношения – это работа, и нужно меняться в лучшую сторону. Не вопрос. Вот тебе алмаз, а я из него бриллиант. Говори, что делать? Ну ладно. Тебе надо сбрить усы. Хе, усы, скажешь тоже. А чем тебе мои усы не угодили? Они старше тебя. Имею уважение. Да у меня раздражение от них. Вот, и физическое, и моральное. Так есть же крема всякие. А зачем всякие, если есть крем для бритья и бритва? Мне уже надоело это все припудривать. Поймите, все эти суды, проверки, антиреклама, все это негативно на нас скажется. Проще откупиться. Триста тысяч тоже негативно скажется на нас. Но он не мог отравиться у нас. Ну не мог. Определенно, даже я с моей уязвимой пищеварительной системой ни разу у нас не отравился. Все равно надо ехать в больницу и пытаться снизить стоимость инцидента. Ладно. Забегу домой и поедем. Привет. Привет. Тебя что, Майя выдумала? Дед, я градусник разбил. И теперь жду службу этого, демиэркоризации, чтобы очистили все. А, ясно. Ты что, заболел? Нет, все нормально, дядя. Не обращай внима. Немножко. Я думаю, ты можешь у нас подождать. Давай, давай. Спасибо. Так, вот, держи. Чай. Кей. С медом. Поправляйся. Можно тебя дать? Да, все, я сейчас, да, вот еще, есть. Спасибо. Почему мы просто не дать ему чай и плед, пускай подождет под дверью? Андрюш, ну, человек болеет. Ну, потерпи пару часов. Слушайте, походу, у меня, может быть, на халате ртуть. Надо, наверное, его выбросить, а под ним у меня ничего нет. Ну, ничего. Андрей даст что-нибудь. Вера. Вера, спасибо, что тебя приучили. А если у вас градусник разобьется, вы ко мне тоже приходите. Да. Ну? Трусы не дам. Вера, а ты посмотри, будешь там мои завалялись где-то. Доча. Как ты думаешь, мне без усов пойдет? Пап, ты что, опять проспорил кому-то? Да Валентина просит сприть. У нее, видите ли, раздражение. Ага. Ну, может, и пойдет. А давай сбрием и проверим. Да ты что? Пирдек под деку. Ну и в рот. А ты как это? Это приложение. Я тебя лысым могу сделать или с пятном Горбачева. Доча, кажется, ты спасла мои усы. А, еще пару фотографий. Можешь исправить? Жмут мне твои шортики. Скажи спасибо, что хоть такие дали. Спасибо. А классика моя, я так вижу, тебе не жмет. Инас, здравствуйте. Я бы хотела с вами поговорить. Подождете. Я к Захарову. Могла бы и не говорить. Мы своих постоянных знаем. Простите, в каком смысле постоянных? Молодой человек, вы о врачебной тайне слышали? А, дело в том, что ее муж почти раз в месяц к нам приезжает с отравлением. Интересный факт. Благодарю. Психологический ход. Если показать бюджетникам деньги, они становятся разговорчивы. Вера Викторовна. Эти иноса с мужем аферисты. Специально травятся, чтобы деньги вымогать. Ты думаешь? Факты налицо. Как бы нам их разоблачить? Доктор, скажите, это точно не клеры? Да нет, они не могли так быстро вызвать реакцию. Он явно съел что-то до этого. Ну, Инесс, я не виноват, что у нас возле дома ларек шаурму. Жаль, там ларька с мозгами нет. Какая шаурма с твоим больным желудком? Зря только на эту кондитершу наехала. Ты что творишь? Ты что, все мои нормальные тачки проиграл, что ли? Ты их полгода собирал. Ну, извини, я первый раз играю. Прости, что лишил тебя виртуальной собственности. Значит, как только она выйдет, сразу действуй. Угу, извини. Да, Андрюша. Вер, этот больной идиот меня достал. Он проиграл все мои тачки. Я их полгода собирал. И ламбу, и 911-й. Андрей, я занята. Можете сами разобраться со своими машинками? Дети даю мы одних оставили, что ли? Пора. Вера Викторовна, я устал так низко поступать. Могли бы заплатить этим несчастным. Они-то отравились. Так, если ты не хочешь отстаивать мои интересы, ты уволен. Я найду другого юриста. А, вот и вы. А меня только что уволили из-за вашего случая. Вечно она отравит кого-то, потом не хочет платить. И часто у нее травятся? Перманентно. Хотите, я вам помогу из нее деньги выбить? Для меня теперь это вопрос принципа. Какие мысли? Они исключительно гениальные. Надо, чтобы еще кто-нибудь у нее отравился. Под угрозой коллективного иска она точно заплатит. Вы, случайно, не знаете, чем можно человека отравить? Понятия не имею. Я так и думал. Ну, ладно, это я возьму на себя. У меня есть знакомый микробиолог. Выпьем кофе, обсудим наши действия. Хорошо. Валя, вот видишь, для чего мне усы? Вот такое вот предательское, родимое пятно. Знаешь, как меня в детстве дразнили? Витька Зикхайль. Пирог-гитлерок. Пирогитлер. Даже в пионеры брать не хотели. Надо же. Бедненький. Усы, слава богу, густыми уродились. Мне эти заросли самому не нравятся. Зато позора не видно. Ну, хорошо. Если усы сбривать нельзя, придется мне как-то мое раздражение лечить. Запишусь на завтрак к дерматологу. Я тебя завтра отвезу. Она, конечно, прикинулась, что не знает, как травить людей, но, естественно, согласилась. Да, на что только люди не идут ради денег. Итак, наш с ней план, который на самом деле наш с вами план. Завтра утром я прихожу в кафе и устраиваю скандал по поводу своего увольнения. Гости увлечены зрелищем. Один из них бежит за вас вступаться. Забыл сказать. Это будет наш человек. Под покровом всеобщего хаоса объект начинает действовать. И думает, что все идет по плану. Но вуаля! У нас есть видео, как она что-то подливает в пирожное. Жулики разоблачены. Валентин, из тебя получил себе неплохой аферист. Как говорил наш декан, разница между юристом и аферистом лишь в том, что мы сначала учим законы, а потом идем в суд. Спасибо большое. До свидания. До свидания. До свидания. Вера Викторовна, выспитесь хорошо. Завтра важный день. И не опаздывайте. До свидания. Пока. Здрасте. Здрасте. Ну что? Почестили квартиру? Только надо ждать часов шесть, пока проветрится. Получается, что ночевать на улице, что ли, придется? Слушай, а я сильно вас потревожу, если переночу на диване в гостиной? Я боюсь, что это не очень удобно. Вера, все нормально? Да. Закрой, пожалуйста, дверь, а то сквозняк. Давай ты не будешь мне указывать, что делается. Пойдем, Вера. Ключи там остались. А Майя только завтра елит. 不好. Майя, ты greater ответительница. Майя. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Киперболуэт инженера Гарина вы читали? Знаете, чем там все закончилось? Ну не надо так переживать. Это совершенно безопасно. Хотите, я приглашу специалиста, и он вас осмотрит? Нет. Витя, ну не нужно так волноваться. Зовите. Салатный микс. Эй, эй, эй. Это моя кружка. Вообще-то изначально. Это моя кружка. Что хочу с ней, то и делаю. Да? А это моя одежда. Что хочу с ней, то и делаю. Ах! Знаешь, что ты бесишься, а? Здесь все мое. И телевизор, в который ты пялишься целыми днями, тоже мой. Валенька. Я должен тебе кое в чем признаться. Вот Антон Борисович, наш лазерный хирург. Здравствуйте. Ты самая лучшая, что было у меня в жизни. Здравствуйте. Очень приятно. Очень приятно. Милые дамы, может, обождете нас в коридоре. Осмотр – дело интимное. Ага. Можно узнать, что ты делаешь? Выкидываю Диме надо было. Нам чужого не надо. Своё купим. Дим, да что это такое вообще? Вы что, оба с ума сошли, что ли? А чего? Он мне одежду забрал. Андрей, пожалуйста, верни ему одежду. И оставь в покое этот телевизор. Оставлю. На помойке. Вер, я не виноват. Это я виновата. Я вообще виновата, что впустила тебя. И как это понимать? Ну, вот это я вообще никак не смогу объяснить. А её, этот, сожитель забрал мне одежду и сейчас вернётся, всё подтвердит. Отлично. А мне пора бежать. Нет уж. Зовите своего сожителя и вместе всё объясняйте. И вот, знаете, как вот… Увы, удаление небуса строго противопоказано. Возрастные изменения эпидермиса. Можем сделать только хуже. Жаль. Ну, а может быть, вы тогда мне пропишите какие-нибудь мазки от раздражения или маски? Да, конечно, конечно. Пройдёмте. Усач, Усача всегда поймёт. Доктор, спасибо. Большое спасибо. Я, наверное, пойду. Хозяйки нет и вся эта затея мне всё меньше нравится. А, потому что деньги не нужны. Сядьте. Стоим все без хозяйца. Слушай, мне нужно срочно с тобой поругаться. Мне больше делать нефиг, как я работаю. Отвлекись от работы своей бабской. Ой, упала. Так сейчас тоже упала, будет мне здесь. Капкейк — сто пятьдесят рублей. Что-то ещё? Интересный факт. За агрессивность самца отвечают мужские гормоны. Неудивительно, что Саше с тобой не понравилось. Когда девушку всё устраивает, она с другими не спит. Это интересный факт. Человек с IQ поварёнка априори не может знать интересных фактов. Если ты, конечно, понимаешь, что значит априори. Сынок. Эй, сейчас покажи поварёнку. Эй, мужики! А ну прекрати! Мужики, вот что? Я тебя сейчас Саша бросила. Потому что ты жмот и магнитин сыночек. Неправда. Я сам её оставил на время. Оля. Пока не станет ясно, что это мой ребёнок, а не твой. Какой ребёнок? Надеюсь, мой. Дегенераторов на земле и так хватает. Вера Викторовна, двести тысяч за слома у нас нормальная сумма. Одно радует, что у нас всё-таки никто не травился. Пока. Пока. Секрет успеха любого предприятия – это слаженная команда. Так, я займусь тестом, Даня кремом, Саша подготовит коробки и упакует пирожные, и папа сразу же их отвезёт. Ну, в реальности всё происходит не совсем так, как ты ожидаешь. Так я же предупреждал, что сегодня пораньше уйду. У друга день рождения. Сестра, давай сама, у меня ребёнок пинается. Доча, давай я завтра утром отвезу. Сегодня никак не могу. К врачу записываться, спину прихватил. Палыч, ты идёшь? Я уже Диню порезал, сериал начинается. И приходится всё делать самой. КОНЕ priorи. КОНЕР Здрасьте. Принимайте возврат. Здрасьте. А что это? Возврат. А почему возврат? Куда я знаю? Я курьер. Звоните вот в Бальзак Гурме и спрашивайте. Распишите. Приветик. Откольчики? Ага. Спешу напомнить, что копия всегда хуже оригинала. Ой, говорю. Подожди. Стой, 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 сынок, не капризничай. Сейчас купим тебе вкусняшку. Здравствуйте. Что у вас есть? А вот брауни, пожалуйста, очень вкусно. А? Фу, коричневая. А есть чизкейк. Фу, белая. Ну, тогда эклеры я не предлагаю. Они, фу, длинные. Хочу лимонад. Да, хорошо. Пожалуйста. Пойдем, Петра. Дай, дай. На, только не беги. Ну, да. С детками, конечно, те еще проблемки. Ага. Это ведь на всю жизнь. Кормить, воспитывать, передавать знания. Представляешь, какая ответственность? Стой, Алеша. Стой, стой. Ну, я, несмотря на все это, если окажусь отцом Сашиного ребенка, уже готов. Я изучил литературу, у меня финансовые планы, 20 лет. Конечно, от многого придется отказаться. От поездок, от развлечений, даже от мозгобитвы. Но все это не зря. Стать достойным отцом – вот истинное предназначение мужчины. Так что я должен потратить все свое время на ребенка? Ну, первые 5-10 лет точно. Нет, это вообще не мое. Ну, чем дольше ты тут, тем больше Саша на тебя рассчитывает. И что? Что ты думаешь, мне надо уволиться? И свалить? Решай сам. Ну, сей, побежала? Посмотри. Вер. Я купил кусок мраморной гавельны. Давай сегодня вечером уничтожим ее под бокальчик красного. Ой, давай. Андрей, я же просила избавиться от этой коляски. Прости. А, я, кажется, понял, ты меня к ней ревнуешь. Сегодня же вечером ее тут не будет. Знаешь, за что я люблю нашу работу? За то, что с утра можно вчерашний крем сожрать. Так. Вера, это что? Это вчерашняя партия клиров. Папа забыл отвезти. Валентина Николаевна, здравствуйте. А папа, случайно, не с вами? На рыбалку уехал. Спасибо большое. Так, поехали. До десяти полчаса должны успеть. Давай. Дай мне через час. Скоро будем. Папа, алло. Зоя, здравствуйте. Извините, вот эклеры. Здрасте. Папа вчера отвез эклеры перед тем, как свалить на рыбалку. А вы их что, за сорок минут переделали? Переделали? Ну, да. Мы их вернули. Калорийность ваших эклеров превышает норму. Какую норму? Норму, которую установила наша компания. Максимум пятьсот килокалорий. Мы проверили один из ваших эклеров. Пятьсот семь. Да это нереально рассчитать все до нескольких килокалорий. Саша, подожди. Да это нереально, рассчитать все до нескольких килокалорий. Слушайте, если для вас нереально, мы будем работать с другим кондитером. Нет, мне нужно поговорить с Денисом Алексеевичем. Его нет. Подождите. Стойте! Туда нельзя! Это какая-то ерунда. И вам, Вера, здравствуйте. Здравствуйте. Несправедливо было возвращать мою партию эклеров. Партию эклеров? Ну, звучит забавно. Я поступил в такую. Слушайте, ну я не слышал ни о каком возврате. Калорийность, Денис Алексеевич. Зоя, ну что за буквоедство, а? Опять из-за нескольких килокалорий вернули всю партию? Ну невозможно рассчитать колораж с такой точностью. Всегда в одном пирожном чуть больше, в другом чуть меньше. Ну не идиоты, нет? Понятно. Я точно передал ваши мысли? Да. За исключением идиотов. Ну потому что я же часто это слышу от наших поставщиков. Они часто бывают недовольны. Ну ничего. Потом как-то приспосабливаются. Ну или мы с ними перестаем сотрудничать. И что, есть те, которые приспособились? Перед вами муссовое пирожное одного из наших поставщиков. И машина. Называется калориметр. Прибор. Помещаем муссовое пирожное в калориметр. Сейчас машина все посчитает. И мы узнаем количество килокалорий. Вот видите, у профессионалов все возможно. Дайте время, я все переделаю. Вер. Всю партию? Да. Вы не успеете. Сколько вам нужно времени? Четыре часа. Три. Я могу дать ей четыре. Но если вам нужно, то я не стану спорить. Что ищешь, иждивенец? Верка сухарей к обеду не оставила? Нет, я кусок мраморной говядины покупал. Вы не видели? Нет. Ни мраморной, ни гранитной. Виктор Павлович, я хотел ее сегодня вечером Вере на ужин приготовить. Да там мясо-то было. Тьфу, даже мой фирменный маринад в уксусе не помог. На, сам попробуй. Это была премиальная говядина. Ладно. Вот тебе натурпродукт. В сметане пожарь, Верка пальчики оближет. Пойду на рынок. Еще куплю. Ладно. Не ной, симулянт. Схожу, куплю твою говядину. А ты что, на зверемашине своей уже больше не гоняешь? Нет. Вы не могли, кстати, ее в подвал спустить? Чтоб глаза не мозолило. Из-за какого-то куска мяса в раба превратили. Класс, Вера Викторовна, три часа. А что так много? Мы бы за час могли успеть. Ну все, хватит вурчать уже. Ты и я, Даня, в шесть рук успеем. Что? Сладкого переела. Ребенок пинается. Так, все, беги в комиссарскую, начинайте делать тесто, и я домой быстро кое-что захвачу. А ты что, такой счастливый стоишь? Людей раздражаешь. Вы секрет хранить умеете? Очень хорошо. Я их быстро забываю. Ликвидировал я Даниила, он уволился. И из кафе, и из Сашиной жизни. Устранил конкурента. Поздравляю. Приветик. Где Даня? А ты его больше не увидишь. Он уволился. То есть как это? Ну так. Можно сказать, сбежал. В смысле? Как теперь без него? Саша, ну есть же я. Что нужно сделать? Саша. Саша, с тобой все нормально? Да. Саша. Саша. Видел, как она расстроилась из-за Дани? Походу, люб он ей. А ты его слил, гаденыш. Значит, на него она рассчитывает больше, чем на меня? На какого-то булочника? Хотя он даже Комаровского не читал. Это вы тут гадаете, кто отец? А она страдает. Ей переживать нельзя. Заварил кашу, расхлебывай. Ладно. Раз он Саше так нужен, надо вернуть Даню. Даня почему-то уволился, телефон отключен. Так, зачем, почему потом? Задача усложнилась. У нас чуть меньше трех часов и чуть меньше трех людей. Вер, может, я могу помочь? Сумку возьми. Ну, как хотите. Скажите, пожалуйста, а мраморная говядина почем? Тысячу сто. Хороший вкус. Тысячу сто. А мраморной свинины или мраморной курицы нет? Ну, ты даешь, тет. Здравствуйте. Мне, пожалуйста, суповой набор. Сколько сто? Веста есть. Веста. А, вам сто пятьдесят. Спасибо. А мне за пятьсот не продадите, как инвалида? Дед, мне наглей я. Какой ты инвалид? Две руки и две ноги. Тогор есть? Нет. Должен ли? Прости, господи. Приветик. Так и знал, что застану тебя в ближайшей забегалке. Ты что здесь-то? Или ты мне уже так кажешься просто? Буду предельно краток. Я сделал сравнительный анализ, и он показал, что твоя кандидатура более подходящая на роль отца. В смысле? Не перебивай. Давай по пунктам. Да. Антропометрические данные. Ну, тут ты, конечно, безоговорочно уступаешь мне. Интеллект. Смешно даже стягаться. Смешно. Но ты моложе, у тебя есть мопед, и ты не живешь с мамой. Да. И ты забыл писать, что я испугался ответственности, уволился и забухал. Ну, во-первых, юридически ты еще не уволен. А во-вторых, это последний пункт. Саша любит тебя. А она тебе что, сама сказала так? Ну, будем так считать. Так что это я увольняюсь. Бумаги я уже подготовил, а ты не дури и возвращайся к Саше. Саши. Подожди, не уходи. Дай поговорим. Пожалуйста, я не знаю, что делать. Так, готово. Да, только мы одну коробку закончили. Спокойно, без паники. Мы приноровились, остальные две пойдут быстрее. Давай, вперед. Даже если мы успеем, на дорогу времени не хватит. А ты знаешь, что такое опоздать к Денису. Лучше сразу вздернуться. Саша, ты постановишь или хочешь что-то отдельное предложить? Тридцать эклеров у нас уже есть. Это как раз коробка. И что? Давай рискнем, как на экзамене. В смысле? Остальные две коробки возьмем из старой партии и будем надеяться на удачу. Ну, а что? Они только один эклер берут на экспертизу. Мы поставим коробки с топкой, верхнюю переделанную, откроем и скажем, вот, пожалуйста, мы все сделали, проверяйте. Алло. Андрей, ты можешь пару часиков в кафе побыть? Тысяча сто за кило браморной говядины. У меня же с ногами плохо. И чую, с сердцем скоро беда. Помру скоро. Так мраморной говядины и не попробовал. За пятьсот отдашь? Дед, если я тебе за пятьсот отдам, мне хозяин потом сам ноги сломает. Дочка у меня всю пенсию забирает. Нигде не работает и с хахалем своим на моей кровной живет. Дай ему, что он хочет. Спасибо. Еще что-нибудь надо, дедуль? За сюда. А? Да нет, спасибо. Держи. Ну, разве что ребрышек килограмма два. Полкило дай ему. Виктор Павлович, что случилось? Да. Все нормально. Может быть, я Вере позвоню? А, подожди, Вера – это дочка? Это, которая у него с хахалем со своим все эту пенсию отбирает, да? Ну, насчет пенсии я не знаю. Но Вера кажется такой хорошей женщиной. Она недавно ему машину новую купила. Люда, ну ты заткнись, наконец. О, дедуля. А ты не инвалид, значит? Да заставили меня. Дочкин хахаль. Сунул коляску и сказал, чтобы безбраморный говядины не возвращался. Бьет он меня. Как бьет? А с виду такой интеллигентный человек. Бьет он. Ну, я, пожалуй, поеду. То есть, пойду. Погоди. А если все-таки ты отец, да? Получается, ты свалил, я воспитываю твоего ребенка и хорошо. Ну, перевернем ситуацию. Ты свалил и оказался ребенком отца. Ну, в смысле, ну ты понял. Да, значит. Тоже согласись. Не комильфо. О, да. Потому что надо рассуждать трезво. И пока ситуация, она не прояснилась, мы оба отцы. Ей, мы два отца. Мы вместе будем заботиться о нашем ребенке. Дайте обниму. Фу, такие мрази еще и детей заводят. Я знаю монастырь, где бесплатно отпевают. Святые крестители, их четверо. По-моему, пятеро. Да, Виктор Павлович. Андрюш, у меня спину прихватило. Да вы что? Я тут недалеко. Где? На рынке. Можешь приехать? Да, сейчас буду. А вдруг они не из верхней коробки возьмут? Хочешь, я открою коробку, сама достану и утле, расскажу. Держите, Денис Александрович, проверяйте. Нет, так мрачи-то будет. Пусть сам открывает. Точнее, ты открой. Да, я говорить буду я, а ты молчи. Почему это? Ну, потому что он Алексеевич, хотя бы поэтому. Так. Ну, что ж, признаться, думал, что вы не успеете, новоцин. Так что за скорость хвалю. Но осталось, правда, выяснить, что с качеством. Да, пожалуйста, конечно, выбирайте. Зоя, выберите, пожалуйста, мне надо ответить. Аля. Ну, давайте посмотрим. В общем, ни одной минуты сна, бессонница. Кошмар какой-то. Вот он. Прям, давайте. Это он? Да, он. Он. Пойдем, а. Ну, прости. Вот выбирайте. так, ну, что у нас тут происходит? поздравляю вас. Партия принята. 90 пирожных за три часа. Буду иметь в виду. Я так и не поняла, как так получилось, что эклер из нижней коробки нормальным оказался. Может, когда они первый раз проверяли, они самые калорийные достали, а остальные у нас нормальные были. Ну, или некоторые. Здравствуйте. 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 Получается, нам тупо повезло. У Зои легкая рука. Да, Зоя. Да. Да, все справедливо. Всего доброго. Денис Алексеевич нас оштрафовал. За что? По договору мы должны были доставить партию до 10 утра, а доставили только сейчас. Да. Я чувствую, мы с ним свои булочки не расслабим. Так. Я ж на выручку вам шел. А вы знали, что меня бить будут. Андрюш, подонки заставили меня так сделать. А инвалидам вас тоже они заставили притворяться? Ну, вот тут я согласен. Виноват. Зато мясо у нас есть. Холодненькое. Приложи. Здрасте. А ты почему тут? И почему кафе закрыто? Вер, мне надо было отъехать. В смысле отъехать? Я же просила кафе не оставлять. Должны были ягоды доставить. Ты их встретил? Вер, я... Понятно. Вера. Саш, у нас тебе важное заявление. До момента, пока ребенок не родится, мы с Даниилом оба официально отцы. И оба на равных правах о те заботимся. Ясно, излагаю? Кридурок, ему ты это зачем рассказал? Знаете что, идите-ка вы оба нафиг. Ясно, излагаю? Это странно, обрадовался. Мраморная. Специально для тебя на рынок съездил. Ира. Собрать документы для открытия ИП достаточно просто. Подавать в суд надо обязательно. Хороший бухгалтер решит эту проблему. Валя Валентин, Вольский Валентин. Юрист и бухгалтер. Приветик, мои подписчики. Вы на Анубис ТВ и с вами я, Валентин Вольский, юрист и бухгалтер. Ну как тебе? Пока только промо записал, но по-моему, идея для YouTube-канала потрясающая. Сейчас блогинг это золотая жива. Саша, ты меня слушаешь вообще? А? Подожди, ты ничего не слышишь из тебя. Мне приходится по губам читать. Это очень заманчиво предложение. Но у нас уже есть постоянные партнеры, и я боюсь, что мы просто не потянем двух крупных заказчиков. Вера Викторовна, у нас есть инсайдерская информация, о каких условиях вы работаете с Драгункиным. То, что предлагаю вам я, гораздо выгоднее. Прочитайте договор еще раз. Обдумайте все как следует. Так, жду вашего звонка до вечера. До свидания. До свидания. Что? Что? Ну, еще спрашивайте. У нас уже есть постоянный партнер. Сколько раз он тебе должен оштрафовать, чтобы ты поняла, что мы не будем с ним работать. Ну, Денис, конечно, не подарок, но все-таки благодаря ему у нас все наладилось, и долги отдали, и машину взяли. Он нам что, просто так деньги давал? Мы работаем, как проклятые, ему все не так. Ну, руководитель отстаивает свои интересы бизнесу. А у нас есть руководитель, который будет отстаивать наши интересы. В бизнесе нужно быть Джосси. Ну, уж ты права. Конечно, права. Он скажи, Валя пусть едет и скажет, что мы с ним больше работать не будем. Нет. Принесли не будет, если я сама обо всем скажу. Саша, а давай ты у меня на канале сыграешь роль моей клиентки. Легенда такая. Тебя на пятом месяце беременности бросил муж, я тебе помогаю подать на алименты. Вера, а тебе этот начинающий блогер там точно не нужен? Ты куда? На физиотерапии. Андрей, прости меня. ты вчера была неправа. Мне папа все рассказал. Давай потом поговорим, я опознаю. Доча. Что? Бачок в сортире накрылся. Не смывает. Или делать надо, или будем к тебе в кафе ходить. Вызови слесаря. А чем я не слесарь? С бачком не справлюсь. Тогда делай сам. Ой! Господи, что? Ой, сам, наверное, не справлюсь. Бачок-то тяжелый. А мне-то не тридцать уже, и не сорок, и уже не пятьдесят. И даже... Папа, все понятно. Просто вызови слесаря. Да? Хорошо. О, мамуль, приветик. Хорошо, что ты пришла. Давай ты сыграешь роль моей клиентки. Сюжет такой. Пожилая женщина переживает, что ее будущая сноха при разводе будет претендовать на части ее жилплощади и приходит ко мне составить завещание. Валечка, скажи честно, ты все еще ее любишь? Кого? Мою несостоявшуюся сноху, Александру. Мам, вообще-то перед тобой новый, более опытный и мудрый Валентин. Новый Валентин знает, что любви нет. Все это химический процесс. Ты все еще хранишь кольцо, которое я купила для нее. Нашла в твоих вещах. Кофе будешь? А мне сказал, что сдал его в магазин. Да я хотел, но как-то не до этого было. Потом, чек потерялся. Завтра же сдам его в ламбар. Здравствуйте. А Денис Алексеевич здесь? А он дома сегодня. Что-то случилось? Зоя, здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела с ним срочно поговорить. Хорошо. Давайте я вас на завтра запишу. Нет, нет, погодите. Мне нужно сегодня. Сейчас. А что случилось? Что у вас за вопрос? Может быть, я помогу? Нет, я должна поговорить с ним лично. А можете дать его телефон? Все, что я могу, это записать вас на завтра. Нет, не надо. Всего хорошего. Володь. Рис, здесь специи. Вези, Денис Алексеевич ждет. Прямо сейчас. Хорошо. Побыстрее. Володя, здравствуйте. Подождите секунду, я только специи у Зои заберу и поедем. Здрасте, а вы... А я буду готовить для Дениса Алексеевича. А, я вспомнил. Вы-то сумасшедшая с кубиком Рубика. В смысле кондитер. Все уже здесь. Поехали. Поль, помоги лимонадник поднять. Я не понимаю, почему вообще ты этим занимаешься? Где этот... Даня, опять опаздывает? Всем привет. Чего ты опаздываешь? Да вот, зашел на рынок, купил ягоды. Это тебе и ребенку. Спасибо. На рынок он зашел. А ты сертификаты качества на эти ягоды спросил? Да нормально, ягоды. Неизвестно, чем их пичкали в октябре. Ты знаешь, что кристаллогидрат нитрата магния, проще говоря, селитра, которая ускоряет созревание клубники, может привести к патологиям у ребенка? А ты знаешь, что если у голодной беременной женщины отобрать клубнику, это может привести к удару в пах? Саша, я сам. Тебе нельзя сейчас. Вы извините, донесете сами, а то я опаздываю. Ну, хорошо. Во двор, прямо и направо. Тебе нельзя. Что вы тут делаете? Вы не только под колеса кидаёте, а еще в чужие дома близкие, что ли? Да я... я поговорить приехала. Причем? Продукты вот вам просили передать. Да я тебе высокую одежду дам. Так, Нинс, ну, давайте-ка вы вперед, а я вас догоню. Ладно? Давайте. Саша, у меня для тебя кое-что есть. Снимаем каблучки и надеваем удобные ортопедические сандалии. Я читал где-то, что даже с жеребых кобыл снимают подковы на время беременности. Чего? Ну, чего-чего, вредно тебе каблуки носить. И тебе, и ребенку. Субтитры сделал DimaTorzok Ты... ты дурак! Чуть-чуть... Чуть-чуть... Шесть и шесть. Верхняя граница нормы. Диабет очень распространенное явление у беременных. Будем мониторить уровень сахара каждый день. Сашка Ты что, заболела? Да Анализ показал, что у меня высокое содержание придурков на работе Залпать уже с заботой Да я твою болезнь в раз вылечу Давай сюда своих придурков Спустим их инициативность В нужное русло Бачок Верке отремонтируют Вам идиот Я хотела бы с вами поговорить Я вашу одежду в стирку бросил Слушайте, можете мне помочь, а? Почистите морковку, пожалуйста Я бы хотела поговорить, у меня не так много времени Послушайте Я предоставил вам свой душ Поделился одеждой Вашу даже постирал А вы что, не можете мне помочь? Приготовить плов? Пожалуйста Спасибо Здравствуйте Это муж на час Девушка У нас нет настоящего мужчины в доме Представляете Нужно, чтобы кто-нибудь приехал и отремонтировал нам бачок Адрес у... Александра, если мужчина обычно работает головой Это не значит, что он не умеет работать руками Ты порежу руками работы И а то мозоль надрешь Ты вообще иди тесто меси Тут настоящий мужчина нужен А, это типа ты настоящий мужчина? Типа я Тихо Вот Ремонтируйте Делайте оба Только сначала дела здесь закончите Морковку режьте покрупнее Иначе она быстро разорится Дайте я вам покажу Подождите Спасибо Вот-вот уже лучше Достаточно Теперь самое главное Вот Я всегда Добавляю в лох Немножечко куркумы Она придает рису Золотистый цвет А зира Особый аромат Смесь овощей, мяса и специй Называется резервак То есть это как бак Основа плова И вода должна покрывать рис Примерно на полтора сантиметра Ну что, ассистент Докрывайте Попробуйте Нет, не хочу Спасибо Ну, слушайте Я вообще-то Ваш кубик Грубик тоже пробовать не хотел Очень вкусно Наверное, уже мои вещи Готовы Что, поплавать решил, что ли? Проваливай отсюда Зефирный принц Настоящему мужчине Надо поработать Ну, не могу пропустить Как ты сейчас облажаешься Давай Послушай, мальчик Выбрав меня в качестве соперника Ты сделал большую глупость Александра моя женщина Да ладно А она в курсе? Я был в шаге от того Чтобы жениться на ней И сейчас могу сделать это В любой момент У меня даже кольцо есть Между прочим С бриллиантом В то время Как твой максимум Это корзинка с ягодами Чего сказал? Ты что сделал? Знаешь, сколько оно стоит? Хотя, кого я спрашиваю Ты до такого числа считать не умеешь Позьму Ты что, застрял, что ли? Нет, сейчас Застрял Денис Алексеевич Теперь мы можем поговорить? Я хотела учить Наши сотрудничества Нет, нет О делах не могу У меня принцип Выходной день для отдыха Вы раньше не могли рассказать мне О своих принципах? Я бы уже давно домой уехала В моем костюме пешком Заказала бы такси Тоже вряд ли У вас же телефон сломался Я бы позвонила с вашего А у меня принцип У меня дом тоже для отдыха У меня нет здесь телефона Вы серьезно? Зачем я вообще сюда приехал? Только время потерял Так это вы сами Я же вас не звал А еще вы знаете Основное правило плова Плов нужно есть в хорошем настроении Садитесь Садитесь, садитесь Так что Перестаньте злиться У вас же, наверное, гости Вы их не будете ждать? Не буду Вы хотите сказать, что я отсюда вообще никак не уеду? Через полчаса Водитель приедет И заберет вас И мусор Прекрасно Убери камеру Я на тебя в суд подам Статья 137-я УК РФ Нарушение неприкосновенности частной жизни Ой, да хорош Это же первое документальное Свидетельство того, как унитаз поедает человека Ой Ваня, смотри У нас уже 50 человек вас смотрит Так, поехали Итак Крупная осень унитаза белого обыкновенного Мертвой хваткой вцепилась в человеческого самца Хотя, может быть, и не самца Тут не очень понятно А вообще, унитазы нападают только на самых глупых представителей этого Придурки, что вы тут устроили? Тоже пришла поражать, да? Саша, забери у него телефон Чтобы он перестал снимать Я вас попросила бачок отремонтировать Что вы тут творите? А я-то что? Я жду, пока он села подгрызет и все Освободит бать Так, успокойтесь, Сёба Саша, уведи отсюда этого дебила Сказал человек, который застрял в унитазе Вы оба дебилы Саша, подожди, ну перегнули Саша Эй Вызовите спасателей Вера Викторовна Вы не против, если мы сначала заедем на вокзал, плов завезем? Это по пути Как скажете? А кому вы его отвозите? В социальную столовую Сегодня у бомжей будет шикарный ужин Он что, его для бездомных готовил? Да не только Я себе беру немного У меня дети очень плов любят Жена любит Такой плов, как у Алексеича Надо поискать Жалко, что он готовит его только Раз в год На свой день рождения У него что, сегодня день рождения? А почему никого не было? У него жена погибла несколько лет назад Перед самым днем рождения Вот он с тех пор не отмечает Только плов по привычке готовит Вера Викторовна, вы извините Но я вам этого не говорил Вообще ничего не говорил Просто молча ехали, музыку слушали Какая-то неправильная у этого унитаза конструкция Не должна была рука застревать Так его давно сконструировали Еще до того, как на свет Идиоты появляться начали Ты зачем вообще туда руку совал? Что ты там найти хотел? Это, которое я для тебя покупал Чтобы красиво меня бросить Привет, Вера Привет Как дела? Чай будешь? Можно даже что-нибудь покрепти Сумасшедший день Вер, ты Прости меня за сегодня Фел себя как подросток Просто Кто там еще? Вера Викторовна? Да Вам доставка Посмотри в глаза Я хочу сказать Не забуду тебя Я не буду рыдать Я хочу узнать На кого ты меня променял Но больше не знаю Распишите, пожалуйста Да-да До свидания Что привезли? А, да Телефон сломался сегодня Новый заказала Саш Давай поговорим Давай Что, без прямого эфира? Да хорош Не считай меня придурком Я вообще за эти пару дней Как-то Переосмыслил много И Повзрослел, что ли Да, точно С 10 до 12 лет Сегодня весь день Ведешь себя как ребенок Да потому что меня бесит Когда с тобой рядом Валя Я не буду рыдать Я хочу Сука Короче Я очень надеюсь Что этот ребенок Мой Но больше не звони Меня не зови Я забуду И все Что ты говорил Я вернусь И все Ой Валечка А у нас кажется Бачок потек Посмотри, пожалуйста Мама, я юрист А не сантехник Вызови слесаря Или Виктора Павловича своего попросим Алло, Виталий, добрый вечер Это Вера Пирогова Мы с вами сегодня с утра Разговаривали по поводу контракта Да, Вера Я узнал Ну что, вы с нами? Да Ну что ж, очень жаль Будем искать другого поставщика До свидания Всего хорошего Она отказалась Для тех, кто участвует первый раз Объясняю Каждый из вас Может выиграть звание лучшего кондитера И 200 тысяч рублей Сначала посетители ярмарки Голосуют за вас на нашем сайте Потом пять участников Набравших наибольшее количество голосов Выходит в финал И уже там профессиональные жюри Оценивает ваши десерты И выявляет победителей А во сколько завтра начало? В 10 Так что обустраивайте ваши стенды И еще Завтра нас обещало посетить заммэра По образованию и культуре Так что не ударим грязь лицом Перед важной гостью Выигрываем 200 тысяч Купим мне место на кладбище В пределах када Пап, пойдем стенд готовить Ярмарка — это настоящая тусовка кондитерского мира Возможность найти новых клиентов И познакомиться с коллегами Вот, например, Ульяна Она делает самые вкусные в городе Брауни Единственный их недостаток — это цифры, которые потом увидите на весах А Даша не просто прекрасная шоколадья в Подмосковье Но и борец с демографическим кризисом в стране После ее шоколадных конфет Ни одна девушка не может устоять А самые нежные и воздушные зефирки безе Делает Альберт Все-таки внешность обманчива А это Роза Человек, который тоже почему-то участвует Ох, Верочка, и вы здесь Лучший кондитер в Подмосковье? Упал уровень мероприятия А если уровень — это продавать заветренные пирожные с пожелтевшим кремом То ему уже и падать некуда Александра, а ты знаешь, что японские ученые выявили Пагубное влияние магнитного поля на ултбука Не только на будущую мать, но и на ее ребенка Передай японским ученым, что будущей матерью нужно купить коляску Сколько? Игнат за эти деньги свою машину продает Ну и что? Вот это она классная Она легкая, карбоновая Трансформируется как хочешь Ну, тебя же могут и не понять Ой, Саша Ты в очередной раз путаешь банальную жадность С экономностью, подкрепленной здравым смыслом Вычеркиваю вопрос коляски из списка своих проблем Валентин Вольский берет это на себя Ммм, очень вкусно А мы с женой уже за вас на сайте проголосовали С вас сто пятьдесят рублей Наслаждайтесь Спасибо Ну что? За нас голосуют или нет? Ничего не понимаю За нас только два человека проголосовало А остальные что, все врут, что им нравится Пойдем Я тебе покажу За кого они голосуют Скажите Доченька, можешь гордиться Тебя уже подделывают Вы не имеете права У нас зарегистрированный бренд Не понимаю о чем Вы у вас перо Гова У нас пера Гова Алло Теперь поняла Почему у нас два голоса Они в списке Раньше нас А публика путает И голосует за них Что это за хлам? Это коляска В которой ты будешь возить своего, а возможно нашего общего малыша Не буду Аргументируй Я аргументировать не буду Просто унеси это на мусорку Саша, не руби с плеча Это прекрасная, качественная И, что немаловажно Совершенно бесплатная коляска 1983 года выпуска А в том году плохого не делали Посмотри на меня Я вырос в этой коляске Оно и видно Мама до сих пор ее хранила на балконе Пользуйся Что это за хлам? Вот именно Мало того, что она старая Так она еще грязная и пыльная Не старая, а винтажная И тебе, как женщине, должно быть известно Что грамотный мейкап творит чудеса Она у меня сейчас блестели Увидеть Смотри, смотри, какую толку собрали Нам тоже надо кем-то народ завлекать Через тушке петь будешь? Или в пляс спустишься? Ты же на контрабайсе в детстве играл Я что, зря три года платил репетиторам? Угу О, наша Юлька-то с подружками Дню первокурсника какой-то танец готовит Вот пусть тут и станцуют Вот нашла Пойдем разбираться будем Юлечка Твоему деду нужна помощь ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот Прям снова стать ребенком захотелось Ой, пинается Вот видишь, ему нравится Да, по-моему, просто он пытается до тебя дотянуться, чтобы ударить Саша, я отойду Ненадолго по делам Согласно закону о плагиате Это называется паразитический маркетинг Вы не имеете права использовать наш бренд Послушайте, уважаемые Я прекрасно знаю закон Алло Ну мы на месте, а вы где? Подождите, у нас тут дебаты Скоро будем Ясно А чего вы нашу фамилию неправильно написали? Алло Алло Мне через 15 минут уже ехать надо У меня та же бровей Я у папы выпрысал, он пьяный был Так что давайте быстрее Ну подожди, давай их хотя бы дождемся Они сейчас придут Так а чего ждать-то? Давай начнем, пока они идут Соня, включай Давайте Я вообще не понимаю, о чем она говорит Да это она специально сделала, чтобы мои голоса оттянуть Да кому нужны ваши голоса? Так, тихо За мэра звонит Да, Оксана Юрьевна, слушаю Подъехали уже, да? Иду встречать Ну я вам все сказал А если кто-то чем-то недоволен Обращайтесь в ГАГский трибунал Пойдем У нас всего лишь полчаса Через час встреча с Максимом Юрьевичем О, а что это там? Пойдем посмотрим Пердых-бадых Это же они меня подставили Это же все из-за названия Да? А я ничего не хочу слушать Оксана Юрьевна сказала Убрать вашу Пирогову Извините Ну вот Помогла Юлька Ну да, не так, как я думал Но помогла же Не дай бог Она станцует И это в университете Можно поговорить с ней Готово? Мамулечки, принимай коляску Спасибо Она же, наверное, безумно дорогая Нормально, она детях не экономит Это что, коляска? Больше на офисное кресло, похоже Да? А это немецкая коляска Трансформер Прибыла с планеты Кибертрон Ее миссия Уничтожить это чудовище Понятно Спасибо Пожалуйста, прошу вас Наслаждайтесь Ну что, Верочка Да За нас проголосовал кто-нибудь Так Ну, мы уже на третьем месте До конца голосования осталось Полчаса Считай, что в финале Денис Алексеевич Добрый день Да, Вера Здравствуйте Знакомьтесь, это мой папа Виктор Павлович А это наш главный заказчик Денис Алексеевич А, вы тот самый кормилиц наш А А я Виктор Павлович Для вас можно просто дядя Витя Какими судьбами? А, вот гуляю Изучаю Тенденции развития конденсийского рынка Ищите нового поставщика Извините, наверное Не очень корректно так спрашивать Так, что у вас вкусного есть? Пожалуйста, панакотто Кексы О, давайте вот это клубничное Да, прошу вас Так, я пойду, пожалуй Всего доброго Было очень приятно познакомиться с вами Спасибо Не забудьте проголосовать Верочка Да А этот Денис Алексеевич Интересный мужик Может, сосматриваем его за нашу Сашку Пока у нее живот не сильно видит Папа, ну что ты еруну говоришь Радуетесь? Зря Первое место вам все равно не светит Да то вам оно светит Да Знаете почему? Потому что вовремя плачу за свет Кому надо Что такое, Верочка? Я огорчила вас Простите, пожалуйста, не хотела Хотя, если честно, то хотела Прекрасный галстук Верочка Да это не роза А в заднице заноза Вер, привет Привет Я пирожные привез Куда поставить? Классно вообще Она даже круче, чем та, которую я хотела Я все-таки настаиваю, что моя коляска лучше Во-первых, она гораздо А во-вторых, не гунди С какого боку она лучше? Моя коляска постоянно стоит для Мерседеса и Жигули Смотри КОЛИТРА 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 М-м-м... Валюш, беру свои слова назад. Твоя коляска лучше. Конечно, лучше. Она в отличие от твоей пластмасски, сделанной из стали. На века. А твоя развалится на неровной дороге. Она карбоновая. Из этого материала гоночные болиды делают. А из стали делают корабли, самолеты, поезда, рельсы, танки. По-моему, тебя из этой коляски в детстве выронили. И не раз. Вер, может, вы все не так поняли? Да что там можно было не так понять? Открытым текстом сказала. Заплатила за первое место. А вы как думаете, как она последние пять лет выигрывала? Ну, это так нельзя оставлять. Ну, надо что-то делать. А давайте ее тухлыми яйцами закидаем. Папа. У меня другая идея. Значит, план такой. Скупаем у нее десерты. Кладем их в свои фирменные коробки. А потом сдаем жюри под видом нашей продукции. И ждем, пока ее объявят победителем. А после тухлыми яйцами закидаем. Я настаиваю. Папа, это лишнее. Может, ты и прав? Достаточно просто поднять скандал. Да это супер идея. Мне нравится. Вот. Ты что, правда, считаешь, что Саша будет бегать с ребенка в коляске? Да еще и по такой дороге. Ну, а вдруг? Может, дождь пойдет, и она будет домой торопиться. Или собаки за ней погонятся. А, точно. И она от них с коляской убежит. С твоей не убежит, а с моей легко. Давай проверим на перегонки. Давай. Раз, два, три. Побежать! Немецкие коляски для немецких дорог. Я не знаю, как в Германии, но у нас точно две проблемы. Дороги и... Ну, ты понял. Дамы и господа, наше компетентное жюри оценило представленные образцы и звание лучшего кондитера и чек на 200 тысяч рублей получает победитель Пирогова Дьера Брэд Пирогова. Это вклад в фонд развития кондитерского искусства в Москве. Роза Максимовна, ваши 100 тысяч. Извините, но в этот раз все будет по-честному. Не поняла. Нормально же ты нас развела. Девочки, да я вообще не знаю, как это вышло. Да ты дура-то, не прикидывайся. Ты же сама подговорила нас подложить десерты. Так, девочки, прекратите. Я ничего не говорила. Мы требуем пересмотреть решение. Все равно не было смысла тратить такие деньги в ищи. Через полгода ребенок из этой коляски вырастет. Здравия желаю, молодые люди. Лейтенант Баранов. Тут в районе такую же коляску украли. Да вы что? И что, нашу доблестную полицию заставляют заниматься такими мелочами, как поиск коляски? Да эта коляска какой-то шишки сверху. Ну, жены его. Точнее, ребенка. Ну, понятно. Так они все одинаковые, как вы определите. А там под матрасиком документы были. Свидетельство о рождении, полис снился. Позвольте, я посмотрю. Ребенок спит, сейчас разбудите. Извините, там баран. Ребенок? Ну, я аккуратнее. Хорошо. Валим. Стоять! А я не понимаю, как я могла выиграть. Это точно какая-то ошибка? Только ты, сестра, могла пролететь на 200 тысяч и назвать это словом ошибка. Где вы были? Где коляски? Этот придурок украл коляску, а не купил. А это грех. Еще и уголовно наказуемый. Марина, мы требуем пересмотреть решение. Таким грандиозным скандалом завершилась подмосковная кондитерская ярмарка в этом году. Организаторами было принято решение аннулировать результаты. Спасибо большое. С вами был Максим Лебедев. Всего доброго. До завтра. Привет. Привет. Думал, как тебя подбозрить. Решил курицу пожрать. Правда, она немного погорела. Но ничего. Зато у меня есть прекрасный соус, который отлично сбалансирует вкус. Ты, конечно, идиот. Додумался тоже коляску спереть. Ой. Ты видела ту тачку, на которой эта тетка приехала к поликлинике? Она себе эти коляски может покупать каждый день. Это значит, что можно у нее красть? А нельзя было просто купить коляску подешевле? Нет, нельзя. Почему у моего ребенка должна быть коляской подешевле? Он чем-то хуже других. В современной кофейне обычно предлагают нам новомодные чизкейки, маффины и муссы с семенами чия. Но все мы выросли на сладостях, созданных советской кондитерской мыслью. И о тех десертах мы храним самые теплые воспоминания. А трубочки точно как раньше? Да. А в середине крем есть? Есть, конечно. Раньше в середине крем не клали, только по концам. Не умеете вы экономить, молодежь. Но от советского прошлого нам достались не только любимые рецепты, но и страх перед проверяющими в погонах, которые могут одним розчерком пера испортить тебе жизнь. Верейка Константина Иванович, инспектор по пожарному надзору. Могу я видеть Веру Викторовну? И от этого страха пора избавляться. Внеплановая проверка по пожарной безопасности. Здравствуйте. У нас кафе новое. Ремонт сделан в соответствии со всеми нормами. Так что, можно сказать, у нас в этом плане все идеально. Ну, идеальное может стать неидеальным. И наоборот, серьезное нарушение может быть лишь незначительной оплошностью. Вы на что-то намекаете? Может быть. Но если вы сомневаетесь, намекните мне сами. Не понимаю, о чем вы. Хотите проверять? Проверяйте. Вера Викторовна, Вера Викторовна. Вам все уже сказали. Делайте свою работу. Ну, так вот. У вас выявлено шесть грубейших нарушений. Даю вам временное исправление. До завтра. Это же нереально. День займет только розетки перенести. А нам еще эти пожарные извещатели нового образца устанавливать. Ну, так я же к вам не в восемь утра приеду. Буду вас удивить. Не буду скучать. Ты главное, когда будешь скучать, не забывай закусывать. Послушайте, Константин. У вас был тяжелый день. Я погорячилась. Давайте поговорим. Вера Викторовна, я, к сожалению, не понимаю, о чем вы говорите. Я сделал свою работу. До свидания. Дима, здравствуй. Слушай, я просто не ожидал. Ну, что ты рассказывай, как делишечки, как... Да норм... Подожди, подожди, подожди. Сейчас я двигаю. Что тебе от меня надо, а? Не названивай мне. Чего? Да что, что? Развожусь. Плавали, знаем. Ну, ты, это, держись. Я знаю. В нашем положении, главное, сильно не бухать. Ну, а если бухать, то у него одного? Не понял. Какие предложения? Ну, виски. У меня. Пойдем, конечно. Мы сколько не виделись. Дима, ну. Валыч, а ты чего? В пенсии уже всю прогулял. Макулатуру идешь давать? Да, Верка балкон разобрать заставила. А тут такие раритеты. Вся наука и жизнь за 80-е. Интересная у тебя наука. Ты слюнями-то не запачкай. Ого! Вот это да. Я так и знал, Вима, что ты голых женщин никогда не видел. Здравствуйте. И вам не хворать. Спасибо. Да это же она. Кто? Людка. Одно лицо. Да ты чего? Простая советская женщина во французском журнале. Да не муж дипломатом был. Руку дай на течение-то она. Да нафиг мне нужна твоя рука. А вот на тыщенку давай поспорим. Надо к ней напрямую подойти и спросить. Она это или не она? А тебе по щену давно не давали. Надо тут быть деликатнее. На оторванной половине должно быть имя. И мне кажется, я знаю, где недостающий элемент. проводку купили. На новый огнетушитель и денег нет. Эта карта взяла? Точно. А плачу бизнес-кредиткой. Да. Взяла. Тетка, проверька. Ты в следующий раз меня обери. Я такие дела с дядьками на раз-два решаю. Пуговичка расстегнула, улыбнулась и рассказала, как протекает беременность. Паркуйся. Это Марат. Кто? Бандит, которому я торт делала. Я очень сожалею, что мне не удалось попробовать ваш торт. Но я думаю, в следующий раз. Не смотри, Мула. Поехали быстрее. Здравствуйте, Вера. Вы куда поехали? Я вам машу, машу. Не узнали? Ну да. Я похорошел. После той истории с жучком и ментами мне пришлось на время покинуть нашу любимую родину. Вы скрывались? Путешествовал. Угу. Кстати, в том вынужденном путешествии я встретил женщину, которая стала моей женой. Поздравляю. Так что, Вера, получается, что вы наша сводница. А я вас дал женик. Кстати, а как ваш вкусный бизнес поживает? Может, помощь нужна? Нет-нет. Нужна. А то нас завтра могут закрыть. Кто? Да нет. У нас там небольшие проблемы с пожарной безопасностью. Нет, с ней у нас все нормально. Нам проверяющий гнилой попался. Он на ровном месте тысячу нарушений придумал. Взятку хотел. Не беспокойтесь. Считайте, что ваши проблемы уже решены. Я очень рад вас видеть. Всего доброго. До свидания. Какой приятный мужчина. Он на космосе из бригады похож. Я в детстве мечтала за него замуж выйти. Сирена. Дель-люкс. Витюша. Уже уходишь? Да, но у Ефима опять этот бронхит обострился. Вот варенье ему несу. Извини, дорогая. Пора. Там точно есть десять сантиметров до потолка? Да, точно. Да нафига ты так заморачиваешься, систр? Уже почти одиннадцать, он до сих пор не пришел. Значит, Марат все разрулил. Я считаю, что просить помощи у бандита все равно, что беседовать с представителем племени Пираха о будущем. Если вы не поняли мою метафору, дам подсказку. В языке племени Пираха отсутствует будущее время. То есть я имел в виду, что это... Замолчи ты уже. Вот так, хорошо? Идеально. Это я вам говорю как инспектор по пожарному надзору. Мне нужна Вера Викторовна. Это я. Можно вас на минутку? Подпишите здесь, пожалуйста. Ничего не обнаружено? А вы что, даже не будете ничего осматривать? Да что тут осматривать? У вас все нормально. А вы здесь? А, извините, а вы не видели Константина, который к вам вчера заходил? Нет. Его еще сегодня не было. Что случилось? Да нет, все нормально. Просто его мэр здесь стоит, а Костя на связь не уходит со вчерашнего дня. Ну да ладно. Найдется. Всего доброго. До свидания. Мне одному кажется, что ваш Марат имеет какое-то отношение к этому исчезновению. Ну что, боится, клемался? Держи. Ого! Тьфу! Блин! Хрима! Вот это мне все раз с тобой дали. Ага. О! Подожди. Нифига себе. А кто мне так табло-то разворотил? А? Ты что, не помнишь? У тебя точно бухло в машине есть? Пойдем, пойдем. Ага. Хорошо. Тогда пошли. Закрой. Ой! Тихо-тихо, тихо-тихо. О, больно? Очень. Развод это всегда больно. Дружище, ну, сорян, я случайно. Вер, иди сюда. Смотри, это его папка? Да. Ребята, идите сюда. Теперь вы, надеюсь, поняли метафору про пьями пираха? Ты что думаешь? Они его... Давайте покинем потенциальное место преступления, чтобы не затоптать следы. Более прав. Это к чаю. Сирена Делюкс. Не самое советское имя. Не она это точно тебе говорил. Это псевдоним. Да ты на пюс глянь. Видишь, какие арбузы солидные? Так, может, подрисовали. Не было тогда таких технологий. Так, значит, с годами уменьшилось, бывает? Мозги у тебя с годами уменьшились. Вот это видишь? Что это? Ну, родинка. Вот именно. А родинки с годами не уменьшаются. Ладно. Пошел я. Куда ты собрался? Выиграть у тебя поскорее тысячонку. Людмила, я смотрю на вас и радуюсь. Вы в такой отличной форме. Вы хотели бы со мной в бассейн сходить? Там ни одному скучно. Да я с удовольствием, Виктор Павлович. Только вот спина пожалевает. А чего же вы раньше молчали? Я же мануалист. 20 лет массажистом был в сборной Москвы по гандболу. Я вам спину за один сеанс выправлю. Пойдемте. Прямо сейчас? С этим не шутят. Нет, в полицию звонить, конечно, надо. Но мы же вроде как соучастники. Нет, надо звонить ребятам полицейским, которые тогда следили за Маратом. Я думаю, что вот они как раз помогут. Должны помочь. Алло. Здравствуйте. Это Вера Пирогова. Вы меня помните? Пирогова. А, да, у которой кафе. Вы нас тогда еще подставили с жучком. А, да, да, это я. Я как раз звоню вам по поводу Марата Давидовича. Вы знаете, мне кажется, что он похитил человека. Вы уверены? Да, кажется, да. Хорошо, мы скоро подъедем к вам в кафе. Благодарю вас. Всего доброго. Да. Алло, Марат Давидович. Мне сейчас Вера Пирогова звонила. Говорит, вы человека похитили. Людмила, кофточку надо снять. Ткань блокирует энергию пальцев. Ефим Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, как вы, лучше? Лучше. Температура есть? Вроде и не было. Мне Виктор рассказал про ваш бронхит. Я вот вам бульончик куриный сварила. И шиповник очень помогает. Спасибо. Ну, выздоравливайте. Да, спасибо. Подождите. А вы куда, к Виктору? Так а его нету. Он в аптеке пошел за лекарствами. А вы его у меня подождите. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что? Что там? Слишком запущенный случай. Надо тибетский массаж делать. Через живот. По-другому до нужных точек не добраться. Ладно. Ой. Вот. Закройте глаза. И полностью расслабьтесь. Ну, а сейчас самый ответственный момент. Наберите полную грудь воздуха. Сконцентрируйтесь на пупке. Оп. Все. Вы исцелены. Парагин. Да. А если боль вернется, то обращайтесь к врачу. Слушай, Дима, а у тебя где кофе, а? Не знаю, наверное, закончился. Бак на венца. Нет, ты че. Я все. Я только кофе. Там внизу кафеху есть, если тебе так надо. Я туда не пойду. Они мне в чашку плюнут. Я их вчера так закошмарил, даже закрыть обещал. Серьезно? Вообще-то, эта кондитерская моя бывшая. Ну, ладно. Дима, одно твое слово, и этой кондитерской больше нет. Не-не-не, не надо. Надо, чтобы прошла проверку. У нас нормальные отношения. У нас дочь общая. Я тебя понял. Дай-ка себе. Пимочка, я ее разделу два хода. Кого это ты, Витенька, раздел? Я это для Фимы. Не для себя. Виктор Павлович, я у вас ключи, кажется, забыла. Здрасте. Здрасте. Валя! Валя! Там кто-то пришел. Вера, секунду, подожди. Я почти закончил. Вы уже мне плохо. Ну, что ты, Вера? Эй, мужик. Ты чего? Я не уволю. Поднимите его. Что ж там? А? Очнись. Вара Давидович, умоляю вас, пожалуйста, отпустите его. Не надо его больше бить. Пожалуйста. Никто его не бьет. Я тебя бил. Я тебя бил. Вера, Вит, вы прошли проверку. Пожалуйста, не трогайте его больше. Отпустите его. Не надо его бить. Его никто не бил. Мы зашли, он здесь лежит на полу. Пьяный бедолага. Кто бедолага? Вера, можете мне объяснить, что происходит? В смысле? Я решил вам помочь. Направил к вам лояльного инспектора. А через полчаса мне звонят из полиции. Говорят, будто бы вы сказали, что я человека похитил. То есть они что, вам позвонили? Да. Теперь они на меня работают. Так, может, объясните, что происходит? Я просто думала, что вы его похитили. Меня? Ну-ка, быстро вышли. Быстро, я сказал. И его отпустите. Я не шучу. Андрей. От всего коллектива и Папирогова позвольте принести вам наши извинения за это вопиющее недопонимание. И заберите, что... О, Орешки. Правда, Марат Давидович, простите меня. Извините. Главное, Вера, все обошлось без шурупа прикладства. Всего доброго. А у вас симпатичное помещение. Всего доброго. До свидания. До свидания. Да, это мы еще легко отделались. Спасибо, что защитил меня. Шуруповертом ты выглядел очень убедительно. Что? Что? Выгнала. Даже слушать не стала. Гони бабки. Хоть какая-то радость за сегодня. Ну как же так? Ну вот, ведь одно лицо. Точно она. Да вообще ничего общего нет. Я тебе сразу сказал. Родинка. С мородинкой оказалась. А ну дай. Может ты своими когтями вместе с бумагой соскреб. Сирена. Сирена. Сирена Делюкс. Питал. Запаниковала. Точно она. Да просто она голоса твоего противного испугалась. Вот это уже нечестно. Гони ты еще. А сейчас. Шнурки отутюжу и выдам сразу. Ну чего, как девичник? Стрепетер красивый были? Джима. Ну а чего, скоро наша свадьба? И больше ты мужских кубиков на животе не увидишь. Имей ввиду. Ладно, все, я побежала. Здравствуйте. Я ваша тетя. Я вернулся. Иногда мне кажется, что работа кондитера объединяет в себе много других профессий. Шприц. Не переживайте. У вас прекрасная свадьба. Отличный ресторан. И я вам приготовлю самый лучший торт. У вас будет отличная свадьба. Правда? Да. Спасибо. Вы лучше, чем мой психолог. Дай крестовую отвертку. Слушай, может, лучше мастера вызовем? Если бы я каждый раз вызвала мастера, я бы свой кафе вообще никогда не открыла. Кем я только не побывала, но тайным агентом стала впервые. Доброе утро, Верлихтна. Давайте внутри поговорим. Денис Алексеевич, я не понимаю, а почему такая секретность? Да и срочность. Сейчас расскажем. Только вот сначала ознакомьтесь и подпишите. Что это? Договор. А не разглашение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Валенька, ну, не изменял я тебе, клянусь, всеми своими пенсионными льготами. На коленях, умоляю, поверь. Хоть на уши встань. Видеть тебя не хочу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я так понимаю, на фронте извинений вы потерпели фиаско? Слушай, спортсмен, может, подсобишь разрушить эту глухую оборону? Моя мама кремень. Так что скажу вам прямо, это самая нерациональная трата времени, но после игры в дурака. Да для меня вообще слова нет не существует. Я однажды после концерта Эдита Пьехи чуть вентурист в ее номер не поднялся. Сам справлюсь. Ну, раз уж вы так решительно настроены, то я думаю, все-таки необходимо вам помочь. Ради счастья моей мамы. Правильно, Валюха. С таким союзником мы быстро эту гору покорим. А пока передайте. Спасибо. Ее любимая. Конечно. Вы пока идите, а я придумаю план и вам сообщу. На вечер ничего не планируете. Хорошо. Хорошо. Здрасте. Здрасте. Валентин, гнал бы ты этого усача. Мне тут пьющий сосед ни к чему. Пьющий это не главное его достоинство. Он вообще моей маме не ровня, поэтому я и хочу ему помочь. А что это ты сейчас руками делал? Обозначал знаки припинания. Ну и свои приоритеты. Сарказм. Ну да, ты у нас вообще всегда головастый был. Благодарю. Вы тоже. Возьмите. Спасибо. Можете выклинуть в мусоропроводку и обрезгнуть и прикасаться? В одном из моих ресторанов состоится свадьба. Жених и невеста хотят торт со своими фигурками. Без проблем. Мы делаем фигурки любой сложности. А то очень хорошо. Потому что эти фигурки очень важные фигуры. Да ладно. Нагиев женится на... Вера Викторовна, когда речь идет о больших тайнах, даже у стен появляются уши. Ну да. Просто как-то неожиданно. Ну так именно поэтому свадьбы держатся в строжайшем секрете. Да. Чтобы не было всей этой прессы, скандалов. Да, да. Я понимаю, понимаю, понимаю. Все. Вы не волнуйтесь, я никому никогда. Еще бы. Вы же договор подписали. Вера, все нормально? А то ты так рано вскочила. Да. Я по работе. А вы познакомьтесь. Это Денис Алексеевич. Наш основной заказчик. Наслышан. Да. А это Андрей. Мой. А у вас Андрей? Да, да. Ну понятно. Мы тут обсуждаем конфиденциальный заказ. Понял. Ну, не буду мешать. Да. Увидимся дома. Не переживайте. Я сегодня же приступлю к выполнению заказа. Все-таки удивительно. Мне кажется, они вообще друг другу не подходят. Ну, так бывает в жизни. Пойду я. Мне, конечно, план твой нравится. Но ты уверен, что если я буду сидеть тут и петь, то мы с твоей мамой быстро помиримся. Раньше мы частенько из-за этого ругались. Сейчас все совсем по-другому. Есть очень важный элемент. Какой? Я. Виктор Павлович, а что вы здесь делаете? Мне кажется, утром мы все выяснили. Мам, перестань. Виктор Павлович мой друг. Он пришел ко мне. Вся эта история с Сашей и проигранный финал мозгобитвы. Высокое атмосферное давление. Видя мое депрессивное состояние, Виктор Павлович не мог не зайти поддержать меня. Конечно. Все-таки не чужие люди. Ну, ладно, сидите. Валечка, только закусывай. Только закусывать. Непременно, мамуль. Подтаяло вроде. Да ты башка, Валюха. Известная мудрость. Хочешь подружиться с женщиной, подружись с ее ребенком. Конфуций. Нет, не думаю, что он таким занимался. Хорошо, пошла. Я же просила не входить. Да я просто сообщить, что я домой. Даня, не входить, это значит под любым предлогом не входить. Пока. Понял. Иди давай. И Сашу с собой забери. Сестра, давай тут постою, посмотрю, чтобы никто не врывался. Саша, я договор подписала. Знаешь, сколько стоит тут твое, посмотрю. Давай. Ты же все равно завтра будешь весь день с этим тортом возиться. Я случайно увижу. Лучше сейчас покажи. Саша, а ты права. Вот, чтобы завтра никто его случайно не увидел, а завтра кафе будет закрыто. Всем объявляется выходной. Пока. Сестра называется. Я, между прочим, тебе все рассказывала. Как я с химиком в девятом классе целовалась, как я в десятом классе. Лучше бы ты не рассказывала. Пока. Мне полную, как там у вас говорится, до краев. Тебе, наверное, хватит. Не, не, мне нормально. Просто надо маслиться. Чуть-чуть алкоголь нейтрализовывать. ты что, мне ребенка напоил? Валя, я не виноват. Мы чуть-чуть выпили. Да для тебя и цистерна чуть-чуть. Лучше бы чем-нибудь хорошему его научил. Валя, да научу я его правильно пить. Не переживай. Мамуля, я тебя люблю. Ну-ка, выметайся отсюда, и чтобы я тебя рядом с Валечкой и рядом с нашим домом больше не видела. Прости, Валентин. Я душу ему хотел излечить, но только в дозах лекарства ошибся. А где Виктор Палыч? Забудь о нем. Ноги его здесь больше не будет. То есть, чисто гипотетически, без ног он мог бы здесь появиться. Ой, я, наверное, спать. Иди, сынок, иди, иди. Девушка, вам помочь? Нет, спасибо большое. Что, что, что? Подождите. Тихо, тихо, тихо. Может, скорую? Держитесь. Есть водичка? Да, да, конечно. Пойдемте. Осторожно. Осторожно. Пожалуйста, садитесь. Садитесь. Осторожно. Может быть, все-таки скорая? Не, не надо. Я мужу лучше позвоню, он меня заберет. В лобе. Вы не видели мой телефон? Телефон? Нет, не видела. Держите. Наверное, обронила его. Надо пойти взять. Не, 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 вы что? Вам нельзя. Сидите, пейте, дышите. Я сейчас поищу. Ну, и дали же мы вчера. Я до сих пор немного пьяный. У вас водички нет? Нет. Дали вчера. Кто дал, а кто просто понюхал. Ты бы предупредил, что пить вообще не умеешь. Ну, откуда же мне было знать? Я не привык пить с профессионалами. Так, мне отлучиться надо. Газон полить. Опять? Неприлично. Человеку в моем возрасте такие вопросы задавать. Тут стоять нельзя. Если что, вперед проедь. что-то нигде нет вашего телефона. Ну-ка, отдай. Отдай. Ах, ты тут. Ах, ты тут. Ах, ты куда? Пусть сюда, Паша. Ну-ка, стой. Ты пиздец, идиотка. Отдай телефон. Отдай. Стой. Ну-ка. Да я тебе сказала телефон. Добрый день, уважаемый. Знаки не замечаем? А кто интересуется? Вы разве не обязаны представиться? Умной все стали. Капитан Поляков, а ты не обязан соблюдать правила дорожного движения? Документы. Сейчас будем штрафы писать. Ну, во-первых, не ты, а вы. А во-вторых, я сейчас знак аварийной остановки поставлю, и ничего он мне не выпишет. Чего так перегаром пахнет? Мы употребляли. Ноль промилле. Давай еще разок, а? Контроль. Хоть миллион раз я чист, как слеза младенца. По мне эти приборы можно калибровать. И снова ноль. Можете считать, это постоянное вольское. Гражданин начальник, простите паренька, это он по ошибке из моего термоса кофе отхлебнул с коньяком. Хлебнул, говорите? Ага. А у меня два раза по нулям. Да? Или тестер барахлит. Простите, гражданин начальник, зрение барахлит. Я перепутал. Это другой баренек. У нас еще один есть парнишка. Штраф за неправильную парковку. Доброго пути. Спасибо. Садитесь за руль. Да я ни в чем не виновата. Я могу объяснить, почему я отбирала у нее телефон. Все-таки вы отбирали телефон беременной. Да дело не в этом. Да она вообще не беременная. Вы расстегните у нее пальто. У нее же там... Так, гражданка, успокойтесь. В отделении разберемся. Проедемте с нами. Нам нужно будет заявление от вас. Ну, знаете, она меня в живот так ударила. Мне нужно на УЗИ вдруг что-то с малышом случилось. Хорошо, вы свободны. Держите телефон. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Вы куда? Вы и так задержаны. Без заявления. За хулиганство. Да какое хулиганство? Вы что? Я кондитер. У нее в телефоне фотографии торта, который никто не должен видеть. Интересно посмотреть, что это за торт такой, который никто не должен видеть. Да он у меня там, в кондитерской. Ну, я не могу вам его показать. У меня есть пирожные. Вкусные. Очень много. Вы еще и взятку предлагаете пирожными. Нехорошо пирожными. У меня не с собой денег. Но у вас есть законное право на один звонок. Может быть, кто-нибудь поспособствует вашему освобождению? Сам недоумеваю. Абсолютный ноль. При том, что вчера столько выпил. Молодой организм. Хороший метаболизм. Слышь ты, организм. А может, ты вчера не пил? Каким-то образом. Вы же видели, какой я вчера был пьяный? Как меня потом тошнило, как мама ругалась. Надо же. Как все хорошо помнишь. Да ни хрена ты вчера не пил, подлюка. Не понимаю, о чем вы, Виктор Павлович? Да о том, Валек. Что, сволочь ты, последняя. И ты сам это прекрасно понимаешь. А ну, тормози. А почему это я больше? Ты! А ну, вылазь из машины! Виктор Павлович, вы все неправильно интерпретируете. Я тебе сейчас наинтерпретирую. А ну, вылазь из машины! Не позорь этот руль! Это еще кто кого-то позорит? Да, да, я против вашей рташины своей мамы. Денис Алексеевич, спасибо, что вы заболели меня. Я вам обязательно все верну. Да бросьте. Это я сам виноват. Надо было нанять вам охрану на время этого заказа. Вера. Вера Торг прекрасен. К сожалению, вы не первые, кто оценивает его. Ну, что имеем, то имеем. Я сам извинюсь перед Нагиевым. Он узнает от меня, чем из новостей. А может, и я с вами поеду? В конце концов, это я виновата во всем. Нет, Вера, я сам. Нет, я настаиваю, пожалуйста, возьмите меня с собой. Доктор, ну как он? Ему, конечно, досталось. Но он крепкий. Все будет хорошо. Это я виноват. Если бы я ему не соврал. Не вини себя, сынок. Да, да, я против ваших отношений с моей мамулей. Потому что вы... Вы что, охренели совсем? Вообще-то, это вы превысили скорость. Еще имеете наглость нас оскорблять. Идиот, что ли, совсем? Я сейчас покажу, кто идиот. Предупреждаю, я занимался каратэ. Не трожь парня! Доктор, скажите, а можно его увидеть? Вообще-то, его можно даже забрать. Правда? Витенька, ну как ты? Кости целы. Тихо-тихо. Пирогова просто так не сломаешь. Спасибо тебе, что заступился за Валечку. Это было необязательно. У меня хорошая реакция. Ой, прости. Да брось ты, Валечка. Твой сын. Мой сын. Дим, можно к тебе? Дэн, давай только быстро. У меня скоро в кадр. Слушай, у нас ЧП с твоим свадебным тортом. Дмитрий Владимирович, здравствуйте. Это Вера Пирогова, кондитер. Так получилось, что ваш торт сфотографировала журналистка. Ну что ж, хреново, Вера Пирогова. Эта журналистка пришла меня шантажировать. Пришлось откупиться. Да, извините, я... Простите, ради бога, я виновата. Я готова возместить. Мы все возместим, Дим. Не, я в этом плане за классику. Не надо мне ничего возмещать. Тем более вместе. Здрасте. Да не переживайте, вы, Вера. Я ее знатно отшлепал за то, что обидела хорошего кондитера. Вы ведь хороший кондитер, да? Ну да. Да. И я готова вам приготовить торт свадебный бесплатно. Не, не, не надо. Я решил отменить свадьбу. Мне кажется, мы с ней друг к другу не подходим. Ладно, Дим, спасибо. Извини. Давай, пока-пока. Все готово к столу. Одну секундочку, Валечка. Ну что ты возишься, Валек? Есть охота? Так, оп, вот. Спасибо. Спасибо за все, Денис Алексеевич. Спасибо. Пойдемте, я положу вас. Да, и обещаю, лучше не допускать подобных ошибок. Это хорошо. Ну и грустно немного. Что ж, у нас больше никогда не будет таких приключений. Ну, до свидания, Вера Викторовна. До свидания. Андрей. Всего доброго. Привет. Пойдем. С него день и начинается, и им же заканчивается. Интересный у тебя деловой партнер. Боже мой, это лучший подарок на свадьбу, который может быть неравным. Какой мой любимый. А-а-а! А-а-а! Здрасте. Здрасте. А можно вот такое пирожное? Тут девушка его в комментариях рекомендовала. Это лимонная тарталетка. Одну минуту. Сейчас двигателем любого бизнеса являются комментарии в интернете. Прошу вас. Наслаждайтесь. Класс. Спасибо. И чем больше у тебя хороших комментов, тем больше у тебя посетителей. Но лично мне интереснее негативные отзывы. Объективная критика открывает глаза на наши минусы и заставляет совершенствоваться. Капец. Нам тут единичку влепили, да еще и настрочили телегу. А что пишет? Вот хозяйка постоянно улыбается. Этим по утрам бесят посетителей. Десерт за все сухие, невкусные. Атмосфера гнетущая. Да, обслуживающий персонал. Алло, да. Добрый день, Вера. Добрый. Звоню вам узнать по поводу сегодняшнего заказа. Этот, как его... Свадебного торта, да. Торт именно, да. Готов? Да, да. Он будет у вас сегодня в три часа. Отлично. Вы его привезете? Нет. Всеми доставками занимается мой отец. Хорошо. Понял. Спасибо. Всего доброго. Взаимно. Всего доброго. Кто звонил? Да так, по работе. Начальник вы? Как его? Денис Петрович? Денис Алексеевич. Это не начальник, а партнер. Но это был не он. Так, клиент. Черт, испачкался. Вера Викторовна, а что это за секреты отсуженного? Даже не знаю. Просто вчера как-то Андрей негативно отреагировал на Дениса Алексеевича. Мне что-то не хватало тут сцены ревности. А что Денчик-то звонил? Да просто заказ хотел проверить. Ага. Никогда не проверял, а теперь просто захотел. Ну, понятно. Ну, Саша, а где папа? Он уже давно должен был торт отвезти. Нет, он сегодня никуда не поедет, у него же пенсия. Ага. Передых-подых, а если в пенсию с утра пивка не выпить, то пенсионный возраст могут вам повысить. Понятно. Ладно. Сама отвезу. Вера. А? Куда ты уезжаешь? А, да нет. В смысле, да, хочу заказ в ресторан отвезти. Хочешь, я с тобой поеду? Не, не нужно, спасибо. Пожалуйста. Обслуживающий персонал бесит. Старик усатый портит аппетит, потому что постоянно трется в кафе, от него воняет дешевым коньяком. А знаете, это правда. Мне давно надо зарплату поднять, чтобы я мог дорогой коньяк пить. Так, а про меня что-нибудь есть? Конечно. Второй кондитер, вылитый Юрий Шатунов в молодости. Прикольно. С телом 11-летней девочки. Че? Ты че смеешься? Думаешь, про тебя ничего нет? В кафе захаживает их бухгалтер. Нудный слезняк с лицом дохлой крысы. Чего? Почему это я нудный? Я столько интересных фактов знаю. Ладно, не гунди. Так, ладно, а что там про тебя? Неважно. И никто у нее какой, Жанна Дарк. Нужно ее найти и сжечь. Так, я, кажется, знаю, кто это. Она ходит там каждый день, постоянно всем недовольна. Наш кофе кислый, десерт сухой. И сегодня появился у нее ноутбук. И тут же появился коммент на сайте. Мне кажется... К слову, зовут ее Жанна. Я видел ее на карте, когда она плачевала. Это точно она. Я думаю, вы ошибаетесь. А нам не интересно, что ты думаешь. Иди, пожалуйста, занимайся своими делами. А то гундишь тут, как слезняк с лицом дохлой краси. Так, ладно. Что будем делать? Надо ее как-то подмаслить, чтобы она удалила отзыв. Она нам весь рейтинг портит. Тетя Саша сейчас все решит. Добрый день. Здравствуйте. Оказалось, что вы наш тысячный посетитель. И мы хотим угостить вас малиновым эклером. А еще предоставить скидку 15% на весь заказ. 20%! Да у вас в кафе еды нормально нет. Один сахар. И салфеток не допросишься. А что вы хотите? Самсу с бараниной. Вообще-то у нас такого нет. Ну? Но для вас, как для самого ценного гостя, мы все приготовим. Саша, какая нафиг самса? Я не умею готовить ее. Ну, научись. Найди какой-нибудь рецепт в интернете. Ты же кулинар. А если бы я хотел готовить самсу, я пошел бы в этот ларек с шаурмой на остановке. Ларек на остановке. Фрида, гулять. Папа, я провезла свадебную тару. Давайте я пройдем вас на мухню. Мам? Привет. Милая, привет. Привет. Вера, что ты здесь делаешь? Ага. С тортом. Я работаю с этим рестораном. Готовлю для них десерты. Так получилось, что этот торт для вас приготовила я. Но я не знала, что он для вас. Ну, это хорошо. Потому что по камере мы уверены, что этот торт вкусный. Кстати, поздравляю вас. Да. Спасибо. Я оставлю тоже на кухне. Мам, может, сама останешься? Нет, я не могу. Вер, посидишь, может? Мам, ну, правда, мы хоть поболтаем. Не общались почти два месяца. Да, Вер. Оставайся. Извините. Да. Да, да. Хорошо. Аппетитно. Я потом еще раз схожу. Сделаешь мне так же? Приятного аппетита. Доча, налей водички. О, блин. Это что, ни хуя? Рита. Рита. Дорогие друзья, сегодня самый важный день в жизни наших молодых. И этот день они запомнят надолго. Господа, что-то сегодня грибочки горькие. Горькие, да? Горькие? Горькие. Согласны. Горькие. Горько. Дорогой дядя, невеста абсолютно прав. Горько, молодой. Ну, ну. Горько. 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 Еще чего? Еще тоста не было. Ты уже третью пьешь. Ну, то, Каня, горько же. Милый, горько это не тост. Ну, да. А куда это вы? Да же только пришли. Не пора. Ну, нельзя со свадьбы без тоста сбегать. Господа, созрел тост. Иди сюда. Здравствуйте. Открытие. Как вас зовут? Вера. Очень приятно, Вера. А вы у нас со стороны кого? Жениха или невесты? Я их соседка. Прекрасно. Ну, раз уж вы здесь, значит, вы для наших молодоженов очень близкий человек. И им будет безумно приятно услышать пару добрых пожеланий. Прошу. Дорогие Дима и Майя, я вас поздравляю. Я вам желаю счастья и долгих лет совместной жизни. И детишек побольше. Да. И детишек побольше. И что, может, к соседке не ушел. Слушайте, какой красивый тост. Прямо от души. За это надо выпить. Выпьем. Пьем. Пьем. Ура. Ура, молодым. Ура. Благодарю. Ну, ты уже уходишь? А, да. Мне пора. В кондитерской очень много дел. Никита. Здравствуйте. Приезжай на следующий уход. Хорошо? Ладно, взял. Парк. Парк. Черт. Масок. Парк. Зак. Всегда. Юля, Юля, пожалуйста, будь осторожнее с этим молодым человеком. Мам, пожалуйста, не надо меня контролировать. Никита нормальный парень. Юль, нормальный парень, не подливая своей девушке в шампанское и водку. Мам, ты что следила за ним? Я не следила. Я просто увидела, когда выходила. Я сама попросила его подлить. Это коктейль такой. У тебя же были дела. Вот, пожалуйста, иди и занимайся делами. Где эта скорая? Да минут 20 назад обещали быть через 5 минут. На прошлой неделе в шестой дом час ехал, а мужик помереть успел. Пердых поддых. Давайте сами отвезем. Где мои ключи? Ой. Ефим Порисович, вы съездите с папой? Все. Суэ, здравствуйте. Как дела? Может быть, кофе, эклерчик? У меня времени мало. У меня всегда есть временные эклеры. Шучу, я беременна. Понятно. А где Вера? Она поехала в ресторан Дениса Алексеевича торт отвезти. Ну, к вам. Еще не вернулась? Нет. Ладно. Заеду попозже. Угу. Дима, извините, ради Бога. Нужно поговорить. Да, хорошо, хорошо. Дорогие гости, объявляется белый танец. Дамы, прикинь. Да давайте, кстати, вместе потанцуйте. Будьте примером для гостей. Да, слушай, я танцую с твоей бывшей женой на свое новое с вами. Дима. Мне кажется, такой статус попадает. Дима, у нас проблема. М? Вон та чернобровая, наглая, с похотливыми глазками. Ты будешь отличной тещей. Они просто общаются. Дим, может быть. Но Юля прилично уже так выпила. И 18 лет, Вера. Ну, ты себя вспомнишь? Я помню, поэтому волнуюсь. Все хорошо у вас? Я прошу тебя, пожалуйста, проследи за Неву. Ты мне уже помогал, ладно? Димочка, может быть, мы пойдем с мамой сфоткаемся? Конечно. Конечно. Извини. Почему она все еще здесь? Осторожно. Говорю про Юльку, мать, вон мы сразу кругу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И вот этот прохвост ее куда-то увел. Это что мы видим? Дима, надо ее найти. Идет. Пойдем, Тоня. Идет. Идет, снимай рубашку. Ну, у тебя и руки-крылки. Давай, замой. Эй, ты чего? Ты же я думал, я тебе нравлюсь. Ну, и вообще-то у меня есть парень. Ну, извини. Пойду тогда к бабушке невесты. Говорят, она без пары пришла. Ну, ты будешь бесподавен. Да, ты думаешь? Только не плачь. Я с тобой потанцую, обещаю. Сейчас как-нибудь. Там тебе. Иди уже, одевайся. Кажется, ушли. Напомни, пожалуйста, почему мы прячемся и говорим шепотом. Потому что Юля, если меня увидит, она подумает, что я слежу за ней. И устроит истерику, как всегда. А это сейчас вообще не вовремя. Ладно, пойдем. Дима, ты здесь? Да. Дим, у тебя там все в порядке? Да. Мася. Давай быстрее. Там горячее принесли. Живот что-то скрутило. Я что, я подойду сейчас, подойду. Ну, окей. Когда ты появилась здесь со своим поганым тортом, я так и знала, что ты испортишь нашу свадьбу. Забор себе на дачу поставил, туалет покрасил, рай, ты все никак не доедешь. Ой, Фима, что у тебя там делать-то в глуши? Комаров кормить? Зря ты, Павелыч, райское место. Речка, глушь, слева лес, вокруг ни души. Приедем, и нам никто не помешает. А может, ты и прав, Фима. А как туда ехать-то, по коширке? Ну, съезд на мокку. А-а-а. Ты посмотри, Фима, как там наша тетка? Копыта еще не откинула? Бандиты! Да что ты, товарищ? Бандиты! Девушка? Да. Что случилось? Случилось. Скажите, почему у вас торт от этой пироговой? Я хочу отказаться от него немедленно. Мне нужен другой торт. Извините, но мы не можем... Простите, а у вас что-то случилось? Да. Когда мы к вам обращались, мы думали, что наш свадебный торт приготовит кондитер вашего ресторана. Профессионал. Майя, а ладно. А никакой это неквалифицированный пекарь. Майя, да ты неправильно все поняла. Да я вообще не с тобой разговариваю. Ну, Вера Викторовна кондитер нашего ресторана. Я уверена, в ее квалификации. И до вас жалоб не было. Дорогая, мы все пропали. Да. Майя, пойдем костюм. Пожалуйста. Пойдем. Пойдем. Пойдемте, что-то готовится. Зоя, идите, проследите, чтобы там все было в порядке. Извините, это просто свадьба моего мужа. Ну, бывшего. А это его жена. Я же не знала, что я готовлю торт для них. Ну, вы не переживайте, у меня больше нет бывших мужей. Поэтому эта ситуация больше никогда не повторится. Это свадьба вашего бывшего мужа? Хотите, я пущу вас на кухню? Ну, сможете плюнуть, а вы горячее. Вы же шутите. Вам решать. Яр, я очень рад нашему сотрудничеству. О, здрасте. Не помешал? Андрей. Да я понял, почему ты не хотел, чтобы я ехал с тобой. У тебя тут нежные деловые переговоры. Ну, ладно, не помешай. Я просто сказала ему, что... Я пора. А ну, выпусти меня, я сказала! Выпустите меня! А то сейчас ментов вызову. Да я уже в сотый раз тебе говорю. Не бандиты мы. Мы в больницу тебя везли. Ну, да, конечно. А кто мне за речку хотел отвезти в глушь? Я все слышала. А ну-ка, быстро выпускай меня. А то сейчас придушу твоего друга. Да души! Не такой уж он мне и друг. Да мы дачу мою обсуждали. О! А давайте туда поедем. Шашлычки? Арбузик купим? Баньку затопим? А? Ах вы, старые извращенцы, еще надругаться надо мной решили, да? Это я из-за вас упала. Я на вас жаловаться буду. Да жалуйся, кому хочешь. Кто тебе поверит-то? Только быстро выпустили меня. Да открыто выходи. Так вам и надо. Пердых поддых. Вот баба странная. Не говори. Это арбуза с шашлуком отказаться. А-а-а. Ой! Ой! Цепилась в меня, как кошка мартовская. Да и бампер мне разбили. Лучше вы реально ее в лес отвезли. Давай, рассказывай. Добрый день, дорогие бывшие коллеги. Не увеливай скунс виртуальный. Ну, я немного погорячился. Да что происходит? Вот она, наша Жанна Дарк, которая нам отзыв снастрочила. Я сразу все понял, а вы меня не послушали. Во-первых, у него в контре ник Жанна Дарк, а во-вторых, только такой завистливый недоросль мог подумать, что я нудный. Это что, правда? Я помог вам, когда нужен был. А потом вы меня вынудили уйти. Между прочим, ради вас я уволился из перспективной компании. И назад меня уже не берут. Я так рад был здесь работать. Считал себя частью вашей семьи. Ой, все, не дави на жалость, обиженка. Возьмем мы тебя обратно. Как это? Бористый. Нам все равно человек был нужен, я с Верой поговорю. И отзыв свой удали. Слушай, а кто такой Шатунов? Андрей, ну ты же понимаешь, что это все ужасно глупо? У меня с Денисом Алексеевичем ничего не было и не могло быть. Хорошо. Тогда скажи мне честно, это он тебе утром звонил? И ты мне собрала? Я не буду рыдать. Я хочу узнать, на кого ты меня променял. Но больше не звони, меня не зови. Я забуду про все, что ты говорил. Я верну тебе все, что ты подарил. Мой мальчик, твой голос звучит у меня внутри. Я не буду рыдать. Я стою, молча уйти, посмотри, ползай, я хочу сказать, я забуду тебя, я не буду рыдать. Я хочу знать, на кого ты меня променял. Адри. 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 Я не знала, что ты пришел. Прости, просто не хотел тебя будить. Держи, это тебе. И что? Прости меня. Но за то, что вчера приревновал, ты была глупа. Просто я тебя очень люблю. Я рада, что ты вернулась. Я еще больше буду рада, если ты сходишь в душ. А то я еще сама объединяю. Пойду в кафе, возьму нам очень вкусный кофе. Так, 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 так. Пердых поддых. Пап, привет. Я сейчас деньги из кассы возьму, за продуктами поедешь. Пап. Да что же это такое? Ты чего, пап? Нашел я ребят, которые сегодня нам стекло вставят. Через пару часов приедут. А побыстрее никак нельзя? Тебе всегда быстрее надо. Будешь так торопиться, раньше меня состаришься. Вер, я пойду за растворителем схожу. Надо это как-то все стереть. Только пальто надень. Там холодно. Да мне сейчас так полезней. Ну, померзнуть. Бодрит. Обалдеть, сестры. Кто тебя так любит? Даже не представляю. Ну, мне же вроде врагов нет. Почему же? И правильно, что твой муж тебя рога наставляет. Ты что, сум? Ну, если только Наде. Методы, конечно, Надькина. Но вряд ли она ночью из Москвы приехала, чтобы два слова написать. Ну да, вряд ли. Ну, больше же некому. Ну да, некому. Собирай своих подруг и вон из моей кондитерской. Да я-то уйду. А ты будешь гореть в воду за то, что водишь чужих мужей, поняла? А-а-а! 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 Надя из Москвы не приехала. А эта аж из Варшавы прилетела. Ну, это бред какой-то. Вряд ли. А может, эта роза в заднице заноза? Ты должна понять, что нам двоём слишком тесно в этом бизнесе. Ну да. Это могла. Но только для неё слишком мелковато. Она бы тут бульдозером всех переехала. Так что нет. Ну, это вряд ли. Ну, всё. У вас ещё есть какие-то варианты? О! Это тётка Жанна. Она вчера на нас так разозлилась. Ой, папа. То есть, она на вас разозлилась, а меня решила обозвать. Ну, это дурдом какой-то. Дурдом. Ладно. Пойду к Фиме схожу. Может, этот старый перископ что-то видел. Приветик. Саш, послушай. Вчера во Фронзенском районном суде города Саратов вынесли решение по громкому делу о подмене ребёнка в родильном доме. Представляешь? Да ладно. А ты не видишь, что у нас случилось что-то тут? Заметил. Кто-то из недоброжелателей устроил небольшой погром в нашем кафе. Ничего удивительного. Ну, ничего удивительного. Ну, учитывая количество ваших врагов, странно, что этого не произошло раньше. Кому-то очень сильно не понравилась наша мафия. Очень смешно. Бери швабру, помощь нужна. Понял. В общем, чтобы избежать подмены нашего ребёнка, я хочу присутствовать на родах. Класс. Давай тогда ты сам родишься, я пока в Турцию слетаю. Я тоже против. Вдруг это мой ребёнок. Я бы не хотел, чтобы первое, что он в своей жизни увидел, была твоя перепуганная рожа. Лучше я сам схожу на роды. Так успокойтесь оба. Поговорил с Фимой. Ну? Он сказал, что никаких видеокамер во дворе нет. Придётся привлекать полицию. Ну, нет, пап. Но вы же всё равно сегодня не работаете. А завтра эти шайбы уже свежими не будут. Можно машину проверить. Там наверняка у кого-то видеорегистратора стоит. А это неплохая идея. Молодец. Вы вообще в курсе, что запись видеорегистратора не является официальным доказательством в суде? Умей проигрывать. На. Утешительный приз. Ну что там? Здесь нет. Здесь. Здесь регистратор. Отлично. Так. Как раз направлен на кафе. И что ты думаешь, он ночью снимал? Представь себе, у него датчик движения есть. Осталось узнать, че эта машина? Ну, на определённых интернет-ресурсах я по ВИН-коду могу определить имя владельца. Это машина моя. Но она вряд ли захочет нам помогать. Они вчера с Димой на свадьбе из-за меня поругались. Точно, моя. Это её рук дело. Да я бы из-за свадьбы не такое тебе написала, я бы вообще кафе сожгла. Надо заявление писать. Не буду ей писать никакое заявление. И вообще у нас доказательств никаких нет. Регистратор нужен ещё. Да просто у меня у подруги одна и такая же была. Она теряла ключи постоянно. Я не научился так открывать. Вообще тут 166-я налицо. Так что я этого не видел, я об этом не участвовал. Слушай, я бы сам полез, но что-то сильно порезался. Боюсь, всё испачкаю. На, держи. Спасибо. Ключи возьми. Поднимись в квартиру, там аптечка на кухне. Спасибо. Я при ребёнке на преступление пойти не смогу. Майя. Майя, привет. Как дела? Лучший шеф. А, кстати, я тебя поздравляю. Как свадьба? Ты издеваешься? У сестры у своей спроси. Майя, мы тут вот свидетелей ищем. Ты ничего не видела? Я бы даже если видела, я бы ничего не сказала. Потому что на правду не обижаются. Помочь? Сам. Ты знаешь, что неправильно обработанная рана может привести к заражению крови? Ты, конечно, не самый приятный человек, но всё-таки я не хочу, чтобы твоя смерть была на моей совести. Что? Слушай, бинт, дай сюда. Это уже не бинт, а ватно-марлевый. Тампон. У меня свой способ перевязки ран. Давай сюда руку. Я сейчас. Майя. Если будешь, купи что-нибудь к чаю. Очень сладенького захотелось. Тебе сладенького захотелось? А ты спустись к своей бывшей жене. Возьми тортик. Заодно посмотришь, как ей кафе разгромили. В смысле разгромили? Кто разгромил? Ну откуда её знаю? Даже окно разбили. Слушай, а чего ты так запереживал? Да я не переживал. У неё вообще параллельно. Я заметила. Ну как ты валёшь? Сознание там не потерял? До народу он собрался идти. У меня в детстве гемотофобия была. Но постепенно я от неё избавился. Ходил к знакомому ветеринару. Смотреть, как кастрируют котов. Ну и в какой-то момент привык. А сейчас, наверное, рецидив. То есть получается, ты гемотофоб-рецидивист. Так на тебя котов не напасёшься. Очень смешно. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, Денис Алексеевич. Вера, добрый день. Не отвлекаю? Ну так, я тут занята немного. Я быстро. Понимаете, у меня тут Зоя куда-то пропала, а я без нее, честно говоря, даже своего расписания не знаю. Скажите, у нас с вами на сегодня никаких встреч, значит, не было? Нет. Жаль. А, Вера, еще я вас хотел спросить. Денис Алексеевич! Я вам обязательно перезвоню! Я правда занята! Да, ну, хорошо, конечно. До свидания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Валя, чем ты тут занята? Я тренирую свои условные рефлексы. Вы знаете? Все, что мы сейчас хотим знать, это кто разнес кафе. Валя, дай нам ноутбук. Давай. Так. Все-таки украли видеорегистратор. Имейте в виду, у меня нет практики в уголовном праве. Я не смогу вас защищать. А что там? Сейчас узнаю, кто к нам ночью в гости приходил. Надо его как-то подключить. Может, провод нужен? Ну, дай-ка. Давай. Да, тут специальный шнур. Очень редкий. Сейчас только не найти. Да обычный шнур, Андрей Ильич. Для андроида. Я сейчас принесу. Давай. Ну, дай. А можно еще проще. Без шнура. Давай. Давай. Ну, дай, или так. Что вы сделали? Вы все удалили. Вера, прости, я нечаянно. Просто руки трясутся после вчерашнего. Да и с головой что-то. Дайте-ка я посмотрю. Может, в корзину улетело. Что, с лицами кто-то умер? Нет, родился. Случайно. Включил. Саша, а ты знала, что многие женщины во время родов ругают матом отцов своих детей? Ты кого будешь ругать? Меня или Даню? Валя, я сейчас не буду дожидаться родов. Что случилось? Ничего нет. Все удалилось. Да. Привезли? Иду. Стекло привезли. Подожди. Спасибо, что помогаешь. Да ничего, мне не сложно. Да, Верочка, кого-то вы сидели до петли. Может, охрану какую нанять? Ну, чтобы такого не повторялось. Ну, сигнализация, ну, мы точно после сегодняшнего дня поставим. Недешевое удовольствие. Вот я бы мог присмотреть за символическую плату. Символическую, говорите? Да. Вот кто это сделал. Чего? Ты ничего не делал. Оно мне надо. Надо, чтобы потом за символическую плату наше кафе охранять. Да это не мое пальто, я его в мусорке нашел. А, ну да. Смотрю, лежит явно новое, дорогое. Ну, только в краске. Думаю, возьму домой, очищу, да продам. Все, копейка какая. Я знаю, че это пальто. Андрей. Так, подожди, Вер. Я только на второе место вошел. Сейчас, сейчас. Ты чего, Вер? Это твое? Вер, прости, я честно не помню, как я это сделал. С памятью проблемы, да? Вера! Наверное, потому что тут последние несколько недель только и делаешь, что играешь в эту приставку. Деградируешь. Кажи мне это все задолбало. Вер. Черт. Я несколько раз посмотрел видео с настоящими родами, и я тебя уверяю, я буду спокоен, как удав, набитый творогом. Вот, смотрите. Давай, милая, давай. Еще давай. Тушься. Сильнее, сильнее. Молодец. Дышим. Дышим. Теперь давай тушимся. Тушимся. Еще тушимся. Молодец. Умница. Еще. Еще дышим. Дышим. Тушимся. Еще сильнее. Сильнее. Молодец. Головка показалась. Молодец. Умница. Молодец. Давай лимончик съешь. Можешь еще тархунчиком заживать. Собирающийся в нем фитонциды, снимаю, тревожусь. Я надеюсь, до вас дошло, что на родах вам делать нечего. Ну что, признался твой Андрюша? Говорит, что ничего не помнит. Отличная отмазка. Я тоже так своему ребенку отвечу на вопрос, кто его папа. Вообще-то в уголовном праве состояние алкогольного опьянения может стать обстоятельством отягчающим. Зоя, вы что-то делаете? Зоя, зачем? Зачем? Да потому что я с ним пять лет. Каждую его прихоть выполняю. Сдумаю с него пылинки. А тут я слышу только «Вера, Вера, Вера, Вера!» Слушай, ты пылесос. Сейчас все это будешь полиции рассказывать. Валя, вызывай ментов. Вообще-то статья 139-я про некновение. Не надо. Просто уйдите, Зоя. Продолжение следует... Андрей, прости. Раз, два. Прости. Продолжение следует... Саша, а ты не боишься рожать? Боюсь, но ты же за меня этого не сделаешь. Да уж, я бы сразу сдох. Когда я все это увидел, я вообще... Хочешь, не понимаю, почему вас называют слабым полом. Саша, если ты из-за меня беременна, то прости, пожалуйста. Извини. Сегодня у нас особенная именинница. Которая, кстати, не заплатила за этот торт. Но готовить для нее было одно удовольствие. Эта именинница – наша домашняя кондитерская. Это наш первый корпоратив. И, признаться, меня переполняет гордость за наш коллектив. Это был яркий и насыщенный событиями год. Через что нам пришлось пройти? И во что это все выросло. И искренне хочется верить, что все это только начало большого пути. И я больше чем уверена, что все у нас будет в шоколаде. Супер. Ну, все, давайте чокаться. Это я очень затянула с тостом. Ты же хозяйка кондитерской, а не грузинского ресторана. За кондитерскую. Ура! 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 Секундочку. Давайте выпьем не только за кондитерскую, но и за тебя, Вера Викторовна. Потому что все это благодаря тебе. За Веру Викторовну. Ура, ура, ура! Ура! Ура, ура, ура. Можно я тоже добавлю? Подожди. Подожди. А теперь можешь добавлять. Я хотел сказать, что счастлив работать с такой начальницей, как вы. Боюсь представить, что было бы, если бы главным здесь был бы кто-то другой. За вас, Вера Викторовна. Ура! Ура! Позвольте вставить ремарку. Если бы главным в кондитерской был кто-то другой вместо Веры Викторовны, было бы все, конечно, совсем иначе, но представить это все-таки можно. Подожди, это типа ты главный в кондитерской? Ну да, только теперь это не совсем кондитерская. Юридическая контора? Да. Во-первых, это очень прибыльно, а во-вторых, я в этом разбираюсь гораздо лучше, чем в выпечке. А почему Перельман? Потому что в этой сфере еврейская фамилия вызывает гораздо больше доверия. Передых под дых. Думал, помру в этой очереди, так и не увидев лучшего юриста в стране. Я уже месяц не могу к вам попасть. Месяц? Я уже полгода в ожидании. А зачем мне вообще нужен мой юрист? За мной. Я приветствую вас в лучшей юридической конторе всех времен и народов. Не обращайте внимания на антураж. Тут раньше была кондитерская, не успели сделать ремонт. Дорогой Валентин Николаевич, заклинаю вас, уделите мне немного времени. Дело-то у меня составить завещание на старшую дочь. Настрадалась Верочка моя. Сначала муж ушел, а потом... Не переживайте. Сегодня мы исполним любую прихоть каждого, кто находится здесь. И начнем прямо сейчас. Мариночка, можно мне зеленый чай? Так, секундочку. А че это я секретарша? А, то есть то, что ты Мариночка, тебя не смутило, да? Ладно, не проблема. Будет другой секретарь. Хорошо, давай. Я перезвоню. А с чего ты взял, что я соглашусь работать секретарем? А за сто тысяч в месяц? Валентин Николаевич, вам зеленый чай с сахаром или без? Никто не знает, где закатка. Тут кое-кому нужно срочно закатать губу. А точно Перельман? А может, Крылов? Такие басни рассказываешь. Кому нужна эта твоя юридическая контора? Ну, например, тебе. Вы, подходите. А почему она? Я ведь раньше пришла. Женщина, вам не стыдно? Посмотрите на нее. Она же красивая. Присаживайтесь. Спасибо. Ничего, не переживай. Вычету из зарплаты. Гульнара, уберите здесь. А что это я уборщица? А то, что ты гульнара, тебя не смутила? Извините, рабочие моменты. Просто сложно подобрать достойный меня персонал. Я вас слушаю. Вообще-то я на консультацию. Я забеременела. Так, значит, вам нужно лучше питаться, пить витамины и посетить акушера-гинеколога. Спасибо, что обратились именно в нашу контору. С вас две тысячи рублей за консультацию. Стопа, я не договорила. Я хотела узнать, какие нужны документы для подачи на алименты. Давайте ваш паспорт. И приготовьте данные отца-ребенка. Тут такая ситуация. Я точно не знаю, кто именно отец-ребенка. Претендентов двое. Какие нынче безнравственные времена настали. Хотите, я сделаю, что они оба будут платить вам алименты? А что, так можно? Конечно. Я ведь лучший юрист в стране. Мы поступим следующим образом. Как только родится ребенок, подделаем тесты ДНК на подтверждение отцовства. Одного и другого. Таким образом, сдерем алименты с обоих отцов. Ничего себе. У нас точно все получится? Я могу это провернуть с легкостью. Я ведь... Я поняла, поняла. Вы лучший юрист в стране, все дела. Я согласна. Что нужно делать? Запоминайте. Как только родится ребенок, бегом ко мне. Но не забудьте убедиться, что врач перерезал пуповину. Шучу, шучу, шучу. Ну все, идите, рожайте. Спасибо. Отлично. И документы на второго отца. Так, так, так. Что тут у нас? Фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в нем, является преступлением, за которое предусмотрена ответственность статьей 303 частью 1 УК РФ. Гражданечка, пройдемте с нами в отделение. Пройдемте. Валентин Николаевич, за что вы меня подставили? Вы сами себя подставили. Посидите в тюрьме. Зато будете знать, что врать и вертеть мужчинами непозволительно. Валентин Николаевич, простите меня. Простите меня глупого. Не буду, не буду, никогда не буду. Простите меня. Тебе не юридическая контора нужна, а психбольница имени себя. Ну, дятел Ковченый, нафантазировал тут. Ну что ж, между первой и второй перерывчик что-то большой. Витя, в твоем случае между четвертой и пятой я все видела. Валентина, так праздник же. Тост. Давайте выпьем за человека, без которого наша кондитерская развалилась бы, как СССР. За меня. А. Да без меня у вас не было бы доставки. Да ладно, доставки. Без меня у вас и веры бы не было. И меня бы не было. Да, да и я бы здесь не сидел, не смог бы выпить за Виктора Павловича, за вас. А вот ты мне нравишься больше, чем ее предыдущий. Да, да. Давайте, за вас. Спасибо, что участвовали в создании Веры Викторовны. А то, в противном случае, нашим начальникам могли бы быть и вы. Да. Так говорит, как будто бы я не справился. Ну, почему бы не справился? Я даже знаю, как. И даже знаю твои расценки. Ваш круассан. Ага. Спасибо, вот возьмите. Спасибо, что без сдачи. Мне, пожалуйста, два эклера. А помельче не будет? Ладно. Пожалуйста. Настоящий. Одну минуту. Получите сдачу. Следующий. Мой тур, пожалуйста. Пожалуйста. Что за брехня? Что, простите? Я не вам. Брехня! По-твоему, я все бы дела так делал? Возможно. Но вот такую бабскую хрень я не принимаю. Только хороший коньяк. Заберите. Вали, вали со своими духами. А тебе чего? Руки вверх. Это ограбление. Пердых под дых. Ты что, из пенсионного фонда? Стариков пришел грабить. Дед, я тебе говорю, давай всю выручку, быстро. Дедел ты копченый. Такой продукт испортил. Ладно. Пойдем выручку считать. Кажется, я сегодня много выручки выпил. Я на минуточку. Папа, а почему Дима грабитель? Так это не я выдумал, из жизни взял. Я налоги платил, а он себе в карман складывал. Папа, ты пенсионер, ты налоги не платишь. Доча. Так. Пора переходить к сладкому. Давайте. Я за. Саня, помоги мне тарелки обновить. Почему я? Как почему? Я тоже помогу. Саша. Ребят, а представьте, если бы Саша была бы нашим начальником. Здравствуйте, уважаемые сладкоежки. Рад приветствовать вас в нашей кондитерской для настоящих джентльменов. У нас представлены кексы разных форм и размеров, и сейчас вы в этом убедитесь. Итак, встречайте, фирменные булочки от нашего шефа. Так она же беременна. Реально. Пошли отсюда. Хотелось бы тебя сейчас как-то унизить, но ты с этим и сам неплохо справляешься. Как можно было такое придумать? Саша умная и хитрая. Она бы заставила работать других. Уважаемые гости, не разбегаемся. Сейчас мы все исправим, ведь на сцену выйдет очаровательная Моника. Какая же мужик. Что за фигня? Слышь, что это я стриптизерша? То есть то, что ты... Да, то, что я Моника, меня не смутила. Тан-та-та-та-та-ан. О, какая красота. Аплодисменты, я не слышу. Пожалуйста. Встречаем. Бурно, бурно. Так. Сюрприз. Сюрприз. Торт на день рождения кондитерской. И очень оригинально. Если ты не заткнешься, я с твоей настоящей головой так сделаю. Без меня не начинайте. Так, давайте задумимся вместе. Пап, подходи. Да нет, впрочем, можно и без меня начинать. Давайте, давайте. А я отсюда дуну. Да. Давайте, за три-четыре. Три-четыре. За наше детище. Кстати, о детях. Представь, если бы ты не забеременела, закончила универ, не было бы никакой кондитерской. И вообще, все бы было иначе. О, нагрежонок. Так вкусно пахнет. Так, передай своему начальнику, что если он еще раз вызовет тебя в нашу годовщину, то я налеплю ему пельмени и с мышьяком. Не волнуйся, дорогой. Вечером отметим. Твои фирменные пельмешки. Теперь понятно, почему опять в три часа ночи лег. Э, фарш в волосах застрял. Господи, длядь. Опять заказ? Ну, что, тебе денег не хватает, что ли? Ладно, молчу. Виктор Павлович, нам пора везти пельмени. Пельмени – это символ студенческих лет, бабушкиной ласки и хвостяцкой жизни. Поэтому мы все их так любим. Их берут на обед, на ужин, некоторые на завтрак и даже на день святого Валентина. Пожалуйста. Надеюсь, здесь ровно тридцать штук. Можете пересчитать, если не верите? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, десять. Кажется, я сбился. Ладно, верю. Вот возьмите, только пересчитайте. Вдруг я неправильно дал. До всех уношу. Все плохо. Вера меня изменяет с каким-то молодым парнем. Я не ожидала такого от систер. Ну и фиг с ним. Разведись. Ну а что, вокруг столько хороших женщин. Правда? А жить на что? Я придумала. Давайте откроем нашу домашнюю пельменную. Назовем И.П. Михеев. Звучит? Черт. Я совсем забыла. У нас же встреча по поводу пельменей с моим начальником. Дим, поехали. Андрей? Дима, это Андрей. Андрей, это Дима. Дима. Да, я так и сказала. Мы на одном курсе учимся. Как же давно это было. Да ладно. Ну, я, наверное, тогда пойду. Вы сами разберетесь. Угу. Ага. Пока. Пока. Так это ты у нас пельменный бог? Да. Ну что, может быть... Выпьем завтречу. А то сейчас без коньяка будет как-то немного неловко. Да, давай. Да-да-да-да-да. Слушай, ты же тогда копил на мотоцикл. А че ты не купил-то его? Че не купил? Потому что вместо него я подарил тебе приставку на твой день рождения. Точно. Андрюх, точно. У меня же тогда у единственного на всю общагу была приставка. Хороший ты мужик, Андрюх. Ой, да ладно тебе. Хороший ты мужик, но не до такой же степени. Ну, Саша, ну правда, что это за какой-то действительно бред. Согласна, я изначально не могла подумать, что так все может закончиться. Сашка, тебе больше не наливать. Кто бы говорила, я вообще только сок пила. Так это на счастье. Сейчас я вытру. Сейчас. Бегу, бегу. Сейчас. Так, это еще знак того, что нам пора расходиться. Всем, всем спасибо. Всех люблю. Чтобы завтра 8 были все на работе. О-о-о. В честь дня рождения я разрешаю прийти попозже. 8-10. Пантастическая щедрость. Кто там? Светлый. Ты чё, ты чё, меня забыла? Ты что это, а? Я тебе надоела, да? Ты меня решила чуть-чуть запереть, да? Привет. Хочу. Привет. Привет. Виктор Павлович сказал, что у вас тут корпоратив. Поздравляю. Ну, корпоратив это громко сказано, так. Посидели, выпили. А, посуду разбили. Ну да. Корпоратив. Мне сейчас написали организаторы какого-то форума, что ты номинирована на премию «Бизнес-прорыв года». Это же круто. Вера, слушай. А, прости меня, что я не верил вот в это всё. Правда, круто. Спасибо. Какая же ты крутая, сестра. Если бы Карпачёв был в кондитерской главном, она развалилась бы сразу к чёртовой матери. Смешно. Это потому, что он союз развалит? Да нет, потому что кондитер из него никакой. Мужчина, здесь нельзя сидеть. Это частная собственность. Здравствуй, Валя. Коля, а ты как? Мама, это кто? Это Николай Алексеевич. Твой отец. Здравствуй, Валя. Коля, а ты как? Мама, это кто? Это Николай Алексеевич. Твой отец. У меня нет отца. Мы тоже пошли. Поздно уже. Пойдём, Валя. Пойдём. Коля, а у тебя ночевать есть где? Да, в Москве вокзалов много. Не пропаду. На Ярославском. Очень хороший зал ожидания. Там в буфете беляши сочные. Пошли, Валя. Пошли. Витя, ну это невежливо. Коля, заходи к нам, переночуешь. А Валечка, может, к утру отойдёт и пообщаетесь. Спасибо. Проходи. На какие праздники я только не готовила свои торты? На дни рождения, свадьбы, день города и даже на развод. На развод моего мужчины с бывшей женой. На свадьбу своего бывшего мужа. На день рождения любовницы нашего мэра. Даже на похороны собаки мэра. В общем, много было разных заказов, но ещё никогда я не готовила торт на знакомство с парнем моей дочери. Чем бы ещё украсить? Слепись, мастики, тест на беременность. Вдруг она не просто так нас знакомит? Типа он тебе на язык. Может, что-нибудь шоколадное такое написать? Парень, если моя дочка залетит, я тебя в духовке запеку. Привет. 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 А ты не против, если Майя к нам присоединится? Да, конечно. Проходите. Привет. Спасибо. А вот Юль пишет, что скоро подойдут. Отлично. Только дверь закройте, чтобы не смущать. Они по-любому сейчас будут в подъезде целоваться, как вы тогда. Возьми. Мама, и долго этот чужой неприятный мужчина будет храпеть у нас на диване? Валечка, ну зачем ты так? Это же всё-таки твой отец. Я никогда не назову отцом человека, который бросил тебя, шестилетнего меня и ушёл к какой-то женщине. В жизни всё бывает. Он уже раскаялся. Ты откуда знаешь? И вообще, почему его защищаешь? Ну, просто я переписывала с ним месяц. Неделю назад он приехал в Москву. И мы с ним встретились, всё обсудили. Я ему показала твои фотографии. Доброе утречко. Валентинка. Сынок. Я вам не сынок. У нас с вами ничего общего. Ну, да. Может, пообщаемся? В картишки сыграем? Я не знаю. Покер, преферанс. Что предпочитаешь? Отлично. Он ещё и картёрзик. Значит, аферист. Карты, сынок, это целое искусство. Я что-то не слышал, чтобы Айбазовский в карты играл. Ясненько. Валентинка, что у нас на завтрак-то? У нас оладьи, а у вас завтрак дома у чужой женщины. господи, Виктор Павлович, напугали. А я так и хотел. Хорошая чесалка. Вы поаккуратней. Это бузинная палочка. Она очень дорогая. Ты бы спрятал свою палочку, коль она такая дорогая. Кого? Ну как, от твоего блудного папаша. Он вчера мне предложил в карты сыграть. А картёжники люди ненадёжны. Могут и украсть чего. Ну, например, любимое колье твоей мамы. Если оно пропадёт, она очень разозлится и тут же вышвырнет его отсюда. Здравствуйте. Всем привет. Кирилл. Здрасте. Я Вера. Мама Юли. Очень приятно. Это Дмитрий. Папа Юли. Здравствуйте. Привет, привет. Да, ну, проходите. Туда, да? Да, да, пожалуйста. Спасибо. Привет. Здрасте. Привет. Саша. Моя тётя. Ну, больше подруга. Ого, вот это у тебя живот. У моего батя такой пивной. Я постоянно шучу, что он когда-нибудь родит полторашку пива. Прикол, да? Здравствуй, я Маин. Привет. Привет. Это новая твоего батя? Ты же говорил, она молодая. Ммм. Ой, я что-то не то сказал, да? Сори. А ты мне нравишься. Садись. Пап, садись к нам. Угу. Я пойду. Здрасте. Привет, Лиз. Садись. Дверь закрыла-то? Да, да. Ого, Юлёк, зацени. Сектор приз на барабане. Дима, можешь мне помочь? Нужно банку с кукурузой открыть. Да. Мам, всё нормально? Да-да, всё хорошо. Всё хорошо. На, давай. Давай. Дима, тебе не кажется, что этот Кирилл, он какой-то глупый, мягко говоря? Я вообще не понимаю, как они сошлись. Юля такая умная девочка. Это просто какое-то недоразумение. Вера, тебя, по-моему, драматизируешь излишне. Вот как? У тебя завершенные требования. Нормальный парень. Дима? Ну, нагрузка прям, конечно, не получится. Но я считаю, что сейчас вся молодёжь такая. А, утешил. Так, ты знаешь что, сама, ты к ним не лезь, пожалуйста. Ну, пусть они с ними сами разберутся. Ну, что, ты хочешь не разругаться, что ли? Она действительно очень умная девчонка. Ну, побудешь с ним какое-то время. Потом берешь внимание на то, что он, мягко говоря, не гений. И уйдёт от него. И всё. А сейчас, прошу тебя, не обостряй. Ну, будь с ним под умеет. Хорошо, я постараюсь. Витя! Да? Ты моё колье не видел? Это такое красивое золотое. Ну да, из белого золота. Не видел. Алло! С утра найти не могу. Ты мамина колье не видел? Красивое такое, золотое. Нет, не видел. Зато я видел, как этот Николай сегодня утром выходил из твоей комнаты. Я ничего не утверждаю, но я бы на твоём месте осмотрел его вещи. Ты что такое говоришь, Валя? Что? Он картерник, ненадёжный человек. Валя, ну прекрати. А с другой стороны, появился в доме незнакомый человек, и сразу что-то исчезает. Ну, давайте хотя бы его дождёмся. Ну, неудобно рыться в его вещах. Наоборот, очень удобно. Он не сможет нам помешать. Его сумка. Может, не стоит? Спокойно. Ну, вот, Валюша, твое колье. А? Коля, ты украл колье, которое подарила мне мама. Да, украл. Но 30 лет назад я тогда проигрался сильно. Деньги нужны очень были. Поэтому я вынул изумруда из колье и вставил туда стекляшки. То есть, всё это время мама носила фальшивые камни? Подлец. Да, сынок. Вот не мог себе простить. Несколько лет копил деньги, чтобы вот так вот прийти и вернуть изумруды в колье. Собственно, поэтому я сегодня взял его. Если ты позволишь, я доведу это дело до конца. Мне надо подышать. Мам, ты в порядке? Ну, ловко ты. Слышь ты, подлоса-то, слить меня решил? Ещё раз высунешься, я тебе перо под ребро воткну. Ясно? Кушай. Мам, всё нормально? Да, да. Да. Просто мне показалось, что Кирилл тебе совсем не понравился. Ну, что ты? Тебе показалось? Кирилл очень хороший парень. Точно. Давай вернёмся к столу. Так, салатик. Кому салатик? Кирилл, хотите салатик? Ага. Да? Прошу вас. Спасибо. А как вы познакомились? В университете. Здорово. В столовке. Юлька борщ брала. Ай-яй-яй. Там же капуста, ну куда тебе ещё? Подкатил, пошутил. Прикол, да? Угу. В общем, мам, пап, я хочу вам кое-что сказать, вы только не волнуйтесь. Я же говорила. В общем, я, то есть мы с Кириллом собираемся улететь на Бали через неделю. Как на Бали? Ну. А как университет? Да ладно, я возьму академический отпуск. Как ты тогда? Прошу тебя, а Кирилл? Да там всё нормально, его давно отчислили. Угу. Прикол, да? Отчёт. А кому подложить курочки? Вера. Да? Пойдём, покажем, где у тебя горчица. Пойдём. Вера, нужно срочно что-то делать? Тебя тупицу увезёт нашу дочь на Бали. Да ладно, Дим. Ну, ты драматизируешь. Нормальный парень. Ну, надо их рассорить. Ну, Вера, ну сделай что-нибудь, запрети и с ним встречаться. А почему я? Давай хоть раз ты ей что-нибудь запрети, чтобы она и тебя ненавидела. Так? Для разнообразия. Мам, пап, вы там скоро? Та-дам! Мы скоро. А, огорчился. О, не пугайтесь, у нас сегодня перебой. Сейчас всё включится. О, я же говорила. Друзья, а как вы относитесь к сладкому столу? Кирилл, вы хотите тортик? Ага. От сладенького не откажусь. Прекрасно. А я, пожалуй, пойду носик попудрю. Пойдём, я тебе экскурсию по квартире сделаю. С вами, конечно, очень прикольно. Но я пойду Даню сменю. Отличная идея. Я пойду чайник поставлю. Светлана, вам нужно запретить Юльке встречаться с Кириллом. Я, конечно, не хотела говорить, но он какой-то галимый и постоянно... Постоянно что? Постоянно разводит её на деньги, которые вы ей присылаете. Мне кажется, они только поэтому встречаются. Так что вот. Спасибо. Отлично. Тупой парень везёт нашу дочь на Бали, и он её даже не любит. Так это хорошо. В смысле? Ну, он падок на деньги. Мы подкупим его, заставим бросить Юльку. Вы что, Виктор Павлович? Просто твой папаня грозился меня убить. Он у тебя не только картёжник, но ещё и бандит. Как интересно. Моя мама ненавидит насилие. Если этот вам как-то навредит, она его сразу вышвырнет. Она ещё у соседки? Да. Валя, бей меня в лицо со всей дури. Только не сильно, аккуратнее. Нет, я так не могу. И вообще, я крови боюсь. Короче. Ну что, сказал? Всё сказал. Вроде поверили. Надо мне на актёрский поступать. На актёрский мне нельзя столько жрать. А мамку тебя бомбял. Положи на место. Да ладно тебе, она ко мне неровно дышит. Чё ты несёшь? Да она меня под столом ногой гладила. Что за бред? Это Фрида под столом побежала. Всё, не отвлекайтесь. Если хочешь свои 10%, то действуем по плану. Ну что? Всё, всё, на речку 15. А где у вас тут можно затушить костёр? Что протести? А, ну это у нас прикол такой. Мы когда с батей в лес ездим, влюбим на костёр. Ну мы поняли тебе-то. Да, давай. Пап, хочешь со мной видео первокурсника посмотреть? Конечно, понял. Пошли. Диван, ты что? Что, вот прям лицо? И быстрее, пока Валентина не вернулась. Сколько можно бояться? Бейте уже. Да я так не могу. Не, Павелыч, ты мне как брат. А ты пёс-то рожевой и тюлень диванный. Ефим, Борис, ну как вы это терпите? Да это не обидно. Я же знаю, что он специально. А ты помнишь? Ты помнишь, на день моего рождения подарил мне картину? Там Орхидеи и Маргаритки в вазе. Помню, натюрморт, ароматы лета. Так вот, когда я лампочку меняю, я ароматы лета твоего под ноги подстилаю, чтобы табуретку не испачкать. А три дня назад, Верка, забыла туалетную бумагу купить. Так я твою картину. Э, 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 ты чего? Что такое? Что вы? Кирилл, а можно вас на минуточку? Да. Кирилл, а я хотела вам сказать, вы очень симпатичный парень. Но вы с Юлей друг к другу не подходите. И я хотела сейчас вам... Сейчас... Да ладно, я все понял. Не дурак. Подождите. Подождите. Вы что? Да ладно, почему? Отпустите меня немедленно! Уберите меня! Маргаритки! И посадки... Ты не знаю, ему просто денег дать! Я домой. Стоять. Набросился на пожилого человека. Бандюга. Я вас защищал, он вас ударил. Да мы играли, баловались. Откуда я знал? Я его вижу первый раз. Может, это вор какой-то забрался в квартиру. Валю бы обидел. Я взрослый мужчина, могу сам за тебя постоять. Ой, мам, мам, ну кровь. Вытой чем-нибудь. На, 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 выйти. Несу, несу, несу. Так, вот так вот. Тихо. Коля, а это... А, это? Это вы с Валечкой. Это я в тюрьме набил. В тюрьме? Я же сразу знал, что уголовник. Это что, я? Я не знаю такой фотографии. Вот. Боялся, что в тюрьме отнимут. Очень хотелось, чтобы вы всегда со мной были. Коля, ты что, сидел? Да, 30 лет назад. Я ж тогда не к другой женщине ушел. А прямо на зону. Я ж деньги украл. Зачем? Ну как? Хотел в отпуск вас отвезти. В Ялту. Ну, помнишь, ты говорил, что у Вары постоянные сопли, аденоида у него. Вот. Что ему на море надо. Коля, почему ты мне не сказал? Да я не хотел, чтобы ты молодость свою тратила. Она ждала меня. Потом я вышел. Ну, как я мог вернуться? Без денег, без всего. Ну, никем. Я бизнесом занялся. Да. Потом, 98-й год, наступил дефолт. Прогорел полностью. Весь в долгах, как в шелках. Опять пошел работать. Налги-то нужно отдавать. А потом думай про себя. Время прошло. А семьи-то у меня так и не было. И ты думаешь, мы во все это поверим? То есть вы не встречаетесь? Да не. Мне вообще нравятся женщины постарше. Тогда зачем ты все это придумала? Зачем тебе деньги? Не важно. Юля, если тебе нужны были деньги, ты могла мне сказать, я дала бы тебе деньги. Я хочу пластику носа. Никаких денег на пластику. Я так и знала. Зачем тебе вообще это пластик? Потому что у меня некрасивый нос, как у тебя. Что? Так, девушка, давайте успокоимся. Юля, у вас с мамой очень красивые носы. Прямо как мои родители. Они мне тоже пластику не разрешили. А ты, значит, тоже хочешь себе сделать другой нос? Не, хочу грудь, как у Юльки. Ну, как у вас. Ладно, короче, пойду я. Прикол, да? Пошел вон отсюда. Я тоже пойду. Добрый вечер. Здравствуйте. Простите, что без предупреждения у меня к вам разговор. Я открываю в Питере сеть кондитерских. Хочу предложить вам стать нашим бренд-шефом. В Питере? Что я должна переехать? Да. Но обещаю хорошие условия и Питер. Очень красивый город. Надо подумать. Надо подумать и с семьей посоветоваться. Ой, Боже мой. Извините, ради Бога. Лидка, я вам сейчас жизнь спасу. Да, да, да. А вы мне теперь не можете отказать. Я вас не тороплю с решением. В Питер надо прийти завтра. Посмотреть помещение. А решение принять потом. Да. Хорошо. Вы меня вообще не торопите. Ну, и до завтра тогда. Да. Спасибо вам. И вам. Да. Спасибо. До свидания. Да у тебя тут на паноле, блин, а тихую даму-то ты. Давай, давай, давай. Ты до сих пор его любишь. Понятно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Еще год назад я была обычной домохозяйкой. И могла радоваться только успехам мужа, его новой должности, годовой премии и победе его команды по баскетболу над соседней управой. Но это были его победы. А своих у меня не было. Ну, не считая грамоты за мисс студенческая весна 2001, где я выиграла благодаря своему феричному танцу живота. Но это не то, о чем будешь рассказывать внукам. Да, все это время я жила победами мужа. И даже не могла мечтать, что когда-нибудь открою успешную кондитерскую и буду номинирована на премию «Бизнес-прорыв года». Приветик. Интересный факт. Роженицам запрещено иметь маникюр, так как акушер смотрит в состоянии ногтевого ложи. Пониму? Ой. Пинается. Интересный факт. Мой ребенок пинается, как только слышит какую-нибудь ересь. А что, папа и Валентина Николаевна опять разъехались? Да, вчера. На этот раз окончательно. Мой отец вернулся. Я бы так не спешил с выводами. А вдруг он тебя долго не выдержит? Это я тебя долго не выдержу. Да хватит. Кстати, у меня сегодня 3D-УЗИ. Если хотите, приходите. Будет известен пол ребенка. Классно. Спасибо. Я приду. Это я приду. А ты сегодня работаешь за кассой. Я попрошу выйти Игната. Вау! Вот это да! Ух, Вера Викторовна, давайте договоримся. Ты так приходишь на работу в первый и последний раз, чтобы завтра пришла с кулькой на голове, как обычно. Я тут должна быть самая красивая. А что, сделать папины вещи? Подожди, а вы тоже не в курсе? Нет. Они вчера с мамой расстались. Я думал, Виктор Павлович дома ночевал. Нет, он не ночевал дома. Да папа после любых переживаний ездит с Фимой на рыбалку. Помнишь, когда наши хорватам проиграли? Они потом неделю рыбачили. Ничего себе чуйка у Данчика. Ты такая расфуфырена, и он звонит. Или ты ему селфи отправила? Саша. Да. Здравствуйте, Вера. Я по поводу нашего сегодняшнего отъезда в Питер. У вас получится полететь? Да, я планирую успеть на вечерний рейс. Хорошо, тогда я попрошу Зою заказать вам билет. А, не нужно. Я, скорее всего, полечу с Андреем, так что закажу на билеты сама. Понял. Ну, хорошо. До встречи. До встречи. Андрей, знаете, что вы сегодня уезжаете? Нет. Я скажу ему на премии. Кстати, он меня ждет уже в такси, я побежала. А, да, кстати, позвони, пожалуйста, папе. Убедись, что все в порядке. Хорошо, вечером. Пока. Абонент временно недоступен. Абонент временно недоступен. Папа Ефима недоступен. Точно на рыбалке. Саша в кафе? Нет, уже уехал на УЗИ. Странно, что меня не дождалась. Да ничего странного. Видимо, не захотел дослушать интересный факт про роженец и маникюр. Ладно, поехали, подкину. Нет, спасибо. Это велосипед с моторчиком, не мужской транспорт. Дождусь такси. Окей, приеду первым. Если что-то пропустишь, мы тебе расскажем. Ну или нет. Ладно, подожди. Я согласен. Поехали. Ого, только молодежи. Не зря форума называется. Молодой бизнес. Чувствую себя чей-то мамы на выпуск к нам. Принеси мне что-нибудь попить. Мартини? Нет. Просто сок. Мне сегодня еще зря, что выступать. Зря. Зато после мартини ты смогла бы повторить свой коронный танец живота. Со стоп, вис. Понял. Просто сок. Смотри. Что я творил? Вера, прости. Я случайно споткнулся. Вера. Почему остановились? Мне в туалет надо. Не можешь потерпеть? А если опоздаем? Я не хочу, чтобы Саша думал, что мне плевать на здоровье нашего ребенка. Да ладно, не переживай. Это так не будет думать. Она вообще тебя позвала из вежливости. Ей пофиг. Я не ведусь на дешевые провокации малообразованных людей. Кстати, я про тебя, если ты еще и недостаточно сообразительный. Видимо, Саша так не считает, если бы поцеловал меня пару дней назад. А если ты такой сообразительный, догадался бы, что она все уже решила. Даже если это и правда, это ничего не доказывает. Мы с ней целовались много раз. И не только целовались. И вообще чуть не поженились. И если бы не эта интрижка с тобой, неотесанным, самолюбивым, смазливым... Слушай, Брова, это правда. Все так интересно, что я даже схожу за попкорном. Ну что, еще долго? Сейчас, минуту, минуту. Да. А ты знала, что здесь будет этот твой партнер? Денис Алексеевич? Нет? Нет, сама только что увидела его. Андрей, я хотела тебе одну вещь сказать. Ай, черт! Что случилось? Да эта сушилка слишком мощная. Ткань расплавилась. Да ладно. Покажи. Черт. Черт, черт. И как я теперь пойду выступать? Мне через 20 минут достают. Подожди, Вера, подожди, подожди, подожди. Может, не видно будет. А, нет. Видно? Найди, пожалуйста, организаторов. Скажи, что я не буду получать премию. Нет, Вера, ты что? Ты так долго об этом мечтала. Я что-нибудь придумаю. Я найду тебе платят. Подожди здесь, если не могу. Ладно? Побудь здесь. Че так долго? Да не гунди, поехали. Погоди. Мне тоже захотелось. Если мы опоздаем, я скажу, что ты обкакался. Ты так бесишься, потому что понимаешь, что уже во всем мне проиграл. Саша никогда не будет с тобой. Да и зачем ребенку такой недоразвитый отец? Чему ты можешь его научить? Кексики печь? Пойдет по стопам отца в кулинарный техникум? Это хорошо еще, если девочка родится. А если парень, то вообще позор. Эй, ты что творишь? Я крышу. Ты за это ответишь? Может, я не идеальный отец, но я хотя бы на УЗИ приеду. А ты пока понюхай, как месть пахнет. Я на тебя в суд подам. Ключи где? У меня. Так и знал, что ты подлый пакостик. Теперь давай-ка быстренько выпустил меня отсюда. Аккуратнее. Аккуратно давай. Идиот. Ключи давай. Если хочешь получить ключи, тебе придется немного запачкать свои кондитерские ручки. Какой дебил. Вот тебе первобытное орудие труда. Работай. Теперь сам понюхай, как пахнет месть. Ты что делаешь? Ты водить не умеешь. А что тут водить-то? Это же велосипед с моторчиком. Арифидерчи. Эккуратный орудие. Ключи. Идиот. Идиот. Это я. Аккуратно. Извини, ну что, не шел? Да. Тут есть магазин из женской одежды. Правда, там одни купальники. Но я подумал, может, по Рео подойдет. А? И что я буду с этим делать? По пляжу пойду? Мы сейчас за городом. Я не успею в магазин съездить. Ладно. Ну что, круто. Ужасно. С ним все в порядке будет? Да на шатыря дадим. Очухается и в третью городскую его отвезем. Ну все, поехали. Понял. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо! Что вы делаете? Да вам же нельзя двигаться. Подождите, а куда вы меня везете? В больницу. У вас возможность сотрясения. Нет-нет, отвезите меня в перинатальный центр. Ну точно сотрясение. Вы не поняли, у меня там девушка на УЗИ с моим ребенком. Ну, возможно, с моим. Скорее всего. Слушай, мы тебе не такси, чтобы с ВОЗом заниматься. Я отблагодарю. Вер, Вер! Я не могу, я не могу. Как же стыдно, Боже. Да перестань, ну ты чего? Я не могу. Я не выйду в этом на сцену. Слушай, а может... Может, я просто выбежать быстро на сцену, схватить приз и убежать? Отличный план. Отличный. Может быть, я еще у кого-нибудь платье схвачу и... Слушай, это идея. Что? На сцену схватить приз? Нужно у кого-нибудь одолжить платье на десять минут. Да. Андрей, нужно у кого-нибудь одолжить платье на десять минут. Понял. Сейчас. Так. Пирогова, заходите. Девушка, девушка, можно у вас на минутку, пожалуйста? Девушка, простите, ради Бога, это, наверное, очень нелепо и глупо звучит. Вы не могли бы одолжить свое платье на десять-пятнадцать минут? Что? Я вам заплатила. Сорок тысяч. Сколько? Простите, девушки, ради Бога, извините, вы не могли бы мне одолжить ваше платье минут на пятнадцать? Я заплачу. Нет, правда. Не пугайтесь. Это же очень дорого. Ну, во-первых, оно брендовое и обрезгливое. Так что я через себя переступаю. Ладно. Можно нам на карту? Да. Можете. Пустите меня. Я ничего не сделал. Я для девушки свое платье. Он в женском туалете платье примерял, а потом мое еще просил на извращение. Стоп, стоп, стоп. Что здесь происходит? Денис Алексеевич, он у девушки хотел платье отобрать. А еще он в туалете чье-то платье мерил. Да это он мне искал платье. Я соком облилась, и мне теперь не в чем идти на сцену. Отпустите его. Все, вы свободны. Мы разберемся. Зоя. Да, Денис Алексеевич. Снимай платье. Вере, отдашь? Викторовне. На время выступления. Давай, давай, давай. Я прошу прощения. Денис Алексеевич, я тебя можно на минуточку? Простите. Денис Алексеевич. Простите. Все нормально? Денис Алексеевич. Классный платье. Дашь потом померить из врачинцев? Андрей, мне нужно рассказать тебе хоть что. Хотим объявить особую благодарность администрации этого парк-отеля в лице Михаила Ткаченко за любезно предоставленную прекрасную площадку для проведения нашей церемонии. Друзья, торжественная церемония награждения продолжается, и прямо сейчас я рад объявить номинацию «Бизнес. Прорыв. Года». Ее вручит наш постоянный спонсор, спонсор нашего форума и известный ресторатор Денис Алексеевич Драгункин. Добрый вечер. Я хочу сразу вручить этот приз человеку, который за этот год совершил огромный скачок, и который заслужил эту награду своим трудолюбием и своим упорством. Вера Викторовна Пирогова. Бренд Пирогова. Добрый вечер. Спасибо. Год назад я была обычной домохозяйкой. Я очень хотела открыть свое дело, но боялась начать. Я благодарна моим близким людям, которые подтолкнули меня. Моей семье. И еще я очень многим признательна одному человеку. Андрей, спасибо, что верил в меня. Вера Викторовна действительно большой профессионал. И я сделал ей предложение. Сделал предложение стать бренд-шефом-кондитером моей будущей сети кондитерских в Санкт-Петербурге. И уже сегодня мы летим в Питер. Спасибо вам, Вера. Прошу. Большое спасибо. Ты же сказал, это благодаришь. А вы что, прослушали? Большое спасибо, это и есть моя благодарность. Вы муж Пироговой? Никакой он не муж. Ничего ему не говорить. Вы муж? Ну, технически и я не муж, но у меня шансов больше. Где она? Ее после уязвии госпитализировали. Андрей! Андрей, подожди. Да подожди ты, Андрей. Прости, я весь день пыталась рассказать тебе все это. Ну, не рассказала. Да и что бы ты сказала, что переезжаешь в Питер и станешь личной поварихой этого самовлюбленного олигарха? Да я пока ничего не решила. Я хотела, чтобы мы вместе поехали, посмотрели помещение, подумали, приняли решение вместе, ты и я. Ну, тогда мы все решили. Ты никуда не летишь. И вообще отказываешься с ним работать. Ну, это как, ну, очень выгодное предложение. Это большие перспективы, деньги. Как-то глупо так сгоряча отказывать. Ну, тогда решай сама. Если ты полетишь сегодня с ним в Питер, то нас больше не будет. Саша. Молодые люди, сразу двоим нельзя. Ну, вот и выгоните его. Он даже бахил не надел. Саша, ты как? Что случилось? Я не помила толку. Мне врачи сказали тонус. И нужно прокапывать какой-то там маг... Маг... Магнезию. Сульфат магния. Укрепляет стенки сосудов. Нормализует давление. Так, молодые люди, я сейчас охрану позову. Посторонних не допускаем. Может остаться только отец ребенка. И то максимум минут на 15. Так, мамочка, кто отец? Аккуратно. Даня. Извини, я хочу, чтобы остался Валя. Окей. Ты же меня не из-за бахила оставил? Саша, выходи за меня. Мне не важно, чей это ребенок. Я все равно буду вас любить. Ты не беспокойся, я его после унитаза промыл хлорогексидином. Валя, не порти момент. День, день, день стоит молча у двери. Посмотри в глаза. Я хочу сказать, я забуду тебя, я не буду рыдать. Я хочу узнать, на кого ты меня променял. Но больше не звони, меня не зови. Я забуду про все, что ты говорил. Я верну тебе все, что ты подарил. Ефим Борисович, а вы, разве, не на рыбалке с папой? Нет. А я, получается, уже два дня не видел. Два дня. Да, доченька. Ну, слава богу. Ты где? Все в порядке? В полном. Я в Египте. В Египте? А что ты там делаешь? Устал я, доченька. Решил отдохнуть по-человечески. А, кстати, 50 тысяч я снял со своей избиркнижки. Так что на наследство больше не рассчитывайте. Ладно. Хорошего отпуска. Люблю тебя. Ваш коктейль, Виктор Павлович. Благодарю, Людочка. Субтитры сделал DimaTorzok No, it's not just luck Cause I made a sacrifice To get where I am Don't you understand To get where I am Cause I made a sacrifice I made a sacrifice I made a sacrifice I made a sacrifice